Дэн Абнет Возвышение Хоруса Часть первая. Заблудшие Мифы растут подобно кристаллам, согласно собственной внутренней структуре. Но для начала их роста необходим определенный первоначальный толчок. Приписывается летописцу Каэстлеру, около второго тысячелетия. Разница между богами и демонами в основном зависит от того, на какой стороне находишься в данный момент. Примарх Лоргар Новый свет науки сияет ярче, чем старый свет колдовства. Но почему же мы в таком случае не способны видеть дальше? Суматуранский философ Сахлониум, около двадцать девятого тысячелетия. Глава первая. Кровь по недоразумению, наши братья в неверии, император умирает. Я был там. Говорил он впоследствии, пока в конце концов всем стало не до смеха. Я был там, когда Хорус поразил императора. Эти слова, произнесенные забавным тщеславием, своим намеком на государственную измену, вызывали смех у его товарищей. Рассказ был очень хорош. Обычно именно Таргадон с притворным интересом уговаривал его начать рассказ, поскольку Таргадон был настоящим клоуном и сам смеялся своим идиотским шуткам. А Локен рассказывал вновь и вновь, и от многократных повторений история лилась словно сама собой. Локен всегда старался, чтобы слушатели поняли иронию произошедшего. Он словно немного стыдился своего участия в нем, поскольку кровь была пролита по недоразумению. В истории убийства императора заключалась настоящая трагедия, и Локен старался, чтобы слушатели осознали это в полной мере. Но, как правило, их внимание было обращено только на обстоятельства убийства Сиянуса. На это и на конечный результат. Как свидетельствуют разбросанные по варпу датчики времени, это случилось на 203 году Великого Крестового Похода. Локен всегда заботился, чтобы в его истории было указано точное время и место. После триумфального завершения Улан-Орской кампании, около года назад, командующий получил звание воителя и старался оправдать недавно обретенный статус, особенно в глазах своих братьев. Воитель. Такой вот титул. Звание было новым и еще непривычным, не обкатанным на языке. То были странные времена для путешествий среди звезд. Они выполняли то, что должны были выполнять в течение двух столетий, но теперь все вокруг показалось незнакомым. Это было начало и вместе с тем конец. Корабли 63-й экспедиции случайно оказались в пределах Империума. Внезапно налетевший эфирный шторм, впоследствии названный Малагарстом предопределением, внес изменения в маршрут, и флот переместился на окраину звездной системы из девяти миров. Девять миров, вращавшихся вокруг желтой звезды. Император, обнаружив через станцию внешнего наблюдения скопления потрепанных боевых кораблей, в первую очередь пожелал узнать их планы и место предполагаемого назначения. А затем скрупулезно отметил, что изменение маршрута было следствием их собственных многочисленных ошибок, и, наконец, потребовал принести клятву верности. Он назвал себя Императором Человечества. Он стоически вел свой народ во время печальной эры варповых штормов, в век раздора, неустанно насаждая закон и власть людей. Как он полагал, именно этого от него и ждали. Во времена долгой ночи он поддерживал пламя человеческой культуры. Он поддерживал свой драгоценный, полный жизни осколок и ограждал от чуждого влияния до тех пор, пока рассеянные диаспоры людей не восстановили контакт. И теперь с радостью убедился, что этот момент близок. Он с нетерпением и всей душой стремился увидеть возвращение осиротевших кораблей в сердце Империума. Все было готово к этому событию. Скитальцы попадут в объятия своих братьев, и великий замысел Возрождения начнет воплощаться. Империум Человечества снова, как когда-то после своего зарождения, устремится к новым звездным мирам. Как только они присягнут ему на верность. Как императору. Всего человечества. Командующий, вполне согласный с этими требованиями, послал Гастура Сиянуса встретиться с императором и передать ему свои приветствия. Сиянус был любимым подчиненным командующего. Он был не таким гордым и вспыльчивым, как Абаддон, не таким беспощадным, как Сидире, не таким твердым и рассудительным, как Яктан Круз, но в равной мере обладал всеми этими качествами. Он был солдатом и дипломатом одновременно, а воинский послужной список уступал разве что только списку Абаддона. Но среди своих товарищей Сиянус никогда не вспоминал об этом. Это был красивый человек, и по словам Локена, все его любили. Никто не носил свой доспех Марк 4 с таким достоинством. И то, что мы помним и его, и свершенные им подвиги, свидетельствует о превосходных качествах Гастура Сиянуса. Это самый достойный герой Великого Крестового Похода. Так обычно описывал Локен этого человека своим внимательным слушателем. В будущем слава о нем распространится так широко, что люди в его честь станут называть своих сыновей. И вот Сиянус в сопровождении лучших воинов Четвертой Роты погрузился на позолоченную баржу и отправился в Звездную Систему, и был принят Императором в его дворце на Третьей Планете. И погиб. Он был убит. Повержен на Ониксовый пол прямо перед Золотым Троном Императора. Сиянуса и его славных товарищей, Димаса, Малсандра, Гартоя и остальных, всех уничтожили воины элитной гвардии Императора, называющие себя невидимыми. Вероятно, Сиянус не произнес клятвы в верности. Вместо этого он весьма бестактно предположил, что, возможно, есть другой Император. Скорбь командующего была беспредельной. Он любил Сиянуса словно своего сына. В сотнях чужих миров они сражались бок о бок и достигли полного взаимопонимания. Но командующий, как всегда в таких случаях, проявил мудрость и сдержанность. Он приказал сигнальщикам предложить Императору второй шанс. Командующему претило скоропалительное обращение к военным действиям. И он, по возможности, всегда старался отыскать другие пути, не прибегая к насилию. Он признавал, что это могло быть ошибкой, ужасной, непоправимой ошибкой. Мир можно было сохранить. Надо было только понять этого Императора. Именно тогда, любил подчеркивать Локен, впервые имя Императора было взято в кавычки. Было решено, что будет отправлено второе посольство. Малагарст сразу же вызвался добровольцем. Командующий согласился, но приказал выдвинуть вперед боевой отряд. Его намерение было всем понятно. Одна рука с миром и открыто протянута навстречу, а вторая сжата в кулак. Если и вторая группа послов потерпит неудачу или подвергнется нападению, отряд будет готов без промедления нанести удар. Как рассказывал Локен, в тот трагический день, честь составить передовую группу была определена простым жеребием. И выпала Абаддону, Таргаддону, маленькому хорусу Аксиманду и самому Локену. Прозвучал приказ, и боевая подготовка началась. Корабли передового отряда скрытно выдвинулись вперед. На борту каждого из них застыли в готовности десантные катера. Оружие было проверено и заряжено. Отзвучали подобающие молитвы и клятвы. На телах избранных замкнулась броня. В напряженной, в любой момент готовой взорваться тишине, члены передового отряда наблюдали за транспортным судном, уносившим Малагарста и его спутников к третьей планете. Их встретил залп наземных орудий и сверг с небес. Не успели горящие обломки корабля Малагарста погаснуть в атмосфере, как многочисленные суда флотилии Императора взмыли вверх, из-под водной глади океанов, из-под плотных облаков, из гравитационных шахт ближайших лун. Шесть сотен военных кораблей понеслись вперед, готовые к войне. Абаддон нарушил конспирацию и отправил Императору последнее личное послание, заклиная его образумиться. Военные корабли открыли огонь по судну Абаддона. «Мой командир!» — обратился Абаддон к душе ожидающего флота. «Переговоры здесь не помогут! Этот самозванец не желает ничего слушать!» И командующий ответил ему. «Тогда просвети его, сын мой, но постарайся сохранить всех, кого можно. Этот приказ не касается тех, кто повинен в гибели благородного Сиянуса. Уничтожь именитых убийц Императора, а самозванца привези ко мне!» «Вот так!» — вздыхая, продолжал Локин. «Мы начали войну против своих заблудших братьев!» Настал поздний вечер, но небо было озарено огнями. Фототропические башни верхнего города, построенные таким образом, чтобы следовать своими окнами за солнцем в течение всего дня, беспорядочно вертелись под действием пульсирующих лучей света. В верхних слоях атмосферы возникли облака разноцветного сияния. Постоянно перемещающиеся боевые корабли испускали яркие снопы света при каждом выстреле из бортовых орудий. На уровне земли горизонтальным ливнем вспыхнули струи оружейного огня. С базальтовых платформ, образующих фундамент дворца, зазмеились быстро пропадающие извилистые следы трассирующих снарядов, несущих смертоносный заряд энергии. Понеслись веерные вспышки болтерных очередей. На площади почти в два десятка квадратных километров приземлялись десантные корабли. Многие из них были уже пробиты снарядами и горели. На фоне дворцового комплекса медленно передвигались черные человекоподобные фигуры. Их силуэты, движения и образ действий напоминали людей, но рост гигантов приближался к 140 метрам. Механикумы пустили в ход полдюжины боевых титанов. Вокруг черных, как сажа металлических лодыжек, фронтом в три километра устремился вперед поток солдат. Мощной приливной волной рванулись вперед лунные волки. Тысячи белых сверкающих фигур бегом устремились к подножию дворца и обрушили на него шквал огня и облака темного дыма. Каждый снаряд звучно врезался в почву, а затем вздымал фонтан земли. Над головами воинов на небольшой высоте кружил штурмовой корабль. Он проплывал между медлительными титанами, и поднимающиеся клубы черного дыма закручивались вихрями под струями двигателей. Шлем каждого из десантников снабжен воксом, в котором постоянно слышались резкие голоса команд, слегка искаженные при передаче через пространство. После Улланора для Локена это были первые значительные военные действия. И для всей десятой роты тоже. До сих пор случались отдельные схватки и стычки, но ничего важного. Локен с радостью убедился, что его когорта не потеряла былой сноровки. Благодаря установленному им строгому режиму, суровому образу жизни и изматывающим тренировкам, воинский дух и сейчас оставался таким же стойким, как в момент молитв и клятв несколько часов назад. На Улланоре им пришлось нанести тяжелый, сокрушительный удар, чтобы свергнуть и уничтожить империю полузверей. Зеленокожие оказались решительными и сильными противниками, но хребет сопротивления быстро был сломлен, и пожар мятежа на планете потушен. Командующий выиграл войну при помощи своей излюбленной и не раз проверенной стратегии. Передовой атакующий отряд вцепился в самую глотку противника. Он проигнорировал основную массу зеленокожих, которые превосходили десантников по численности в пять раз, а нанес удар прямо по верховному правителю и его приспешникам, лишив врагов всякого управления. Сейчас действовал тот же принцип – разорвать горло врага, и пусть его тело содрогается в предсмертных судорогах. Орудием для достижения этой цели служили воины под командованием Локена и военная техника поддержки. Но здесь все совсем не так, как на Ул-Ла-Норе. Нет непролазной грязи и возведенных из глины валов. Нет обветшавших крепостей из листового железа и проволоки. Нет взрывов дымного пороха и завываний великанов-орков. Это не первобытная драка, исход которой решался оружием и простой физической силой. Это современная война в цивилизованном мире. Здесь люди сражаются против людей в едином пространстве развитого общества. Враги обладают техническим оснащением и огневой мощью того же уровня, что и силы легионов, и достаточно тренированы и обучены, чтобы использовать ее в полной мере. На нижнем уровне дворца Локен через зеленоватый экран визора отчетливо видел людей, направлявших на него свое энергетическое оружие. Он заметил и передвижные батареи автоматической артиллерии, представлявшие собой соединенные в один узел четыре или даже восемь пушек на одной платформе, увлекаемой вперед двигателями с гидравлическим приводом. Нет, здесь совсем не так, как на Ул-Ла-Норе. Там имело место возмездие. Здесь предстояло суровое испытание. Равный против равного. Подобное против подобного. За исключением одного отличия. При всей своей смертоносной мощи врагам недоставало одной особенности, заключенной в каждом доспехе Марк 4, генетически усовершенствованных плоти и крови имперских Астартес. Модифицированные, улучшенные, намного превосходящие обычных людей, космодесантники не имели себе равных ни сейчас, ни в будущем. Ни у одной армии в галактике не было ни единого шанса противостоять легионам. Скорее звезды осыпятся с неба. Скорее безумие будет править миром и изменятся законы природы. Поскольку, как сказал когда-то Сидире, единственный, кто может победить воина Астартес, это другой воин Астартес. И все посмеялись над его словами. Нет смысла опасаться невозможного. Противники, в пурпурных серебром доспехах, как разглядел Локен, когда впоследствии снял свой шлем, упорно удерживали ворота, ведущие во внутренние покои дворца. Это были высокие мужчины с отлично развитыми грудными клетками и плечами и прекрасно тренированные. Но ни один из них, даже самый рослый, не доставал и до подбородка лунного волка. Со стороны выглядело так, словно сражаться приходилось с детьми. С отлично вооруженными детьми, надо добавить. Сквозь клубы стелющегося дыма, подражащий от взрыва в почве, Локен бегом вел ветеранов первого отделения на штурм лестницы и пластальные подошвы их сапог загрохотали по камням. Первое отделение 10-й роты, тактическое отделение Хеллебора, гиганты в перламутрово-белых доспехах с эмблемой в виде черной волчьей головы на подвижных наплечник. Из входных ворот на них обрушился шквал перекрестного огня. В ночном воздухе задрожали горячие струи от раскаленного оружия. Какой-то вертикально направленный автоматический миномет разбрасывал над их головами вязкие струи неизвестных зарядов. «Уничтожьте его!» – услышал Локен на канале ВОКС-связи приказ брата-сержанта Джубова. Приказ был отдан на отрывистом жаргоне хтонии, их родного мира. Лунные волки всегда предпочитали использовать это наречие во время схваток. Боевой брат, несущий на плече плазменную пушку, подчинился без всяких колебаний. Через какие-нибудь полсекунды от дула пушки до автоминомета протянулась 20-метровая огненная лента, а затем часть дворцовой стены скрылась за ревущей волной желтого пламени. Взрыв разбросал в разные стороны десятки вражеских солдат. Несколько противников залетели высоко в воздух и бесформенными грудами с переломанными костями рухнули на ступени. «Вперед! На них!» – рявкнул Джубов. Пляшущее пламя лизнуло и обволокло их броню. Локен даже различил слабый запах дыма. Брат Калленс покачнулся и упал, но почти тотчас же поднялся. Локен увидел, как враги разбегаются под их натиском. Он поднял дуло своего болтера. На металлическом корпусе оружия осталась небольшая зарубка после удара зеленокожего воина Сувланора. И Локен попросил мастера оружейника не убирать эту отметину. Он открыл огонь, но не очередью, а одиночными выстрелами, и ощутил, как оружие дергается в руках. Снаряды из болтера взрывались внутри цели. При попадании такого заряда человек лопался, словно пузырь, или разваливался на части, как перезревший плод. Каждый раз при попадании над жертвой поднималось облачко розового тумана. «Десятая рота!» – закричал Локен. «Вперед! Завоителя!» Боевой клич все еще казался непривычным, и это тоже было одним из признаков новизны. Локен впервые произнес его в сражении. Впервые ему представился такой шанс после того, как император отметил их заслуги на Улл-Ла-Норе. Император. Истинный император. «Луперкаль! Луперкаль!» – раздались со всех сторон ответные крики волков. Солдаты предпочитали отвечать старым боевым кличем, давнишним прозвищем любимого командира своего легиона. Криком «Астартес» вторили трубные голоса титанов. Они устремились на штурм дворца. Локен немного задержался у одной из входных дверей, пропуская вперед лидеров и внимательно наблюдая за продвижением основной массы своих воинов. Шквал огня продолжал разить их с балконов верхних этажей и башен. Где-то вдалеке в небо внезапно взметнулся столб ослепительного пламени, прорезавший ночную темноту. Визор в шлеме Локена автоматически включил затемнение. Земля под ногами вздрогнула и до ушей докатился громовой раскат взрыва. Корабль значительных размеров, подбитый и объятый пламенем, упал с орбиты и грохнулся в окрестностях верхнего города. От ослепительной вспышки вздрогнули и повернулись фототропические башни. Приемник выдавал поток донесений. Пятая рота под командованием Оксиманда овладела дворцом регента и павильонами на декоративных прудах к западу от верхнего города. Таргаддон со своими людьми вошел в город и последовательно уничтожал вооруженные отряды, пытающиеся противостоять его продвижению. Локен обратил свой взгляд на восток. В трех километрах от него, за плоской базальтовой равниной, за водоворотом сражающихся солдат и спинами высоченных титанов, за вспышками огня находилась рота Абаддона. Первая рота должна была преодолеть линию укреплений на дальнем от дворца фланге. Локен включил режим дальнего обзора и на фоне черных клубов дыма и трассирующих огненных линий различил сотни фигур в серебристо-белых доспехах. Впереди них были видны темные силуэты отряда юстаеринских терминаторов первой роты. Они носили броню из темного, как ночь полированного металла, словно принадлежали к какому-то другому, черному региону. «Локен вызывает первого», — передал он. «Десятый овладел входом». Возникла недолгая пауза. Затем шорох помех и, наконец, раздался голос Абаддона. «Локен, Локен, неужели ты решил пристыдить меня своими успехами?» «И в мыслях такого не было, первый капитан», — ответил Локен. В регионе существовала строгая иерархия, и Локен, даже будучи старшим офицером, не мог не испытывать уважения к превосходному капитану первой роты. Хотя из всего Марневаля лишь Таргаддон, пожалуй, выказывал по отношению к Локену признаки истинной дружбы. И вот теперь Сиянуса уже нет с ними. Без него Марневаль будет совсем не тот. «Локен, могу с тобой поспорить!» — снова донесся голос Абаддона. Настолько низкие, что некоторые ноты отсекались передатчиком. «Я встречу тебя у подножия трона этого фальшивого императора. Я первым доберусь туда, чтобы его просветить». Локен подавил невольную усмешку. В прошлом Эзекиль Абаддон нечасто обращался к шуткам. Он ощутил себя счастливым и могущественным. Быть избранным уже само по себе немало, но находиться в обществе таких же избранников было пределом мечтаний капитана. Сменив обойму, Локен переступил через несколько вражеских трупов и вошел внутрь дворца. Облицовка стен, расколотая взрывами и стрельбой, осыпалась на пол и хрустела под ногами, словно сухой песок. Помещение было затянуто дымом, и визор Локена быстро сменил несколько режимов, пытаясь подобрать наиболее подходящий и выдать ясное изображение. Локен двинулся вглубь холла, прислушиваясь к раскатам выстрелов, доносившимся из глубины здания. Слева в дверном проеме лежало тело одного из боевых братьев. Огромное, в белых бронированных доспехах, оно казалось совершенно неуместным среди более мелких вражеских трупов. Над ним склонился Марджекс, один из апотекариев Легиона. При приближении Локена он поднял взгляд и покачал головой. «Кто это?» – спросил Локен. «Тибор из второго отделения!» – ответил Марджекс. При взгляде на ужасную рану на голове Тибора Локен помрачнел. «Император узнает его имя», – произнес он. Марджекс кивнул и потянулся за своими инструментами, чтобы забрать драгоценное генетическое семя Тибора и впоследствии вернуть его в банк Легиона. Локен оставил апотекария заканчивать его работу и продолжил путь через холл. Простенки, открывшейся его взору широкой колоннады, были украшены фресками, изображавшими знакомые сияющие образы императора на золотом троне. «Как же слепы оказались эти люди!» – подумал Локен. «И как это печально!» «Один день, один единственный день с итераторами, и они все поймут. Мы не враги им. Мы такие же, как они, и несем свет искупления. Долгая ночь закончилась. Человек снова путешествует меж звезд, и Астартес шествует рядом, чтобы его защитить». В широком наклонном туннеле, выложенном листами травленного серебра, Локен догнал солдат из третьего отделения. Из всех боевых единиц Легиона, именно третье отделение, тактический отряд Локаста, было его самым любимым подразделением. Его командир, брат-сержант Неро Випус, к тому же был старинным и самым преданным другом Локена. «Как настроение, капитан?» – спросил Випус. Его перламутрово-белые доспехи пестрели пятнами сажи и крови местных жителей. «Флегматичная Неро, а у тебя...» «Холерическая! Вернее сказать, я в полном бешенстве! Я потерял одного из солдат, и еще двое ранены! Впереди путь преградило какое-то тяжелое орудие! Ты не поверишь, насколько убийственный огонь оно изрыгает!» «Ты пробовал достать гранатами!» «Два или три раза!» «Никакого эффекта!» «И ничего невозможно рассмотреть!» «Гарви, мы все наслышаны об этих невидимых!» «Тех самых, кто убил Сиянуса!» «Я вот думаю...» «Оставь мне это занятие!» – прервал его Локен. «Кто погиб?» Випус пожал плечами. Он немного превосходил ростом своего капитана, а от энергичного движения плечами звякнули друг от друга тяжелые ребристые пластины брони. «Закиас!» «Закиас...» «Нет...» «Его разорвало в клочки прямо у меня на глазах!» «Гарви, я ощущаю на себе руку корабля!» «Рука корабля...» Старая поговорка. Флагман командующего носил название «Дух Мщения». И во времена печали и потерь волки часто взывали к этому имени как к магическому олицетворению возмездия. «В честь погибшего Закиаса!» – мрачно проворчал Випус. «Я отыщу этого ублюдка невидимого и...» «Остуди свой пыл, братец. В этом нет никакой необходимости», – сказал Локен. «Займись своими ранеными, а я пока немного осмотрюсь». Випус кивнул и отозвал своих людей. Локен тотчас прошел мимо них и направился к злосчастному перекрестью туннелей. Четыре коридора сходились в одной точке, и это соединение было отмечено холлом под сводчатым потолком. Судя по показаниям приборов, в помещении было холодно и тихо. Несколько струек дыма поднимались к потолочным балкам. Черный пол покрывали трещины и выбоины от разрывов тысяч снарядов. Изувеченное тело брата Закиаса лежало в центре перекрестка, дымящаяся груда окровавленной плоти и обломков белой пластальной брони. Випус был прав. Нет никаких признаков присутствия врагов. Ни теплового излучения, ни малейших признаков движения. Но Локен, осматривая помещение, не мог не заметить груды пустых гильз от снарядов, брестевших желтой латунью, явно вылетевших из-за баррикады на противоположном конце холла. Может, именно там скрываются убийцы? Локен нагнулся и подобрал с пола осколок штукатурки, а затем бросил его вперед. Кусок штукатурки звучно ударился о стену и тотчас громыхнула автоматная очередь. Она длилась около пяти секунд, и за это время взорвалось не меньше тысячи снарядов. Дымящиеся гильзы вылетали как раз из-за той преграды, которая привлекла внимание Локена. Огонь прекратился. Феселиновый дым заполнил холл. Стрельба велась веером по центру пола, накрывая и останки Закиаса. На камнях появились новые пятна крови и осколки доспехов. Локен затаился. Раздались металлический скрип и стук зарядного механизма. На экране визора появились тепловые следы остывающего оружия, но никаких признаков излучения живого существа. «Ну как, заработал медаль?» Спросил подошедший Випус. «Это всего лишь часовой автомат», — ответил Локен. «Что ж, хоть немного легче», — отозвался Випус. «После разрывов гранат, брошенных в том направлении, можно было подумать, что эти хваленые невидимые могут быть еще и неуязвимыми. Пожалуй, я вызову разрушителя в качестве подкрепления». «Лучше дай-ка мне зажигательную ракету», — сказал Локен. Випус отстегнул одну из ножных пластин брони и подал капитану требуемый предмет. Локен резко дернул рукой, воспламеняя фитиль, и бросил зажигалку в дальний конец холла. Шипящая, ослепительно белая ракета упала позади предполагаемого укрытия вражеского орудия. Раздался лязг механизмов. В следующее мгновение началась шквальная стрельба, но теперь снаряды были нацелены на горящую ракету, и под ударами пульс густок пламени заметался по коридору. «Гарви!» — воскликнул Випус. Но Локен уже бежал вперед. Он миновал перекресток туннелей и прижался спиной к баррикаде. Орудие еще грохотало. Он перекатился через преграду и увидел автоматического часового, встроенного в углубление стены. Приземистый механизм, установленный на четырех подвижных опорах и надежно защищенной броней. Короткое и широкое дуло орудия было обращено в противоположную от Локена сторону и продолжало посылать снаряды в горящую ракету. Локен нагнулся и вырвал пучок гибких шнуров управления. Сооружение вздрогнуло и замерло. «Путь свободен!» — крикнул Локен. Отделение Локаста тотчас устремилось вперед. «Это можно считать показательным выступлением», — заметил Випус. Локен провел отряд по коридору, и они вышли в богато украшенный парадный зал. За ним тянулась целая вереница таких же торжественных пола. «Куда теперь?» — спросил Випус. «Идем искать этого императора», — ответил капитан. «И только-то», — фыркнул Випус. Первый капитан поспорил, что он доберется до него раньше меня. Первый капитан? С каких отопор он в приятельских отношениях с Гарверем Локеном? С тех самых, как десятая рота прорвалась во дворец раньше первой. «Не беспокойся, Неро. Когда я стану знаменитым, я не забуду о тебе и твоих людях». Неро Випус рассмеялся. Доносившийся из-под защитного шлема, его смех был похож на кашель заболевшего чахоткой быка. То, что произошло потом, отбило у них всю охоту смеяться. Глава вторая. Встреча с невидимыми. У подножия Золотого Трона. Луперкаль. «Капитан Локен?» Он поднял взгляд от работы. «Да, это я. Прости, что отрываю тебя от работы», — сказала она. «Мне кажется, ты очень занят». Локен отложил в сторону фрагмент доспехов, полировкой которого занимался, и поднялся на ноги. Он, как оказалось, был почти на целый метр выше нее, и практически обнажен, если не считать на бедренной повязке. При виде такого физического совершенства она незаметно вздохнула. Узловатые переплетения мышц и старые зажившие шрамы. Мало того, он был еще и красив, благодаря серебристым, коротко подстриженным волосам и серым, как осенний дождь, глазам. «Какое расточительство?» — подумала она. Но в его обнаженной нечеловечности не было ничего отталкивающего. Его лицо тоже отличалось крупными, чуть ли не лошадиными чертами, что было присуще почти всем Астартес, а широкая грудная клетка оказалась гладкой, без проступающих ребер, словно туго натянутое полотно. «Я тебя не знаю», — заметил он, роняя в кувшин со смазкой скомканную полировочную ветошь и вытирая пальцы. Она протянула руку. «Мерсаде Олитон, официальный летописец», — сказала она. Он перевел взгляд на ее миниатюрную ладонь и пожал ее, отчего рука женщины показалась совсем крохотной по сравнению с его гигантской кистью. «Прошу прощения», — весело сказала она. «Я все время забываю, что это у вас не принято. Я имела в виду рукопожатие, этот местный обычай для жителей Терры». «Это не важно. Ты прибыла с Терры?» «Я покинула ее год назад, когда получила разрешение совета участвовать в походе». «Так ты летописец? Ты знаешь, что это такое?» «Я не настолько глуп», — ответил Локен. «Нет, конечно», — поспешно сказала она. «Я не хотела тебя обидеть». «Извинения приняты». Он окинул ее внимательным взглядом. Хрупкая, небольшого роста, хотя, наверное, очень красива. У Локена не было большого опыта в общении с женщинами. Может быть, все они хрупкие и красивые. Но он знал достаточно, чтобы понять, что лишь немногие из женщин так же черны, как она. Ее кожа напоминала отполированный уголь. Возможно, это результат действия какого-то красителя. И еще его удивил ее череп. Кожа на голове была чистой, хотя и не выбритой. Голова выглядела гладкой и блестящей, как будто на ней никогда не было волос. Череп каким-то образом был увеличен, и задняя его часть напоминала большое яйцо. Словно женщина была коронована, как будто ее человечность и без того не казалась царственной. «Чем могу помочь?» Спросил он. «Как я понимаю, у тебя имеется история, которая представляет особый интерес. Я бы хотел ее запомнить и передать следующим поколениям». «Какая история?» «О Хорусе, убившем Императора». Он насторожился. Локену не нравилось, когда кто-нибудь, кроме Астартес, произносил истинное имя Воителя. «Это случилось несколько месяцев назад», — нехотя сказал он. «Я не уверен, что смогу точно вспомнить все подробности». «Очень странно», — сказала она. «А я уверена, что ты можешь наиболее точно воспроизвести те события. Мне говорили, этот рассказ пользуется большой популярностью среди боевых братьев». Локен нахмурился. Женщина была права, и это его раздражало. После взятия Верхнего города, его, как свидетеля, десятки раз просили, если не сказать требовали, снова и снова пересказывать события того дня. Ему хотелось считать, что это обусловлено гибелью Сиянуса. Лунные волки нуждались в очищении. Им необходимо было лишний раз услышать, как жестоко был отмщен их павший товарищ. «Тебя сюда кто-то направил?» — спросил он. «Капитан Таргадон», — признала она, пожимая плечами. Локен кивнул. «Опять он». «И что ты хочешь узнать?» «Мне известно общее положение дел, но я слышала об этом от других и теперь хотела бы узнать о твоих личных наблюдениях. Как все это происходило? Что вы обнаружили, когда ворвались во дворец?» Локен вздохнул и оглянулся на полку, где были разложены его силовые доспехи. Он только-только приступил к чистке. Его личная оружейная комната представляла собой тесное помещение с выкрашенными в светло-зеленый цвет стенами, расположенное на грузовой палубе. Гроздь светящихся шаров наполняла комнатку светом. На стенном панно распростер крылья имперский орел. Они же были пришпилены копии особых обетов, принесенных Локеном в различные периоды службы. Застоявшийся воздух пропитался запахом масел и порохового дыма. Это было спокойное и уединенное место, а она вторглась и нарушила это спокойствие. Женщина словно осознала свой поступок. «Я могу прийти позже, если тебе сейчас некогда». «Нет, все в порядке». Локен снова уселся на металлический стул. «Ах, дай-ка вспомнить. Когда мы прорвались во дворец, то обнаружили невидимых. Из-за чего их так называли?» «Из-за того, что мы не могли их увидеть», — ответил он. Невидимые поджидали их и вполне оправдывали свое прозвище. Первый из братьев погиб, не пройдя и десяти шагов по парадному залу. Его сразил странный выстрел, настолько мощный, что даже звук его причинял боль. Брат Эдрий упал на колени, а затем повалился набок. Залп из энергетического орудия пришелся ему в лицо. Белый пластально-керамитовый сплав его визора и нагрудной брони превратился в рифленый кратер, словно растопленный и снова застывший воск. Второй залп вызвал такую же сильную вибрацию воздуха и разнес вдребезги массивный стол рядом с нейровипусом. Третий выстрел опрокинул брата Муриада, и его левая нога оторвалась от тела, словно стебель тростника. Ученые-адепты лжеимператора разработали и изготовили невиданное оружие, которым снабдили элитную гвардию. Они оборудовали их корпуса защитными экранами, искажающими поток света и делающими невидимыми. А внутреннее устройство превращало стражей в беспощадных и неумолимых убийц. Несмотря на полную боевую готовность и осторожность, Локен и все его люди были застегнуты врасплох. Невидимые оказались недосягаемыми для их визоров. Некоторые из них просто стояли в самом зале, поджидая врагов. Локен открыл огонь, и его примеру последовали остальные. Обстреливая все помещение, Локен поразил какую-то цель. Он заметил розоватый туман в воздухе, и что-то упало, перевернув при этом один из стульев. Випус тоже попал в невидимого противника, но прежде слетела с плеч голова брата Таррега. Защитная технология показывала явно лучшие результаты, когда объекты были неподвижны. При малейшем перемещении они выдавали себя, и люди стали стрелять по этим полупрозрачным целям. Локен быстро приспособился и поражал каждое туманное пятно. Он настроил свой визор на наибольшую контрастность, оставив только черно-белое изображение. И так было легче заметить врагов. Резкие контуры на тускло-сером фоне. Он уничтожил еще троих. После гибели некоторые из охранников теряли свойства защиты. Локен обнаружил несколько окровавленных трупов, невидимых. Они носили серебристые доспехи, затейливо украшенные и расписанные выгравированными надписями и символами. Эти высокие воины напомнили Локену непобедимую кустодианскую гвардию, охранявшую дворец императора на Терре. Но охранники этого дворца убили Сиянуса, и его славный отряд был всего в нескольких шагах от их повелителя. Нейровипуса разъярила высокая цена, которую пришлось заплатить его отряду. Вот уж поистине, сейчас им управляла рука корабля. Он шел первым и расчищал путь к высоким покоям, расположенным позади позиции невидимых. Его энергичные действия дали Локасту необходимое пространство для боя, но это стоило сержанту правой руки, раздробленной выстрелом одного из охранников. Локен тоже ощутил прилив злости. Не только Неро, но и все воины его группы были его друзьями. А теперь ему предстояло участвовать в скорбном ритуале. Даже во тьме Улланора победа досталась им не настолько высокой ценой. Випус опустился на колени и с болезненными стонами пытался стащить искореженную рукавицу с раненой руки. Локен обошел его и свернул в боковой проход, стреляя по неясным теням, старавшимся блокировать его путь. Энергетический удар вырвал из его рук болтер, и капитан потянулся к бедру зацепным мечом. Оружие легко покинуло ножны и с негромким свистом активизировалось. При первом же ударе по окружавшим смутным силуэтам Локен ощутил, что зазубренное лезвие попало в цель. Раздался пронзительный крик, словно из ниоткуда взметнулись кровавые брызги, запятнавшие стены и переднюю часть доспехов Локена. «Луперкай!» – воскликнул он и вложил силу обеих рук в яростные удары. Дублирующие и вспомогательные полимерные связки, расположенные под кожным покровом, и сервоприводы его доспехов тоже заработали в полную силу. Локен нанес подряд три удара, сжимая меч обеими руками. Появилось еще больше кровавых пятен. Послышался протяжный стон, и внезапно из пустоты вывалился влажный красный комок перепутанных внутренностей. Мгновение спустя экран визора мигнул, и на нем появилось изображение обезглавленного тела воина, который все еще брел вдоль стены, обеими руками пытаясь удержать вываливающиеся кишки. Опять невидимая сила толкнула Локена в плечо, бронированный наплечник хрустнул от удара, а сам он едва удержался на ногах. Капитан развернулся и взмахнул мечом. Лезвие встретило сопротивление, и в воздухе разлетелись осколки металла. В пространстве внезапно возник силуэт человеческой фигуры, совсем прозрачный, словно вырезанный из воздуха. Странный образ вздрогнул и стал заваливаться влево. Невидимый, окруженный мерцающим и потрескивающим защитным полем, умирая, появился в поле зрения и успел направить в Локена длинное окровавленное копье. Лезвие отскочило от шлема. Локен рубанул мечом снизу вверх и не только выбил древко из закованных в серебряные рукавицы рук, но и перерубил копье. В тот же момент он пригнулся и так сильно толкнул противника плечом, что тот ударился о стену, разбив хрупкие мозаики. Осколки стекла посыпались на пол. Локен отступил назад. Задыхающийся невидимый с расплющенными легкими и перебитыми ребрами, всхлипывая, попытался вдохнуть в воздух и сполз по стене, уронив голову на грунт. Локен опустил меч и одним плавным, отточенным движением нанес удар милосердия. Голова врага отлетела в сторону. С гудящим мечом в правой руке Локен медленно повернулся кругом. Пол в зале был залит кровью и усыпан осколками черного металла. Где-то в соседних комнатах продолжали грохотать выстрелы. Локен вернулся немного назад и, звякнув доспехами, левой рукой поднял свой болтер. Позади него появились двое лунных волков, и капитан коротким взмахом меча указал им на вход в колоннаду слева от двери. «Разведать и очистить!» – бросил он в передатчик. Голоса волков подтвердили получение приказа. «Нера! Я в двадцати метрах позади тебя!» «Как твоя рука?» «Выбросил! Она только мешала!» Локен остороженно шагнул вперед. В конце зала, заскорчившимся трупом невидимого, которого он обезглавил, 16 широких мраморных ступеней вели к каменному проему. Он осторожно поднялся по лестнице. Неяркий луч света образовывал на стенах открытого прохода смазанные пятна. Здесь было удивительно тихо. Даже звуки боя, идущего во всех помещениях дворца, казалось, затихали в этих стенах. Локен слышал, как с его цепного меча на каменный пол падают капли крови, оставляя на белом мраморе алую цепочку средов. Он шагнул в проход. Вокруг поднимались внутренние своды башни. Вероятно, он попал в один из самых высоких и массивных шпилей дворца. Метров сто в диаметре и около километра высотой. Нет, гораздо выше. Локен вышел на широкую площадку, вымощенную ониксом, одну из многих расположенных через равные промежутки по всей высоте башни. Но она оказалась не самой нижней. Перегнувшись через перила, он увидел, что башня уходит в глубину ровно настолько, насколько возвышается над его головой. Он медленно двинулся по периметру площадки, внимательно осматриваясь. Между опоясывающими площадками стены башни были прорезаны широкими окнами, забранными стеклом или другим прозрачным материалом, который отражал сполохи неутихающего боя. Никаких звуков, только мерцающий свет, беспорядочное сверкание выстрелов. Он шел по площадке, пока не обнаружил пролет внутренней винтовой лестницы, идущей вплотную к стене башни. Локен стал подниматься от одной платформы к другой, каждое мгновение ожидая едва заметного колебания воздуха, которое могло выдать присутствие невидимого. Ничего, ни звуков, ни признаков движения, ни света, кроме отблесков снаружи, когда он проходил мимо окон. Пять этажей, потом шесть. Внезапно Локен почувствовал себя обманутым. Вероятно, башня пуста. Эту прогулку и зачистку надо было оставить кому-то другому, а самому возглавить продвижение основных сил 10-й роты. Вот только вход на нижний уровень защищался отчаянно. Локен посмотрел наверх и до предела напряг сенсоры наблюдения. В метрах в трехстах выше ему почудилось какое-то движение и слабый след теплового излучения человеческого тела. Неро! Капитан! После некоторой паузы послышался голос Випуса. Где ты находишься? У подножия башни. Бой ожесточился. Мы... Голос прервали помехи и звуки беспорядочной стрельбы. Капитан, ты еще здесь? Докладывай! Упорное сопротивление! Мы в ловушке! Мы здесь! Связь оборвалась. Но Локен не собирался прерывать свое исследование. Кроме него, в этой башне есть кто-то еще. На самом верху его кто-то поджидает. Предпоследняя площадка. Сверху слышались негромкое поскрипывание и шорох, словно вращались крылья гигантской ветряной мельницы. Локен замер. С этой высоты через широкие стеклянные окна ему были видны весь дворец и верхний город. Океан разноцветного дыма, подсвеченный бесконечными взрывами. Стены некоторых зданий, отражающие огонь, окрасились розовым цветом. Постоянно сверкали вспышки разрывов, и лучи энергетического оружия плясали в ночной темноте. Небо тоже было заполнено огнем, словно в зеркале отражая наземное сражение. Передовой отряд причинил опустошительное разрушение городу императора. Но нашел ли он вражескую глотку? Крепко сжимая рукоять меча, Локен преодолел последний пролет лестницы. Последняя площадка служила основанием для верхней части башни. Обширного купола, образованного лепестками хрустального стекла, соединенными между собой изогнутыми стальными прутьями. На самом верху прутья сходились в одну высокую мачту. Вся эта постройка с легким скрипом поворачивалась то в одну сторону, то в другую, реагируя на беспорядочные вспышки света. В дальнем конце платформы, спинкой к окнам, стоял золотой трон. Он возвышался на массивном постаменте с тремя золотыми ступенями. Трон был... пуст. Локен опустил оружие, разочарованно вздохнул и шагнул к трону, но тотчас остановился, обнаружив, что находится в зале не один. Слева от входа стояла одинокая фигура. Сцепив за спиной руки, человек наблюдал за происходящим внизу. Человек обернулся. Он оказался пожилым мужчиной в длинном лиловом балахой. Белые волосы обрамляли тонкое лицо. Блестящие грустные глаза уставились на Локена. «Я презираю тебя!» произнес он с явно выраженным старомодным акцентом. «Я презираю тебя, захватчик!» «Я это понял», — отозвался Локен. «Но сражение окончено. Как я понимаю, вы наблюдали за его ходом и должны это знать». «Империум человечества восторжествует над всеми своими врагами!» произнес человек. «Да», — ответил Локен. «Абсолютно верно. И это я могу вам обещать». Человек ответил недоверчивым взглядом, словно не до конца понял его слова. «Я разговариваю с так называемым императором», — спросил Локен. Он выключил и убрал в ножны цепной меч, но продолжал держать болтер направленным на фигуру в лиловом балахоне. «Так называемым?» — спросил мужчина. «Так называемым?» «Ты легкомысленно зубоскалишь в священной обители правителя. Император есть император, истинный спаситель и защитник расы людей. А ты, самозванец, дьявольское...» «Я человек, так же, как и вы». Мужчина презрительно фыркнул. «Ты, самозванец, искусственно созданный великан, бесформенный и уродливый. Ни один человек не стал бы развязывать войну против себе подобных». Человек махнул рукой, указывая на сцену за окном. «Война возникла из-за вашего вероломства», — спокойно ответил Локен. «Вы не захотели нам поверить, не захотели даже выслушать нас. Вы сами навлекли на себя несчастье. Наша задача снова объединить всех живущих среди звезд людей именем императора. Мы стараемся установить связи между разрозненными и разобщенными мирами. Большинство людей встречают нас как утраченных братьев, как и есть на самом деле. Вы воспротивились». «Вы пришли с ложью!» «Мы принесли свет истины!» «Ваша истина — грязный обман!» «Сэр, истина сама по себе выше морали. Мне жаль, что мы верим в одни и те же понятия, но расцениваем их по-разному. Эти различия и привели к кровопролитию». Пожилой мужчина подавленно сгорбился. «Вы могли бы оставить нас в покое». «Что?» — переспросил Локен. «Если наши философии настолько различны, вы могли бы пройти мимо и оставить нас со своими истинами, не прибегать к насилию. Вы этого не сделали. Почему? Зачем разрушать мир? Неужели мы представляем для вас такую ужасную угрозу? Потому что истина, — начал Локен, — выше морали. Это твои слова, но служа своей хваленой истине, ты сам становишься аморальным». Локен с изумлением понял, что у него нет нужного ответа. Он решительно шагнул вперед. «Я требую, чтобы вы признали себя моим пленником, сэр». «Как я понимаю, ты командир?» — спросил пожилой человек. «Я командую десятой ротой». «Так значит, ты не верховный командующий?» «А я решил, что это так, раз ты вошел во дворец впереди своих солдат. Я ожидал верховного командующего и сдамся ему и никому другому. Условия вашей сдачи будут обсуждаться». «Неужели ты не сделаешь для меня даже этого? Я останусь здесь, пока твой повелитель и господин не придет лично, чтобы принять мою капитуляцию. Пригласи его». Не успел Локен ответить, как между стен башни раздался постепенно нарастающий глухой вой. Пожилой мужчина с исказившимся от страха лицом шагнул назад. Из глубины башни показались десять черных фигур. Они медленно поднялись через вертикальное отверстие, пронизывающее все здание. Это были десять воинов Астартес. Голубое пламя двигателей их прыжковых ранцев с гудением рассекало воздух. Все воины были одеты в черные с белым доспехи. Первая рота – отделение катуланских налетчиков, штурмовая группа ветеранов. Первыми входят, последними уходят. Один за другим они приземлились на краю круглой площадки и выключили двигатели своих ранцев. Калус Экаддон, капитан катуланцев, из-под лобья взглянул на Локена. «Примите поздравления от имени первого капитана, Локен. Вы обошли нас на всех направлениях». «Где первый капитан?» – спросил Локен. «Внизу, заканчивает зачистку», – ответил Экаддон и включил передатчик. «Говорит Экаддон, отделение катуланских налетчиков. Мы захватили лжеимператора». «Нет», – твердо возразил Локен. Экаддон снова взглянул на него. На черной маске его шлема жестко, без бликов, выделялись линзы визора. Он слегка поклонился. «Мои извинения, капитан», – насмешливо произнес он. «Почести и пленник, несомненно, принадлежат вам». «Я не это имел в виду», – возразил Локен. «Этот человек требует, чтобы его капитуляцию принял лично верховный командующий». Экаддон фыркнул, а несколько его людей рассмеялись. «Этот мерзавец может требовать все, что угодно, капитан», – сказал Экаддон. «Но его ожидает жестокое разочарование». «Мы разрушаем древнее государство, капитан Экаддон», – решительно произнес Локен. «Неужели нельзя проявить некоторое уважение к свершению подобного рода? Или мы варвары?» «Он убил Сиянуса!» – воскликнул один из солдат Экаддона. «Да, это так», – согласился Локен. «Но неужели мы должны убить его в ответ? Разве Император, дославится его имя, не учил нас проявлять великодушие по отношению к врагам?» «Императора, дославится его имя, нет сейчас с нами», – ответил Экаддон. «Если его нет в наших душах», – сказал Локен, – «то мне страшно за будущее нашего похода». Несколько мгновений Экаддон молча сверлил Локена взглядом, но затем приказал своему помощнику передать донесения кораблям флотилии. Локен был совершенно уверен, что Экаддон пошел на попятную не из-за того, что был убежден его словами о высоких принципах. Экаддон, командир штурмовой группы первой роты, был заслуженным и уважаемым воином, но Локен, как капитан роты, превосходил его по рангу. «Сигнал воителю передан», – обратился он к пожилому мужчине. «Он придет сюда? Скоро?» – нетерпеливо спросил тот. «Для вашей встречи потребуются кое-какие приготовления», – бросила Каддон. Минуту или две они ожидали ответного сигнала. Боевые корабли космодесанта оставили светящиеся инверсионные полосы, мелькнув мимо окна. Свет огромных машин заставил побледнеть южную часть неба, а затем стал медленно исчезать вдали. Локен задумчиво наблюдал, как по круговой площадке движутся скрещенные тени. И тогда его осенило. Внезапно стало ясно, почему пожилой мужчина так настойчиво требовал прихода верховного командующего. Локен поднял болтер на уровень пояса и ринулся к подножию пустого трона. «Что ты собираешься делать?» – спросил старик. «Где он?» – воскликнул Локен. «Где настоящий? Или он тоже невидим?» «Назад!» – закричал мужчина и бросился на перерез Локену. Раздался громкий хлопок. Грудная клетка старика лопнула и взорвалась кровавыми брызгами. Обрывки горящего шелка и осколки металла полетели в разные стороны. Старик покачнулся и замер на краю платформ. Остатки одежды на нем вспыхнули ярким пламенем. Через мгновение он, раскинув ноги и руки, камнем полетел вниз к самому подножию башни. Экадон опустил свой болт-пистолет. «Никогда еще не приходилось убивать императоров!» – со смехом произнес он. «Это был не император!» – завопил Локен. «Ты глупец! Император все это время был где-то поблизости!» Он уже подошел к пустому трону и протянул руку, чтобы взяться за один из золотых подлокотников. В центре сидения появилось странное пятно света. Оно было почти идеально круглым, но не настолько, чтобы образовать вокруг себя правильные тени. «Это ловушка!» – именно эти два слова собирался произнести Локен. Но не смог. Золотой трон задрожал и изверг из себя чудовищную волну невидимой энергии. Это было похоже на выстрел орудий гвардии невидимых, только в сотни раз мощнее. Ударная волна разошлась во все стороны и сбила с ног Локена вместе с воинами Катулана, как порыв ураганного ветра вбивает в землю стебли пшеницы. Стеклянные панели купола разлетелись на миллионы радужных осколков. Большую часть катуланцев просто сдуло, и они вылетели из башни вместе с осколками окон. Одного из них швырнуло на стальной пруд. Воин вылетел в ночь со сломанной спиной и стал падать, словно сломанная кукла. Экодон в полете сумел вцепиться в другую перекладину. Он удержался, обхватив опору пластальными пальцами перчаток, а ноги и тело под напором энергетического потока горизонтально повисли снаружи. Локен находился слишком близко к подножию трона, чтобы ощутить полную силу удара. Но и он плашмя растянулся на полу и заскользил к краю площадки, прямо к открытому проему, оставляя своими белыми доспехами глубокие царапины на ониксовом полу. Несмотря на все усилия, ему не удалось остановиться. Ударная волна оказалась настолько сильной, что его, словно сухой лист, перенесло через отверстие в полу и швырнуло в противоположный край. Руками он сумел схватиться за кромку платформы, а ноги болтались над глубоким колодцем. Локен удержался на площадке благодаря страшной силе, прижавшей его к краю, и своим собственным отчаянным стараниям. Едва не теряя сознание от ужасного удара, он все же смог удержаться. Прямо перед ним на полу возникло зеленоватое мерцающее свечение. Луч телепортации быстро разгорелся, стал непереносимо ярким, а затем плавно погас, оставив после себя божество. Бог был настоящим гигантом. Он также возвышался над любым из Астартес, как сами они возвышались над обычными людьми. Его доспехи сияли белым золотом, словно солнечный луч на рассвете дня, и были изготовлены руками лучших ремесленников. Множество разнообразных символов покрывало поверхность брони, но главным из них было изображение открытого глаза, расположенное в центре нагрудной пластины. За спиной величественной и устрашающей фигуры развивался белый плащ. Над доспехами виднелось ничем не защищенное лицо, совершенное в своей красоте, безупречное в каждой малейшей черточке. Прекрасное лицо. Невыносимо прекрасное. Одно мгновение Бог стоял непоколебимо, окруженный сиянием своего могущества, но не двигался и не поднимал головы. Затем в его правой руке вздрогнул штурмовой болтер, и снаряд устремился к источнику убийственного излучения. Один выстрел. По башне прокатилось эхо разрыва. Сдавленный крик в беспорядочном шуме был едва слышен, а затем внезапно шум резко стих. Стена смертоносной энергии улеглась. Ураган затих. Осталось только редкое позвякивание стекол, падавших теперь на пол. Экадон, не испытывавший уже давления, всем телом прильнул к раме выбитого окна. Не выпуская стальной опоры, он забрался внутрь и встал на ноги. «Мой господин!» Воскликнул он, шагнув на платформу, и тотчас опустился на одно колено, склонив голову. Едва исчезло давление, Локен понял, что больше не сможет удержаться на краю платформы. Руки стали скользить по гладкому ониксу пола, не находя никакой зацепки. Он почти сорвался, но мощная рука схватила его за запястье и подняла на площадку. Локен, не в силах сдержать дрожь напряжения, перекатился на бок и взглянул на противоположную сторону, где стоял золотой трон. Теперь на его месте дымились развалины. Посреди искореженных золотых пластин и обугленных деталей, выпрямив спину, сидел дымящийся труп, скаля зубы почерневшего черепа. Наполовину сгоревшие руки все еще сжимали витые подлокотники трона. «Вот так я поступаю с тиранами и обманщиками!» Пророкотал низкий голос. Локен поднял взгляд на возвышающегося над ним бога. «Луперкаль!» Только и смог он пробормотать. Божество улыбнулось. «Можно опустить формальности, капитан!» Прошептал Хорус. «Могу я задать тебе вопрос?» Заговорила Мерсаде Олитон. Локен снял с крючка одежду и стал натягивать на себя. «Конечно! Разве мы не могли оставить их в покое?» «Нет! Спроси о чем-нибудь другом!» «Хорошо! Какой он?» «Какой кто?» Переспросил Локен. «Хорус!» «Если ты спрашиваешь, значит, ты с ним не встречалась!» Заметил он. «Нет, я не встречалась с ним, капитан! Я ожидала аудиенции! Но все же, что ты думаешь о Хорусе?» «Я думаю, что он воитель!» Твердо сказал Локен. «Я думаю, что он повелитель лунных волков и избранный представитель императора дославится его имя во всех его начинаниях. Он первый и достойнейший из всех примархов. И еще я думаю, что простым смертным не подобает произносить его имя без надлежащего уважения и титула». «Ох!» Воскликнула она. «Прошу прощения, капитан. Я не хотела». Уверен, что не хотела. Но он воитель Хорус. А ты, летописец, не забывай об этом. Глава третья. Иск среди летописцев. Приближение к четверке. Спустя три месяца после битвы за Верхний город к экспедиции присоединился первый из летописцев, прибывший на грузовом корабле непосредственно с Терры. С самого начала Великого Похода на протяжении двухсот звездных лет имперские силы, конечно, сопровождали различные хроникеры и протоколисты. Но это были в большей степени любители и добровольцы, случайные свидетели, собравшиеся на кораблях флотилии, словно дорожная пыль на колесах. Их записи были отрывочными и нерегулярными. События освещались от случая к случаю. С точки зрения самих участников, а также отдельных примархов и командующих, которые им покровительствовали и надеялись обессмертить свои деяния в стихах или прозе, на картине или в скульптуре. Император, вернувшись на Терру после победы на Ул-Ла-Норе, решил, что настала пора составить более авторитетное и официальное свидетельство воссоединения человечества. С его мнением, очевидно, согласился недавно избранный совет Терры, поскольку закон об основании и поддержке Ордена Летописцев был писан лично самим Малкадором-символистом, первым лордом Совета. Набранные из различных слоев общества Терры и из населения других ключевых миров Империума, только согласно их творческим способностям, летописцы в скором времени были аккредитованы, наделены соответствующими полномочиями и разосланы в составы флотов основных экспедиций, действующих по заданиям расширяющегося государства. На тот момент в главных экспедициях похода были задействованы 4287 больших флотилий, еще 60 тысяч различных второстепенных групп поддержания порядка и наблюдения и 372 базовые флотилии, находящиеся в состоянии перегруппировки и перевооружения или просто ожидающие новых приказов и заданий. Почти 4,5 миллиона летописцев было разослано за пределы Империума только в первые месяцы после подписания закона. Поговаривали, что примарху Руссу принадлежало следующее заявление «Вооружите этих мошенников, и в перерывах между сочинением стишков они смогут завоевать для нас еще несколько миров». Это приписываемое Руссу высказывание в полной мере отражало отношение к летописцам большей части представителей военных кругов. Все, начиная с примархов и заканчивая последним солдатом, испытывали некоторое беспокойство по поводу намерения Императора покинуть действующую армию и удалиться в замкнутом пространстве Дворца на Терри. Никто не ставил под сомнение способность примарха Хоруса занять пост воителя. Они просто не верили в необходимость назначения наместника. Еще более печальным известием стала новость об учреждении Совета Терры. С самого начала Великого Похода управление любой деятельностью находилось в руках Военного Совета, состоящего из самого Императора и примархов. Теперь его заменила и взяла в свои руки бразды правления новая организация, состоящая в основном из гражданских лиц, а не военных. Военный Совет, по-прежнему под управлением Хоруса, утратил часть своих полномочий, и в сфере его деятельности остались только вопросы проведения кампании. Все летописцы испытывали горячее желание приступить к работе. И не по своей вине, где бы они ни появлялись, оказывались в фокусе всеобщего недовольства. Их встречали без особого гостеприимства, и исполнение ими прямых обязанностей было по меньшей мере затруднительным. Только намного позже, когда по кораблям флотилий стали разъезжать администраторы трибунала экзекто, недовольство военных обратилось на иную, более значительную цель. Итак, через три месяца после взятия верхнего города летописцы столкнулись с весьма прохладным к себе отношением. Никто из них не знал, чего ожидать. Многие из них вообще никогда до сих пор не покидали родного мира. Они были наивными и неопытными, чересчур старательными и неловкими. При таком положении дел им не потребовалось много времени на то, чтобы очерстветь и остудить свой пыл. Когда прибыли летописцы, 63-я экспедиция все еще кружила над столицей. Начался процесс восстановления справедливости, заключавшийся в том, что экспедиционные силы разбили империум на сектора, обезглавили правительство и передавали различное имущество под управление имперских командиров, назначенных наблюдать за распределением ценностей. На поверхность спустились вспомогательные суда, а воинские подразделения были привлечены к выполнению полицейских функций. Основное сопротивление было сломлено в ту же ночь, когда погиб император, но в некоторых западных городах, как и на трех остальных планетах этого мира, еще продолжались сражения. Лорд-командир Гектор Варварус, ветеран старой школы, управлял всеми военными силами экспедиции и не в первый раз обнаружил, что ему предстоит доделывать то, что не сделала передовая группа космодесантников. «Перед смертью тело всегда сотрясают судороги», философски говорил он мастеру флота. «Мы должны убедиться, что организм умер». Воитель разрешил организовать для императора торжественное погребение. Он объявил это правильным и надлежащим актом из сочувствия к желанию народа и решил пойти навстречу воле людей, а не устраивать крупномасштабную резню. Против этого решения было подано несколько голосов, особенно после того, как прошел официальный церемониал прощания с Гастуром Сиянусом и еще несколькими братьями-воинами, погибшими во время сражения за верхний город. Несколько командиров легионов наотрез отказались отпускать своих солдат на церемонию погребения убийцы Сиянуса. Воитель отнесся с пониманием к их протесту, благо среди космодесантников нашлось, кем их заменить. Примарх Дорн и две роты имперских кулаков сопровождали 63-ю экспедицию в течение 8 месяцев, ведя с воителем переговоры о будущей политике военного совета. Поскольку имперские кулаки не принимали участие в захвате этого мира, Рогал Дорн дал согласие на то, чтобы две его роты стояли в почетном карауле во время погребения императора. Благодаря его согласию лунным волкам не пришлось запятнать свою честь. Имперские кулаки, сверкая своими золотистыми доспехами, выстроились по пути прохождения кортежа с останками правителя от сильно пострадавшего верхнего города до некрополя. По приказу воителя, по воле старших офицеров и особенно членов Марниваля, никто из летописцев не был допущен к участию в этой церемонии. Игнаций Каркази прошелся по приемной и понюхал вино в графине. Затем недовольно поморщился. Вино недавно откупорено. Угрюма заметила Кииллер. «Да, но оно местного разлива», ответил Каркази. «Это очень маленькая империя. Ничего удивительного, что она так быстро пала. Ни одно общество, пьющее такое вино, не проживет достаточно долго». «Оно просуществовало пять тысяч лет и пережило долгую ночь», сказала Кииллер. «Сомневаюсь, чтобы качество вина влияло на способность к выживанию». Каркази налил себе бокал, пригубил вино и снова нахмурился. «Могу лишь сказать, что здесь долгая ночь показалась гораздо более длинной, чем была на самом деле». Эуфратия Кииллер покачала головой и вернулась к прерванному занятию. Она чистила и пыталась отремонтировать искусственно изготовленный портативный пиктор. «Существует еще проблема пота», сказал Каркази. Он улегся на кушетку, задрал ноги и поставил бокал с вином на свою широкую грудь. Каркази был высоким мужчиной, щедро наделенным плотью. Дорогой, прекрасно сшитый плащ спадал с его внушительной фигуры благородными складками. Круглое лицо обрамляло копна черных волос. Кииллер со вздохом подняла голову. «Какая проблема?» переспросила она. «Пота, моя дрожайшая эуфратия, проблема пота. Я наблюдал за космодесантниками. Они ведь очень большие, не так ли? То есть просто огромные, по нормальным человеческим меркам». «Но это же космодесантники, Игнаций. Чего ты от них ждал?» «Чтобы они не потели, вот чего. Чтобы они распространяли вокруг себя эту отвратительную вонь. В конце концов, это же бессмертные избранники. Я считаю, что от них должно пахнуть намного лучше. Они должны благоухать, как молодые боги». «Игнаций, а как ты получил сертификат летописца?» Карказий усмехнулся. «Благодаря красоте моих стихов, моя дорогая, благодаря поэтическому мастерству. Именно этот дар совершенно необходим. Как бы начать...» «Астартес устранили злодеяния. Но как же сильно среди них зловоние?» Карказий довольно хихикнул. Он явно ожидал отклика, но киллер, казалось, была слишком увлечена своим занятием. «Проклятие!» Сердита воскликнула она, отбрасывая миниатюрные инструменты. «Сервитор, иди сюда!» Один из стоящих на готове сервиторов приблизился, покачиваясь на поршневых конечностях. Киилер протянула ему пиктор. «Этот механизм сломан. Отремонтируй и принеси мне запасной». «Да, госпожа!» прохрепел сервитор и забрал пиктор. Прислужник удалился, а киллер налила себе вина из графина и со стаканом в руке подошла к ограждению. На нижней палубе к обеду собирались остальные члены экспедиции. Три с половиной сотни мужчин и женщин расселись за накрытыми столами, а снующие между ними сервиторы предлагали напитки. Прозвенел Гонг. «Что, уже пора обедать?» не поднимаясь с дивана, спросил Каркази. «Да», ответила она. «И опять будет разглагольствовать один из этих проклятых итераторов? – осведомился поэт-летописец. «Верно. Зиндерман уже здесь. Тема – пропаганда жизненных истин». Каркази спустил ноги на пол и со стуком поставил стакан на подлоконник. «Я лучше пообедаю здесь», сказал он. «Ты не хороший человек, Игнаций», рассмеялась Эуфратия. «Но я предпочту остаться с тобой». Киилер уселась в шезлонг, стоящий напротив дивана, и откинулась на спинку. Эуфратия была высокой, худощавой и светловолосой женщиной с тонкими чертами лица. Она носила короткие армейские сапоги и рабочие брюки с черной военной курткой, под которой был виден белый жилет младшего офицера. Но грубая одежда армейского образца только подчеркивала ее женственную красоту. «Я мог бы написать о тебе целую поэму», сказал Каркази, окидывая ее взглядом. Киилер фыркнула. Его попытки ухаживать стали каждодневной рутиной. «Я тебе уже говорила, что твои жалкие заигрывания меня не интересуют». «Ты не любишь мужчин?» спросил он, наклоняя на бок свою лохматую голову. «И почему ты так считаешь?» «Ты одеваешься по-мужски». «Ты тоже. А тебе нравятся мужчины?» Каркази изобразил на лице страдальческое выражение и снова улегся на диван со стаканом на груди. Он стал разглядывать фигуры героев, изображенные на потолке верхней палубы, не имея при этом ни малейшего понятия, кого они представляют. Какая-то сцена величайшего триумфа, где множество воинов попирали ногами тела истребленных врагов и воздевали руки к небу в торжествующем крике. «Ты себе это так и представляла?» негромко спросил он. «Что именно?» «После избрания», добавил он. «Когда мне пришло известие, я ощутил такую... Что?» «Такую... гордость, наверное. Я столько всего себе напредставлял. Я думал, мы будем ступать между звезд и станем свидетелями великих событий. Я ожидал душевного подъема и готовился создать свои лучшие произведения». «И ничего не было?» спросила Кейлер. «Эти избранные воители, деяния которых мы посланы воспевать, даже если бы постарались, не смогли бы выглядеть более беспомощными». «Я кое-чего добилась», сказала Кейлер. «Сегодня утром я спускалась на общую палубу и обнаружила несколько впечатляющих образов. Я передала просьбу посетить поверхность планеты. В первую очередь хочу сама увидеть места сражений». «Удачи тебе!» «Но вероятнее всего тебе будет отказано. Все мои просьбы на допуск вниз были отвергнуты». «Икк, они же солдаты, и были ими долгое время. Таких как мы они недолюбливают и считают просто пассажирами на кораблях экспедиции, причем нежеланными». «И все же ты сделала свой выстрел». «Мне кажется, они не собирались мне отказывать». «Это потому, что ты одеваешься как любой из них». Входная створка скользнула в сторону, и к ним присоединилась еще одна женщина. Мерсади Олитон прошла прямо к столу, на котором стоял графин, налила себе вина и с залпом выпила. А затем продолжила молча стоять, глядя на звезды через иллюминатор транспортной баржи. «Ну и что с ней такое?» поинтересовался Каркази. «Сади?» окликнула ее киилер и поднялась с шезлонга, поставив свой стакан. «Похоже, я нанесла кое-кому оскорбление», быстро ответила Олитон, наливая себе еще вина. «Кого ты могла оскорбить?» спросил Каркази. «Одного заносчивого десантника по имени Локин. Мерзавец!» «Ты встречалась с Локином?» воскликнул Каркази, поспешно садясь на диване и спуская ноги на пол. «С Локином? С капитаном 10-й роты?» «Да», кивнула Олитон. «Ну и что?» «Я уже целый месяц пытаюсь к нему подобраться», ответил Каркази. «Говорят, что он самый стойкий всех капитанов и, судя по слухам, вскоре займет место убитого Сиянуса. Как ты добилась аудиенции?» «Я не добивалась», сказала Олитон. «Мне наконец-то представилась возможность взять короткое интервью у капитана Таргаддона, что само по себе можно считать достижением, если вспомнить многие дни, потраченные на получение разрешения. Но, как мне показалось, он был не в настроении со мной беседовать. Когда я пришла к нему в назначенное время, появился адъютант и сказал, что капитан занят. Но Таргаддон послал его, чтобы проводить меня для беседы с Локеном. Он сказал, что у него имеется интересная история». «А история действительно оказалась интересной?» спросил Каркази. «Это лучшее из всего, что мне довелось услышать», кивнула Мерсани. «Но потом я сказала нечто такое, что ему не понравилось, и у него испортилось настроение. Он заставил меня почувствовать свою ничтожность». Олитон пальцами показала, насколько маленькой она себя почувствовала, а затем отпила вина. «А от него воняло потом?» спросил Каркази. «Нет, совсем нет. От него пахло маслом, очень приятным и чистым». «А ты не можешь представить ему меня?» попросил Каркази. За дверью послышались шаги. Затем кто-то окликнул его по имени. «Гарви!» Локен оторвал взгляд от лезвия меча и посмотрел на решетчатую дверь. На пороге фехтовальной камеры показался Неро Випус. Он был в черных брюках, сапогах и свободном жилете, так что изувеченная рука сразу бросалась в глаза. Обрубок конечности был помещен в сосуд со стерильным раствором, а раненому сделали инъекцию наносыворотки, чтобы через неделю пришить аугметический имплантат кисти. Локен даже увидел шрамы оставшиеся от цепного меча, когда Випус ампутировал себе руку. «Что тебе?» «Кое-кто хочет тебя видеть», сказал Випус. «Если это еще один проклятый летописец», возмутился Локен. «Не», качнул головой Випус, «Это капитан Таргадон». Нера отодвинулся в сторону, и Локен деактивировал запирающее устройство камеры. Манекены с тяжелыми мечами замерли, верхняя часть купола над камерой поднялась и слилась с потолком, а нижняя полусфера трансформировалась в пол палубы, закрытой холщовым матом. В тренировочную комнату вошел Тарик Таргадон, одетый в простую рабочую форму и длинную серебристую кольчугу. Обрамленное черными волосами лицо было мрачно. Заметив, что Випус не собирается входить, Таргадон усмехнулся, сверхнув превосходными белыми зубами. «Спасибо, Випус. Как твоя рука?» «Подживает, капитан. Скоро будет отремонтировано». «Это хорошо», сказал Таргадон. «Пока приходится вытирать задницу другой рукой, не так ли? Ха! Продолжай в том же духе». Випус рассмеялся и ушел. Таргадон тоже хохотнул над собственной шуткой и сделал несколько коротких шагов, чтобы оказаться лицом к Локину, стоящему в центре холщового мата. Перед открытой стойкой с оружием он остановился, выбрал боевой топор на длинной рукоятке и на ходу со свистом рассек воздух. «Привет, Гарвель!» произнес он. «До тебя уже дошли слухи?» «До меня доходит немало разных слухов, сэр». «Я имел в виду тот, что касается речи на тебя. Защищайся!» Локин бросил тренировочный меч на стол и быстро вытащил из ближайшей стойки табор. И рукоять, и лезвие оружия были из стали, а режущий край имел резко выраженный изгиб. Локин поднял его в защитную позицию и встал перед Таргадоном. Таргадон сделал ложный выпад, а затем атаковал двумя сильными рубящими ударами подряд. Локин отразил их черенком табора и в фехтовальной камере заметалось звонкое эхо. Мрачная усмешка не сходила с лица Таргадона. «Так вот, этот слух...» продолжал он, пытаясь обойти противника. «Этот слух...» повторил Локин. «Можно ли ему верить?» «Нет...» бросил Таргадон, но при этом злобно усмехнулся. «Конечно, можно...» «Или не стоит...» «Нет, все верно...» Он громко рассмеялся над своими словами. «Это забавно...» заметил Локин. «Тогда заткнись и улыбайся...» прошипел Таргадон. С этими словами он бросился вперед и нанес два необычных перекрестных удара, которых Локин не смог отразить. Ему пришлось перекатиться в прыжке и встать, широко расставив ноги. «Интересный прием...» сказал Локин, кружа вокруг и небрежно покачивая табором. «Могу я спросить, твое ли это изобретение?» Таргадон довольно оскалился. «Этим выпадом меня научил сам воитель!» Он сделал несколько шагов, потом повертел топор в пальцах одной руки. В неярком свете верхних ламп, висящих над площадкой, лезвие хищно блеснуло. Внезапно Таргадон остановился и направил острие топора в сторону Локина. «А ты сам-то хочешь этого, Локин?» «Сэр, я сам рассчитывал на тебя!» «Сэр, я польщен и благодарю вас!» «И мое намерение получило поддержку Экадона!» Локин недоуменно поднял брови. «Ну ладно, Экадон этого не одобрил. Он ненавидит тебя до мозга костей!» «Это взаимно!» «Верно, мальчик!» взревел Таргадон и бросился на Локина. Локин отбил выпад и контратаковал, заставив Таргадона отступить к самому краю мата. «Экадон тупица!» крикнул Таргадон и он чувствует себя обманутым после того, как ты первым добрался до самого верха. «Я только...» хотел ответить Локин. Таргадон поднял палец, призывая его к молчанию. «Ты добрался первым», сказал он теперь уже вполне серьезно. «И ты сумел разобраться. Экадон пусть катится подальше со своим недовольством, но Абадон действительно тебя поддержал». Первый капитан Таргадон кивнул. Твое произведение произвело на него впечатление. Ты сразил его наповал. Слава десятому! И воитель принял решение. Локин окончательно опустил оружие. «Воитель?» Он хочет тебя видеть и сам поручил мне это передать. Он одобрил твою работу. Он восхищен твоим чувством чести. «Тарик», сказал он мне, «Если кто-то и способен занять место Сиянуса, то только Локин». Вот так он и сказал. «В самом деле?» «Нет!» Локин уставился на Таргадон. Тот шел ему навстречу и вертел топор высоко над головой. локин 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 пригнулся отступил на один шаг и ткнул в его сторону рукояткой табора надеясь заставить Таргадона оступиться и промахнуться. Таргадон разразился хохотом. «Ха-ха! Да-да! Он сказал это! Терра, ты слишком доверчив, Гарви! Слишком доверчив! Видел бы ты свою физиономию!» Локин несмело улыбнулся. Таргадон посмотрел на боевой топор в своих руках и неожиданно отбросил его в сторону словно вещь ему наскучила. Оружие с глухим стуком ударилось о холщовый мат. «Так что ты скажешь?» спросил Таргадон. «Что ему передать? Ты придешь?» «Сэр, это будет самый знаменательный день в моей жизни!» воскликнул Локин. Таргадон с улыбкой кивнул. «Так и будет!» сказал он. «И вот тебе Существовало утверждение, что итераторы были избраны в процессе более доскональным и скрупулезным, чем отбор кандидатов в Астартус. В положении говорилось, один человек из тысячи может стать воином региона, но только один из сотни тысяч способен стать итератором. И Локин мог этому поверить. Кандидат в космодесантники должен быть крепким, тренированным, генетически восприимчивым и пригодным для усовершенствования. Идеальное строение костей и мышц, которое может быть трансформировано в идеального воина. Но для того, чтобы стать итератором, человек должен обладать определенными талантами, которые еще нужно было развивать. Интуицией, способностью четко формулировать свои мысли, политическим чутьем и обширными общими познаниями. Последнее могло быть достигнуто при помощи внедренных устройств или особых лекарств. В память можно было заложить сведения по истории, этике, риторике и прочим наукам. Человека можно было научить, что он должен думать и как выражать результаты размышлений. Но самому процессу размышления научить невозможно. «Локену истер истерика» истерика истерика Экспедиции и отвечал за исполнение миссии. Как было известно, его связывала глубокая и близкая дружба с самим воителем, равно как и с мастером экспедиции и многими старшими офицерами. И его имя было известно самому Императору. Когда Локен зашел в зрительный зал, представлявший собой вытянутое помещение в самой глубине трюма Духомщения, Зиндерман уже заканчивал короткий инструктаж. Две тысячи мужчин и женщин в повседневных серых костюмах с нашивками своих служб рядами сидели на скамьях и ловили каждое слово. В заключение, ибо я и так говорю уже слишком долго, могу заметить, что последний эпизод позволяет нам увидеть подлинную сущность дела под словесной шелухой. Истина, которую мы проводим, есть истина, поскольку мы говорим, что это истина. Но достаточно ли этого? Он пожал плечами. Я так не думаю. Выражение «Моя правда лучше, чем твоя правда» относится к разряду перебранок на школьном дворе, а не к основам культуры. Я прав, значит, ты ошибаешься. Силогизм, который рассыпается в тот же момент, когда противная сторона прибегает к маломальски фундаментальным этическим понятиям. Я прав, следовательно, ты не прав. Мы не можем строить конституцию на столь шаткой основе. И мы не можем, не должны допускать ни малейшей вероятности опираться на этот базис. Это превратит нас в кого? Зиндерман окинул взглядом аудиторию. Несколько слушателей подняли руки. Да, пожалуйста. Влжецов. Зиндерман улыбнулся. Его голос усиливался несколькими микрофонами, установленными по периметру подиума. А лицо в увеличенном масштабе повторялось гололитическим экраном на стене за его спиной. На этом экране улыбка растянулась на добрых три метра. Я бы сказал, в хвостунов или демагогов. Но лжец тоже подходит. Строго говоря, это понятие имеет более глубокий смысл, чем мои определения. Лжецы. Хорошо сказано. Мы, итераторы, ни в коем случае не должны становиться ими. Прежде чем продолжить, Зиндерман сделал глоток воды. Локен занял свободное место в задней части зала. Для некосмодесантника Зиндерман был довольно высоким и худощавым человеком. Обладал гордоливой осанкой, а его патрицианское лицо обрамляла прекрасная белоснежная шевелюра. Густые черные брови напоминали шевроны отличий на плечевых пластинах доспехов лунных волков. Но даже при такой убедительной внешности большее значение имел голос. Ровный и глубокий, раскатистый, сочный и страстный – это был голос, обеспечивающий сертификат любому кандидату в итераторы. Мягкий, приятный и убедительный тон вызывал в слушателях доверие, вызывал к благоразумию и содействовал убеждению. «Правда и ложь», – продолжал Зиндерман. «Правда и ложь. Как вы поняли, я сел на любимого конька. Ваш ужин придется отложить». По залу прокатилась волна восхищенного шепота. «Наше общество не раз заявляло о себе великими деяниями», – сказал Зиндерман. «И самым значительным среди них в физическом отношении было бесспорное и полное объединение терры под властью императора. А следствием этого акта стало начало великого похода, в котором принимаем участие и мы с вами. Но в интеллектуальном отношении самым значительным был отказ от тяжелой ноши, называемой религией. Тысячи лет религия подавляла наши народы при помощи как пропагандистов мелких суеверий, так и высшего конклава духовных сил. Религия толкала нас к безумию и вела к войне, к убийству. Она давила на наш разум, словно тяжелый недуг, словно железные оковы. Я скажу вам, что такое религия. Но нет, вы сами мне скажете. Прошу вас. Невежество, сэр. Благодарю тебя, Канна. Невежество. Еще в самые древние времена люди стремились понять сущность космоса. И не в состоянии осознать эту величайшую тайну заполняли пробелы в знаниях слепой верой. Почему солнце движется по небу? Я не знаю. Так что представлю это поездкой бога солнца на золотой колеснице. Почему люди умирают? Не могу ответить. Так что стану верить, будто смерть разъезжает нажатки и собирает души в посмертный мир. В аудитории раздался смех. Зиндерман спустился с трибуны и прошелся по сцене, оставив в стороне микрофоны. Теперь его голос звучал тише. Но приобретенная годами тренировок определенная тональность звука и отчетливое произношение каждого слова позволили присутствующим не напрягать слух. Религиозная вера. Вера в демонов, вера в духов, вера в загробную жизнь и сверхъестественные силы существовали лишь для того, чтобы мы чувствовали себя более комфортно и уверенно перед лицом необъятного космоса. Все это подпорки для души и костыли для слабого разума, а молитвы и заклинания слабые огоньки в кромешной тьме. Но теперь, друзья мои, мы познали космос. Мы сами стали его частью. Мы узнали и поняли, какова реальность. Мы вблизи посмотрели, как выглядят звезды и не обнаружили ни часовых механизмов, ни золотых колесниц, заставляющих их двигаться. Мы поняли, что в боге или богах нет необходимости, равно как в демонах и духах. Так что величайшим шагом человечества стал переход к земной, не церковной культуре. Вся аудитория единодушно разразилась аплодисментами. Кое-где раздались одобрительные возгласы. Итераторам мало просто обладать даром публичных выступлений. Они должны изучить обе стороны дела. Даже находясь среди толпы, итератор способен пробудить в людях энтузиазм несколькими своевременными откликами или, напротив, отвлечь внимание слушателей от оратора. Для большей эффективности выступления коллеги, остальные итераторы нередко смешиваются со слушателями. Зиндерман отвернулся, как будто его выступление закончилось, но как только аплодисменты стали стихать, заговорил снова, теперь еще более вкратчиво и проникновенно. Но как же вера? Это свойство души, необходимое даже в отсутствии религии. Мы ведь все должны во что-то верить, не так ли? Вот в чем дело. Подлинная цель человечества состоит в том, чтобы высоко нести факел истины и освещать даже самые темные уголки Вселенной. В том, чтобы распространить наши понятия справедливости и либерализма в самых сумрачных уголках космоса. В том, чтобы просветить погрязших в невежестве, освободить себя и остальных от власти лже-богов и занять свое место на вершине сознательной жизни. Вот во что нам надлежит верить. Вот к чему должны быть устремлены все наши помыслы. Снова раздались восторженные крики и аплодисменты. Зиндерман вернулся к трибуне и оперся на деревянные поручни. За несколько последних месяцев мы сокрушили целую культуру. И я не оговорился. Мы не поставили их на колени, не стали требовать полнейшей покорности. Мы сокрушили их, сломали хребет, обратили в пламя. Я уверен в этом, поскольку воитель предоставил действовать космодесантникам. В их способностях можно не сомневаться. Это убийцы, но убийцы по приказу повелителя. И среди вас я вижу одного из них, одного благородного воина, сидящего в дальнем ряду зала. Локен внезапно ощутил себя центром всеобщего внимания. Раздались аплодисменты. И сам Зиндерман стал энергично хлопать в ладоши. Сильнее, сильнее! Он заслуживает большего! Поднялась целая буря оваций. Локен привстал и ответил смущенным поклоном. Рукоплескания постепенно утихли. Народы, над которыми мы совсем недавно одержали победу, верили в империум и власть одного человека. Заговорил Зиндерман, как только в зале восстановилась тишина. Тем не менее, мы убили их императора и добились их покорности. Мы сожгли их города и разрушили боевые корабли. Неужели на их вопрос почему? Мы ответим элементарной фразой. Мы правы, следовательно, вы ошибались. Зиндерман словно в задумчивости окинул взглядом аудиторию. И все же так и есть. Мы правы, они ошибались. Эта простая и чистая истина должна завоевать их умы. Мы правы, они ошиблись. Почему? Не потому, что мы так говорим. Потому что мы знаем это. Мы станем утверждать, что они ошиблись только из-за того, что победили их в сражении. Мы должны провозгласить эту истину, поскольку точно знаем, что она непоколебима. Мы не можем, не должны и не будем пропагандировать эту идею ни по какой другой причине, кроме этой. Без колебаний, без сомнений, без предубеждений мы должны сознавать, что такова истина и на ней основывается наша вера. Они ошиблись. Их общество было построено на лжи. Мы принесли с собой факел истинного знания и просветили их. Опираясь на это знание и только на него вы пойдете дальше и донесете мирам наше послание. Зиндерману пришлось подождать, пока утихнут восторженные аплодисменты и крики. Ваш ужин остывает. Расходитесь. Слушатели стали постепенно покидать зал. Зиндерман снова отпил воды из стоящего на трибуне стакана и спустился в зал, направляясь к Локину. Тебе понравилось то, что ты услышал? — спросил он, усаживаясь на соседнее место и разглаживая складки своего одеяния. «Вы были похожи на артиста», — сказал Локин. «Или на ярмарочного торговца, расхваливающего свой товар». Зиндерман приподнял одну черную, очень черную бровь. «Ох, Гарвель, иногда я именно так себя и чувствую». Локин нахмурился. «Как будто вы не верите в то, что пропагандируете». «А ты веришь? А что я пропагандирую? Веру через убийство. Правду посредством сражений». «Это простое сражение и ничего больше. Его значение было предопределено задолго до того, как я получил приказ». «Следовательно, как у воина, у тебя нет совести». Локин покачал головой. «У меня есть совесть, и она определяется моей верой в Императора. Я верю в наше дело, как вы только что говорили во время выступления. Но в качестве оружия я не обладаю сознанием. Когда я призван сражаться, я отбрасываю в сторону мое личное пристрастие и просто действую. Полезность моих действий определяется сознанием более высокого командования. Я убиваю до тех пор, пока не поступит приказ остановиться, и в этот период у меня не возникает никаких вопросов. Они были бы неуместны, даже вредны. Командир уже определил военную цель, и от меня ждут только скорейшего ее достижения, насколько позволят мои способности. Оружие не спрашивает, кого и почему оно убивает. Это не его дело». Зиндерман усмехнулся. «Здесь ты прав, так и должно быть. Но ты меня заинтриговал. Насколько я помню, на сегодняшний день не назначено никаких консультаций. Кроме обычных выступлений, старшим Итератором вменялось в обязанность проводить общеобразовательное занятие с космодесантниками. Таков был приказ самого воителя. Между сражениями возникали довольно долгие промежутки времени, и Хорус настаивал, чтобы космодесантники использовали его для образования и расширения кругозора. «Даже самый могучий воин должен иметь познание не только в военном деле», – говорил он. «Настанет время, когда воины закончатся, и мои солдаты должны быть готовы к мирной жизни. Они должны научиться не только воевать, иначе почувствовать себя лишними и ненужными». «Нет, никаких консультаций в расписании нет», – подтвердил Локен. «Но я хотел бы поговорить с вами неофициально». «Вот как? И о чем же пойдет речь?» «Меня беспокоит. Тебе предложили занять свободное место в Марнивале», – прерывал его Зиндерман. Локен недоуменно моргнул. «Откуда вы узнали? И все остальные тоже знают?» Зиндерман улыбнулся. «Сиянуса, будь благословенна его кости, больше нет. В Марнивале не достает одного члена. Тебя удивило, что они пришли к тебе?» «Да». «А я не удивлен. Локен, твои подвиги произвели впечатление на Абаддона и Сидире. Воитель услышал о них. И Дорн тоже. «Примарх Дорн, вы уверены?» «Как мне говорили, он восхищен твоим спокойствием и невозмутимостью. Насколько мне известно, это очень на него похоже». «Я... вольщен». «Так и должно быть. Так в чем проблема? Подойду ли я? Должен ли я согласиться?» Зиндерман рассмеялся. «Надо верить», – сказал он. «Дело не в этом», – покачал головой Локен. «Вчера ко мне приходила летописец. Сказать по правде, она здорово меня разозлила, но в ее словах кое-что есть. Она спросила, неужели нельзя было оставить их в покое». «Кого?» «Этих людей и этого императора». «Ты сам знаешь ответ на этот вопрос». «Когда там, в башне, я взглянул в лицо старика, Зиндерман нахмурился. Того самого, кто представлялся императором?» «Да». Он сказал приблизительно то же самое. Куортес в своих определениях пишет, что галактика безмерно велика, и то, что я повидал, подтверждает это. «Если в безграничном космосе мы встретим человека или общество, которое не согласно с нашими убеждениями, имеем ли мы право его уничтожать?» «Я имел в виду, нельзя ли просто пройти мимо и не обращать внимания. В конце концов, галактика ведь так велика». «Что мне в тебе больше всего нравится, Гарвель?» заговорил Зиндерман. «Так это твоя гуманность. Это качество очень влияет на твои мысли. Почему ты не заговорил со мной об этом раньше?» «Я думал, это пройдет», — признался Локен. Зиндерман поднялся со скамьи и жестом пригласил за собой Локен. Они покинули аудиторию и пошли по одному из главных переходов флагманского корабля, высокому и сводчатому, словно старинный собор, каньону три километра длиной, пересекающему три палубы судна. Здесь было сумрачно, а с потолка свисали славные знамена легионов, отделений и компаний. Многие из них хранили следы жестоких боев. То и дело, навстречу попадались группы персонала, и их голоса сливались в неразборчивый, неумолчанный шум. На галереях, где главный проход соединялся с верхними палубами, как заметил Локен, движение тоже было достаточно оживленным. — Сначала я попытаюсь немного унять твое беспокойство, — на ходу заговорил Зиндерман. — Я уже упоминал об этом в своих выступлениях, и ты сам высказал то же самое, когда говорил о причине своей тревоги. Гарвель, ты оружие, одно из самых совершенных орудий разрушения, изобретенных человечеством. В твоей голове не должно быть места сомнениями вопросам. Ты прав. Оружие не должно думать, оно лишь должно подчиняться, поскольку принятие решений не его дело. Решения, с величайшей тщательностью и исходя из этических норм, должны приниматься примархами и командирами, и не наше дело их обсуждать. Воитель, а до него возлюбленный император, нелегко решается использовать вас. С тяжестью на сердце, и только в случае величайшей необходимости он прибегает к помощи космодесантников. Адептус Астартес — это последний резерв, и должен быть использован в крайних случаях. Локен кивнул. А теперь запомни следующее. Если империум обладает такой силой, как космодесант, а следовательно способностью защитить себя и уничтожить любого врага в случае нападения, это еще не значит, что такое может случиться. Мы создали воинов, подобных тебе, Гарвель, потому что это необходимо. Необходимое зло? Необходимый инструмент. Истина не всегда обладает силой. Человечество обладает истинными знаниями и несет другим послание во имя добра. Иногда это послание попадает во враждебно настроенные уши. Бывает, что народы отвергают и искажают это послание, как произошло в последнем случае. Тогда, и только тогда, благодарение звездам, мы прибегаем к воинской силе. Мы могущественны, потому что мы правы, Гарвель, но мы правы не благодаря своему могуществу. И будь проклят тот час, когда второе утверждение станет нашим кредо. Собеседники свернули из главного прохода и теперь шли по боковому ответвлению к архивному хранилищу. Верна наша истина или нет? Неужели всегда необходимо ее насаждать, даже против желания? Как сказала та женщина, нельзя ли оставить этот народ в покое, предоставить его собственной участи? Представь, что мы идем по берегу озера, заговорил Зиндерман. В воде тонет ребенок. Позволишь ли ты ему утонуть, потому что он был настолько глуп, что прыгнул в воду, не умея плавать? Или вытащишь озорника и научишь держаться на воде? Конечно, вытащу, пожав плечами, ответил Локер. А вдруг он станет сопротивляться, испугавшись твоего вида? Или потому, что не хочет учиться плавать? Я все равно его спасу. Их прогулка закончилась. Зиндерман приложил ладонь к считывающему устройству, установленному в бронзовой раме высокой двери. И подождал, пока сканер обработает данные. Дверь открылась, словно огромная пасть, и изнутри вырвался поток кондиционированного воздуха со слабым запахом пыли. Зиндерман и Локен вступили под своды третьего архива. За многочисленными столами в тишине трудились ученые, переводчики и итераторы, а сервиторы сновали между рядами, доставляя с полок запрошенные тома. «Что меня в тебе тревожит?» Продолжал Зиндерман, до предела приглушая голос, чтобы его слышал только один Локен. «Так это твои размышления. Мы постановили, что ты являешься оружием и не должен думать о своих поступках, поскольку об этом думает кто-то другой. И все же ты позволяешь, чтобы слова женщины возбудили в тебе беспокойство, недовольство и сомнение. Ты проявляешь способность относиться к космосу так, как относятся люди, а не инструменты. «Я понимаю», — отозвался Локен. «Вы говорите, что я забыл свое место. Я переступил границы своих функций». «Нет, нет», — улыбнулся Зиндерман. «Я говорил о том, что ты отыскал свое место». «Как это?» — спросил Локен. Зиндерман указал рукой на высокие, словно башни, книжные шкафы, ряды которых исчезали в полумраке хранилища. Высоко над головой летучие сервиторы разыскивали и снимали с полок древние тома, запечатанные в пластиковой оболочке. А потом, подобно пчелам, несли свою добычу читателям. «Посмотри на эти книги», — сказал Зиндерман. «Я должен прочитать какие-то из них. Вы приготовите мне список? Прочти их все, а потом начни сначала. Испей всю мудрость учений наших предшественников, ибо только это может улучшить тебя как человека. Но если ты это сделаешь, ты поймешь, что ни в одной из книг нет ответа на твои сомнения». Локен озадаченно рассмеялся. Кое-кто из сидящих поблизости переводчиков, недовольных шумом, тотчас поднял голову от своей работы. Увидев, что смех исходил от космодесантника, они не менее поспешно опустили глаза. «Гарвы, что такое Морневай?» — прошептал Зиндерман. «Вы же хорошо знаете. Объясни мне, это официальный орган, утвержденный правительством, формально одобренный командованием легиона?» «Нет, конечно. Это неформальная честь. Общество не имеет никакого официального веса. Морневаль существует с самых ранних дней нашего легиона. Четыре капитана, которые считаются среди сослуживцев, он умолк», — закончил для него Зиндерман. «Скромность не позволяет мне употребить это слово. Наиболее подходящими. Во все времена совершенно неофициально и независимо от приказов командира в регионе составлялся Морневаль. Содружество четырех капитанов, предпочтительно совершенно не схожих по характеру и манере поведения, которые воплощают дух легиона. И в их обязанности входит забота о моральном здоровье легиона. Не так ли? Они должны вырабатывать и проводить общие идеи. И, что еще важнее, находиться вблизи от командира и служить голосом, который он слышит чаще, чем чей-либо другой. Они становятся друзьями, которым можно обратиться неофициально, свободно высказать свои сомнения и проблемы до того, как они дойдут до Совета. Да, именно этим и должен заниматься Морневаль, согласился Локин. Тогда мне совершенно ясно, Гарвель, что только оружие, которое задумывается над своими действиями, может быть достойно этой роли. Чтобы стать членом Морневаля, необходимо испытывать беспокойство. Тебе потребуется мудрость, но еще больше способность испытывать сомнения. Ты знаешь, что такое Найсмит? Нет. В ранней истории Терры, во времена правления династии Суматуранов, правящие классы привлекали на службу Найсмитов. Их обязанностью было возражать, все подвергать сомнению, все оспаривать, рассматривать каждый политический шаг и находить в нем недостатки либо предусматривать контрдействия. Эти люди высоко ценились. Вы хотите, чтобы я стал Найсмитом? Спросил Локен. Зиндерман покачал головой. Я хочу, чтобы ты остался самим собой, Гарвель. Морневаль нуждается в твоем здравом смысле и ясном мышлении. Сиянус всегда воплощал собой здравый смысл и представлял противовес как несдержанности Абаддона, так и меланхоличному пренебрежению Оксиманда. Равновесие нарушено, а сейчас воителю больше всего нужен баланс сил. Сегодня ты пришел ко мне за благословение. Ты хотел понять, достоин ли такой чести. Гарвель своим признанием, своими высказанными сомнениями ты сам ответил на свой вопрос. Глава 4. Избранный. По имени Эзекиль. Рука Победы. Она спросила, как называется эта планета, и кто-то из команды челнока ответил. Терра. Что ее ничуть не удовлетворило. Первые 28 лет из своих 29 Мерсаде Олитон провела на Терре, но то, что она видела сейчас, было совсем не похоже на ее родной мир. Сопровождающий итератор тоже ничем не мог помочь. Скромный юноша с оливковой кожей по имени Мемет, не достигший еще и 20 лет, несмотря на свою молодость, обладал поразительным интеллектом и несомненной гениальностью. Но далеко не плавный полет на орбитальном челноке оказался не под силу его организму, и большую часть поездки он был не в состоянии отвечать на вопросы, поскольку все его внимание было сосредоточено на пластиковом пакете у рта. Небольшой корабль приземлился на дорожке посреди подстриженного газона, обрамленного рядами деревьев, в 8 километрах к западу от верхнего города. Наступил ранний вечер, и по краям грязновато-фиолетового неба уже зажглись звезды. Над головой мерцали огни, проходящих на большой высоте судов флотилии. Мерсаде спрыгнула с подножки челнока на траву и вдохнула незнакомые ароматы планеты. Она резко остановилась. Воздух, богатый кислородом, вызывал легкое головокружение, и от мысли, что она в незнакомом мире, это ощущение только усиливалось. Впервые в жизни Мерсаде ступила на поверхность чужого мира. Это показалось ей столь знаменательным, что захотелось услышать торжественный марш оркестра. Кроме того, насколько ей было известно, она первой из летописцев умудрилась получить разрешение на доступ в недавно покоренный мир. Олитон повернулась лицом к далекому городу, чтобы окинуть взглядом обширную панораму и записать ее в ячейках памяти. Она мигнула и прищурилась, и отдельные фрагменты запечатлелись в цифровом формате. Попутно Олитон отметила про себя, что в некоторых местах к небу еще поднимаются струйки дыма, хотя сражения закончились больше месяца назад. «Мы называем ее 63-19», произнес спустившийся следом за ней из челнока итератор. Похоже, приземление на твердую почву благотворно повлияло на его самочувствие. Олитон деликатно отвернулась, чтобы не чувствовать ужасного запаха в его дыхании. «63-19?» – переспросила она. «Это девятнадцатый мир, покоренный 63-й экспедицией», сказал Мемет. «Хотя, надо отметить, до полного покорения еще далеко. Хартия еще не подписана. У лорда-правителя Электоракриса возникли трудности с формированием согласительного коалиционного парламента, но 63-19 вполне подойдет. Местные жители называют ее террой, но мы не можем допустить, чтобы существовали две терры. Насколько я понимаю, именно в этом с самого начала заключался корень всех проблем». «Да, я понимаю», – кивнула Олитон и отошла в сторону. Она дотронулась рукой до ствола подстриженного дерева. Ощущение оказалось знакомым. Мерсади улыбнулась своим мыслям и запечатлела дерево в памяти. В ее возбужденном мозгу уже формировалась основа будущего отчета, подкрепленного запечатленными образами. «Личные впечатления – вот, что будет в основе летописи». Повествование будет строиться вокруг темы новизны в ее первом межпланетном полете. «Прекрасный вечер», – провозгласил итератор. Все пакеты, использованные во время полета, он сложил у подножки корабля, словно ожидал, что кто-то уберет их за него. Четверо военных, назначенных для охраны летописца, явно не собирались этого делать. Они уже успели вспотеть в своих тяжелых бархатных плащах и высоких киверах, да еще с винтовками за плечами. Выбравшись из корабля, охранники тотчас окружили Мерсади. «Госпожа Олитон», – обратился к ней офицер, – «он ждет». Мерсади кивнула и пошла за ним. Сердце забилось чаще. Все произошло совсем случайно. Неделю назад ее подруга и коллега, летописец Эуфратия Кииллер, которая добилась гораздо большего, чем все остальные вместе взятые, присутствовала на наблюдательном корабле во время облета восточного города Каэнс, когда выяснилось, что Малагарст остался в живых. Советника воителя считали пропавшим без вести после того, как корабли его посольской делегации были сбиты с орбиты, но он выжил и сумел приземлиться при помощи десантной капсулы. Малагарст был тяжело ранен, но семья фермера, живущего в окрестностях Каэнса, подобрала его и выходила. Совершенно случайно Кииллер оказалась на борту, когда советник возвратился с фермы на корабль. Это оказалось для нее большой удачей. Ее пикты, очень удачно скомпонованные, были распространены по всей флотилии и одобрены окружением воителя. Эуфратия Кииллер неожиданно стала знаменитостью. Неожиданно, поскольку почти все считали летописцев всего лишь неизбежным злом, всего несколькими кликами своего пиктора Эуфратия значительно повысила статус всех летописцев. И теперь Мерсаде надеялась сделать то же самое. Она была избранной и до сих пор не могла в это поверить. Ее одну выбрали для посещения планеты. Одного этого было бы вполне достаточно, но еще более удивил ее тот, кто сделал выбор. Он лично рекомендовал ее кандидатуру и позаботился о сопровождении в виде охранников и одного из лучших итераторов из команды Зиндермана. Мерсаде не могла понять причин такого поведения. В их последнюю встречу он был настолько груб, что она подумывала отказаться от экспедиции и вернуться домой при первой же возможности. Он ожидал ее, стоя на гравийной дорожке между двух рядов деревьев. Шагая ему навстречу в окружении солдат, Мерсаде не без удивления отметила, что при виде воина в полных боевых доспехах испытывает благоговейный восторг. Сверкающая белая броня по краям была оттенена черными полосками. Шлем, украшенный сбоку гребнем из конских волос, был снят и висел на поясе. Воин был настоящим гигантом в 2,5 метра ростом. Мерсаде ощутила беспокойство своих охранников. «Ждите здесь», — сказала она, и солдаты с облегчением отстали. Солдаты имперской армии могли проявить дьявольскую неустрашимость, но предпочитали не связываться с космодесантниками. В особенности с лунными волками, самым могучим и опасным из всех легионов. «И ты тоже», — добавила Мерсаде, обращаясь к итератору. «Отлично», — отозвался Мемет и остановился. «Приглашение было личным». «Я... я понимаю», — кивнул он. Мерсаде подошла к капитану лунных волков. Он настолько возвышался над ней, что пришлось загородить ладонью глаза от заходящего солнца, чтобы взглянуть в лицо. «Летописец», — произнес он голосом, глубоким, как корни дуба. «Капитан, прежде всего я хотела бы извиниться за все невольные оскорбления, которые я могла допустить во время нашей последней встречи. Если бы я был оскорблен, разве я выбрал бы вас?» «Полагаю, нет». «Вы правильно полагаете. Ваши вопросы вызвали у меня некоторое раздражение, но, боюсь, я слишком давил на вас. Я говорила с излишней смелостью». «Именно из-за вашей смелости я о вас и подумал», — сказал капитан. «Я не могу объяснить подробнее, и не буду, но вы должны знать, что в первую очередь из-за ваших слов я оказался здесь. Вот потому решил взять с собой и вас. Если это то, чем занимаются летописцы, то вы прекрасно справляетесь со своей работой». Мерсади не знала, что на это ответить. Последние лучи солнца светили ей в лицо. «Вы... вы хотите, чтобы я стала чему-то свидетелем? Чтобы я что-то запомнила?» «Нет», — коротко ответил он. «То, что происходит сейчас, происходит неофициально. Но я хочу, чтобы вы знали, в некоторой степени это происходит благодаря вам. Как только я вернусь, то, если сочту допустимым, передам вам некоторые сведения. Это подходит?» «Я плещена, капитан. Буду ждать от вас известий». Локин кивнул. «Должен ли я пойти с...», — заговорил Мемет. «Нет», — ответил лунный волк. «Правильно», — поспешно согласился Мемет и отступил, чтобы заняться созерцанием древесного ствола. «Вы задали мне правильные вопросы, и я, в свою очередь, задал правильные вопросы», — сказал Локин Мерсади. «Разве? А вы ответили на них?» «Нет», — ответил он. «А теперь прошу подождать меня здесь». Локин направился к зеленой стене самшитовой изгороди, подстриженной усердными садовниками. Через мгновение он скрылся из виду под высокой зеленой аркой. Мерсади обернулась к солдатам. «Знаете какие-нибудь игры?» — спросила она. Они пожали плечами. Она достала из кармана колоду карт. «Сейчас я научу вас одной игре», — с улыбкой предложила она, уселась на траву и стала сдавать. Солдаты составили свои винтовки и собрались в кружок в густеющей тени деревьев. «Солдаты любят карты», — сказал ей перед отлетом с флагманского корабля Игнаций Каркази, и подарил колоду. За зеленой изгородью в сумрачных развалинах расположился декоративный пруд. Высокие кустарники и растущие поблизости деревья, ставшие угольно-черными силуэтами на фоне розоватого неба, скрывали поверхность воды от последних солнечных лучей. Сумрак в саду стал почти непроницаемым. Когда-то большую часть парка занимали обрамленные ауслитовыми плитами мелкие квадратные пруды, питаемые подземными источниками. В них все лето цвели белые лилии и яркие водные растения. Между прудами росли хрупкие папоротники и плакучие деревья. Во время боев за верхний город местность сильно пострадала от снарядов и приземлявшихся десантных судов. Многие деревья были вырваны с корнем, а ауслитовые плиты потрескались. Некоторые пруды оказались засыпанными землей, другие, наоборот, после взрывов стали глубже и шире. Но подземные источники продолжали орошать землю, заполняя воронки и переливаясь через сдвинутые с мест плиты. Весь парк превратился в один мерцающий пруд, полускрытый вечерними сумерками. Над поверхностью воды поднимались то сломанные ветви, то корни деревьев, а беспорядочные обломки камней образовали миниатюрные архипелаги. Несколько уцелевших каменных плит были перемещены, но явно не взрывами, поскольку легли в определенном порядке. Они образовали проход почти в центр пруда, своеобразную дамбу, едва выступающую над водной гладью. Локен шагнул на лежащие вровень с водой плиты и пошел по каменной дорожке. В воздухе пахло сыростью, слышалось кваканье местных амфибий и писк ночных насекомых. С обеих сторон от дорожки в воде распустились цветы, о чьем присутствии в сгустившихся сумерках говорил только аромат. Лунный волк не ощущал страха. В его организме не было предусмотрено подобной функции, но Локен чувствовал легкую дрожь, от которой чаще билось сердце. Ему предстояло миновать определенную границу в своей жизни, и он верил, что бы ни лежало за этой границей, все было предопределено. Он был намерен преодолеть очередную ступень в своей карьере, и верил, что это правильный шаг. В последнее время, с возвышением воителя и переменами в ходе экспедиции, его мир и его жизнь сильно изменились. Локен считал правильным, что и сам он меняется в то же время. Новая фаза. Новое время. Локен остановился и посмотрел на загоревшиеся в потемневшем небе звезды. Новое время. И это замечательное время. Все человечество, как и он сам, стояло на пороге. Ему предстояло сделать шаг к величию. Дорожка уходила далеко вглубь водяного парка. Вдаль от фонарей посадочной полосы за зеленой изгородью. Вдаль от огней верхнего города. Солнце скрылось. Локена окружили голубоватые тени. Наконец, дорожка из плит закончилась. Впереди, метрах в тридцати, над спокойной гладью воды, словно атолл, вырисовывался на фоне неба темный силуэт небольшой рощицы. Локен решил подождать. Затем, среди деревьев, за водной гладью, мелькнул огонек. Желтое пятно света исчезло так же быстро, как и появилось. Локен шагнул с края каменной плиты в воду. По блестящей поверхности пруда побежали расходящиеся круги. Он побрел по направлению к островку, надеясь, что не провалится в неожиданно глубокую воронку от снаряда, и в этот торжественный момент не станет посмешищем. Он благополучно добрался до берега и остановился, пристально вглядываясь в темноту переплетающихся ветвей. «Назови данное тебе имя!» Раздался голос из темноты. Приказ прозвучал на наречии Хтони, его родного мира, боевом арго лунных волков. «Мне было дано имя Гарвель Локен. Каков твой ранг?» «Я капитан десятой роты шестнадцатого легиона Астартес». «Кто повелевает твоим мечом?» «Варитель и император». Наступила тишина, прерываемая только плеском лягушек да жужжением насекомых, нависших над водой зарослях. Тот же голос произнес еще два слова. «Осветите его!» Раздался металлический скрежет от отвигаемой шторки фонаря, и желтый луч упал на Локен. На берегу под деревьями стояли три человека. Один из них держал в руке светильник. Оксимант, Таргадон с фонарем, Абаддон. Как и Локен, все были в боевых доспехах, и желтоватый свет плясал на металлических изгибах брони. Все трое стояли с обнаженными головами, с пристегнутыми к поясам шлемами. «Вы ручаетесь, что он тот, за кого себя выдает?» Спросил Абаддон. Вопрос казался странным, поскольку все они прекрасно знали друг друга, но Локен понял, что это часть церемонии. «Я ручаюсь!» – сказал Таргадон. «Усильте свет!» Абаддон и Аксимант отошли и стали поднимать шторки на дюжине висящих на кустах фонарей. Когда они закончили, золотистый свет залил весь берег. Свой фонарь Таргадон поставил на землю. Все трое шагнули к кромке воды навстречу Локену. Тарик Таргадон, самый высокий из всех, не переставал озорно улыбаться. «Расслабься, Гарви!» – насмешливо произнес он. «Мы не кусаемся!» Локен улыбнулся в ответ, но нервозность не оставляла его. С одной стороны, он оказался в компании офицеров более высокого ранга, а с другой, он не ожидал, что вступление в общество будет сопровождаться таким ритуалом. Хорус Аксимант, капитан пятой роты, был самым молодым и самым низкорослым из всех четверых. Даже Локен был выше его ростом. Он был коренастым и крепким, словно бойцовский пес. Аксимант наголо брил голову и смазывал ее маслом, так что теперь свет фонарей отражался от гладкого черепа. Как и многих других воинов молодого поколения легиона, Аксиманда назвали в честь командующего, но он был одним из немногих, кто открыто пользовался именем. Его благородное лицо, широко посаженные глаза и прямой нос необычайно отчетливо напоминали внешность воителя, что обеспечивало ему дружеское прозвище «Маленький Хорус». В сражениях маленького Хоруса Аксиманда можно было сравнить с адской гончей, но помимо этого он обладал немалым талантом стратега. Аксимант приветствовал нового товарища дружеским кивком. Эзекиля Абаддона, первого капитана легиона, можно было сравнить с огромным зверем. Он был выше Локена и ниже Таргаддона, но благодаря своеобразной прическе казался выше ростом, чем каждый из них. Снимая шлем, Абаддон собирал свою черную гриву в серебряную муфточку на макушке, и волосы рассыпались наподобие кроны пальмового дерева или короны какого-то идола. Как и Таргаддон, Эзекиль входил в братство Морневаль с давних пор. Как Таргаддон и Аксимант обладал прямым крепким носом и широко расставленными глазами, напоминающими лицо воителя, хотя настоящим сходством мог похвастаться только лишь Аксимант. В старые времена их можно было принять за единоутробных братьев. Но они и были братьями по источнику генов и воинскому содружеству. Теперь и Локену предстояло стать одним из них. В регионе лунных волков было на удивление много воинов, имевших внешнее сходство со своим примархом. Этот факт объяснялся схожестью генного материала, но те, чьи лица напоминали лицо Хоруса, считались наиболее удачливыми и среди своих товарищей были названы сыновьями Хоруса. Это прозвище было своеобразным знаком отличия, и часто получалось, что сыновья быстрее продвигались по службе, и им чаще сопутствовала удача. Локену был известен и тот факт, что все предыдущие члены Марниваля были сыновьями Хоруса. В этом отношении он стал исключением. Во внешности Локена осталось большее сходство с бледнокожими жителями Хтонии. Он стал первым из не сыновей, кого избрали в этот замкнутый и почетный круг. Хоть Локен и понимал, что не в этом причина, ему льстило, что он достиг этого высокого положения благодаря своим качествам, а не случайным капризам физиогномики. «Ну, это действие не имеет особого значения», сказал Абаддон, поздравляя Локена. «За тебя поручились и предложили твою кандидатуру люди более высокого ранга. Наш командир и лорд Дорн оба поставили твое имя первым». «Так же, как и вы, сэр, насколько мне известно», ответил Локен. Абаддон улыбнулся. «Гарвель, мало кто может сравниться с тобой в сражении. Я давно за тобой наблюдал, и ты оправдал мой интерес, когда первым ворвался во дворец». «Это удача. Удачи не существует», угрюмо бросил Аксимант. «Он так говорит, поскольку ему она не улыбается», насмешливо заметил Таргаддон. «Я так говорю, потому что удачи не существует», возразил Аксимант. «Это доказанный наукой факт. Удачи нет. Есть только успех или его отсутствие». «Удача», повторил Абаддон, «или это только другое название для скромности». Гарвель постеснялся прямо заявить, «Да, Азекиль, я тебя обогнал. Я занял дворец и преуспел там, где ты не смог добиться успеха. Он считает это неуместным. Я восхищаюсь скромностью людей. Но, Гарвель, ты оказался здесь потому, что обладаешь непревзойденным талантом воина. Добро пожаловать». «Благодарю вас, сэр», ответил Локен. «И вот тебе первый урок», продолжил Абаддон. «В Марневале мы все равны. Здесь нет никаких званий. В присутствии посторонних ты можешь обращаться ко мне, сэр или первый капитан. Но между нами не должно быть церемоний. Меня зовут Эзекиль». «Хорус», – представился Аксимант. «Тарик», – добавил Таргаддон. «Я понял, Эзекиль». «Правила нашего братства достаточно просты», – сказал Аксимант. «И мы еще до них доберемся, но от тебя пока не ожидается никаких определенных поступков. Ты должен быть готов проводить больше времени с персоналом и стать проводником идей воителя. У тебя есть кто-то на примете, чтобы присматривать за десятой ротой в твое отсутствие?» «Да, Хорус», – кивнул Локен. «Випус», – с улыбкой спросил Таргаддон. «Я бы не возражал», – сказал Локен. «Но первым стоит Джубал, по старшинству и по званию». «Вот тебе второй урок», – качая головой, – произнес Аксимант. «Слушайся своего сердца. Если ты доверяешь Випусу, выбирай его. Никогда не еди на компромисс. Джубал – большой мальчик. Он это переживет». «У тебя будут и другие обязанности и задания. Особые обязанности», – продолжил Абаддон. «Эскорты, церемонии, посольства, координационные встречи. Ты готов ко всему этому? Твоя жизнь сильно переменится». «Я готов», – кивнул Локен. «Тогда мы принимаем тебя», – сказал Абаддон. Он зашел в воду рядом с Локеном и побрел вглубь пруда, подальше от света фонарей. Аксимант последовал за ним. Таргаддон тронул Локена за плечо и жестом позвал присоединиться к остальным. Они отошли подальше от берега и образовали круг. Абаддон попросил всех встать неподвижно, чтобы улеглась рябь на поверхности воды. Пруд снова стал зеркально гладким. В центре круга замерло отражение поднимающейся луны. «Это обязательный свидетель инициации нового члена», – сказал Абаддон. «Луна – символ имени нашего легиона. Никто не вступал в братство Марниваля иначе, как при свете луны». Локен кивнул. «Она сегодня слабая и неполная», – пробормотал Аксимант, поднимая взгляд к небу. «Но этого достаточно, и ты обязательно должен видеть ее отражение. В первые годы Марниваля приблизительно две сотни лет назад было принято ловить отражение луны в полированном зеркале или ритуальном блюде. Теперь мы предпочитаем водную поверхность». Локен снова кивнул. Неприятное и острое чувство неуверенности вернулось. Начался ритуал, напомнивший о древних мистериях, общении с мертвыми и заклинании духов. Казалось, все действие пронизано идолопоклонствам и суевериями, тем духовным абсурдам, от которого предостерегал Зиндерман. Он решил, что нужно что-то сказать, пока не станет слишком поздно. «Я человек веры», – заговорил Локен. «И это вера в непогрешимость Империума. Я не стану поклоняться другому храму и призывать каких-либо духов. Я признаю лишь веру в имперское кредо». Все трое посмотрели на него. «Я же говорил, что он всегда откровенно высказывает свои мысли», – заметил Таргаддон. «Здесь нет никаких духов, Гарвин», – сказал Абаддон, успокаивающим жестом, кладя руку на плечо Локена. «Мы не собираемся тебя околдовывать», – хихикнул Аксимант. «Это просто старый ритуал, которому следуют по традиции. Так всегда поступают», – добавил Таргаддон. «Мы сохранили его, поскольку ритуал не играет особой роли. Это что-то вроде Пантомима». «Да, это Пантомима», – согласился Абаддон. «Гарвель, мы хотим, чтобы этот момент стал для тебя особенным», – сказал Аксимант. «Чтобы ты запомнил его. Мы считаем важным отметить вступление нового члена торжественной церемонии, а потому сохраняем старый обычай. Возможно, это несколько театральное действо, но нам оно нравится». «Я понял», – сказал Локен. «Ты действительно понял», – спросил Абаддон. «Тогда ты должен дать обет. Клятву, крепкую и нерушимую, как никогда раньше. Как мужчина мужчине. Осознанную, ясную и очень-очень долгую. Это клятва братства, а не какой-то оккультный заговор. Все вместе мы стоим под лучами луны и клянемся, что только смерть может нас разлучить». «Я все понял», – повторил Локен, чувствуя себя глупцом. «Я готов принести клятву». «Тогда приступим», – кивнул Абаддон. «Назовем имена остальных». Таргаддон наклонил голову и произнес девять имен. Со времени основания Марниваля в этот неофициальный союз вступили всего двенадцать человек, и трое из них присутствовали при этой церемонии. Локен должен стать тринадцатым. «Кейшен, Минос, Бербаддон, Литус, Сиракул, Дерадеддон, Караддон, Джаннипур, Сиянус». «Погиб со славой», – в один голос произнесли Абаддон и Аксимант. Марниваль оплакивает его. Долг исчезает, когда приходит смерть. «Связь, которую сможет разрушить, только смерть». Локен размышлял над словами Абаддона. Каждому из космодесантников рано или поздно грозила смерть. Различными путями. Не было никаких «если», было только «когда». Каждый из них на службе Империума когда-нибудь пожертвует своей жизнью. Они не сомневались на этот счет. Это неизбежно и совершенно ясно. Завтра, через год, когда-либо неизбежно. В этом сквозила определенная ирония. Во всех отношениях, согласно замыслу, по всем законам, известным генетикам и геронтологам, космодесантники, как и примархи, были бессмертными. Они не старились с возрастом, не сгибались под тяжестью лет. Они бы жили вечно. Пять тысяч лет. Десять тысяч. Невообразимо долго. Если бы не коса войны. Бессмертные, но не неуязвимые. Бессмертие стало побочным продуктом усовершенствования космодесантников. Да, они могли бы жить вечно, но им никогда не представится такой возможности. Усовершенствование организмов породило бессмертие, но силы космодесантников были предназначены для сражений. Вот так-то. Короткие, яркие жизни. Как у Гасту Россиянуса, воина, которого должен заменить Локен. Только возлюбленный император, оставивший военное дело, действительно будет жить вечно. Локен попытался представить себе будущее, но никаких образов не возникало. Смерть все сотрет со страниц истории. И великий первый капитан, Эзекиль Абаддон, тоже не сможет жить вечно. Настанет время, и он прекратит ужасную войну на территориях населенных человечеств. Локен вздохнул. Это будет поистине печальный день. Люди будут с плачем звать Абаддона, но он не вернется. Он попытался представить картину собственной гибели. Картины воображаемых битв предстали перед его мысленным взором. Он вообразил себя рядом с императором в последнем решающем поединке с каким-то смертельным врагом. И примар Хорус, без сомнения, тоже где-то там. Он должен быть там. Без него все было бы не так. Локен будет сражаться и погибнет. И Хорус, возможно, тоже погибнет, чтобы спасти императора. Слава. Слава, какую он никогда не ведал. Это событие врежется в память людей, станет краеугольным камнем всего, что произойдет позже. Величайшая битва, которая ляжет в основу человеческой культуры. А затем он на короткое время задумался об иной гибели. В одиночестве, вдали от своих товарищей, вдали от легиона, смерть от ужасных ран на какой-то безымянной скале, и жизнь улетучивается, словно струйка дыма. Локен с трудом сглотнул. В любом случае, он служит императору и останется верным долгу до самого конца. Имена прозвучали. Нараспев продолжал Абаддон. И мы приветствуем Сиянуса, последнего из павших. Приветствуем тебя, Сиянус! Хором откликнулись Аксиманты Таргаддон. Гарвель Локен обратился к нему Абаддон. Мы призываем тебя занять место Сиянуса. Каков будет твой ответ? Я сделаю это с радостью. Обещаешь ли ты хранить верность Содружеству Марниваль? Обещаю. Принимаешь ли ты узы братства? Обещаешь ли стать одним из нас? Обещаю. Будешь ли ты верен Марнивальу до конца жизни? Буду верен. Будешь ли ты служить лунным волкам до тех пор, пока они носят это гордое имя? Буду служить. Присягаешь ли ты на верность нашему командиру и примарху? Присягаю. И вечному императору, стоящему выше примархов? Присягаю. Клянешься ли ты защищать империум человечества, какое бы зло ни грозило ему? Я клянусь. Клянешься ли ты стойко стоять против врагов, как внутренних, так и внешних? И в этом я клянусь. Клянешься ли ты убивать ради живых и в отмщение запавших? Хором повторили Абаддон и Оксимант. Клянусь. Перед ликом, освещающей нас Луны, клянешься ли ты быть истинным братом своим товарищем-космодесантником? Клянусь. Любой ценой? Любой ценой. Гарвель, твоя клятва принята. Добро пожаловать в Марневарь. Тарик, посвяти нам. Таргадон вытащил из-за пояса осветительную ракету и запустил ее в ночное небо. Широкий зонтик вспыхнул резким белым светом. Под медленно падающими искрами четверо воинов стали с радостными возгласами обниматься и похлопывать друг друга по спинам. Таргадон, Абаддон и Оксимант по очереди заключали в объятия Локена. «Теперь ты один из нас», прошептал Таргадон, прижимая Локена к плечу. «Один из вас», отозвался Локен. Позже, при свете фонарей, на том же островке воины украсили шлем Локена над правым глазом эмблемой молодого месяца. Это был знак его отличия. У Оксиманда на шлеме красовалась половина Луны, у Таргадона Луна в три четверти, а Абаддон носил на шлеме знак полной Луны. Так все фазы ночного светила были разделены между четырьмя членами братства. Марниваль был восстановлен. До самого рассвета следующего дня они оставались на острове, проводя время в разговорах и шутках. Карточная игра на лужайке продолжалась при свете химических фонарей. Простую игру, предложенную Мерсади, давно сменила другая, где игроки старались набрать как можно больше очков. Затем к ним присоединился итератор Мемет и стал старательно обучать всех одной старинной игре. Он перемешивал и сдавал карты с удивительной ловкостью. Один из солдат насмешливо присвистнул. «Да у нас тут настоящий картежник!» заметил офицер. «Это очень старая игра», — сказал Мемет. «Я уверен, она вам понравится. Игра возникла очень давно. Упоминания о ней встречаются в материалах, относящихся к самому началу долгой ночи. Я исследовал множество источников и выяснил, что она была популярна среди жителей Древней Америки и франкских племен». Он предложил им сыграть несколько пробных партий, пока участники не вошли в курс дела. Но Мерсади никак не могла запомнить, какое сочетание является выигрышным. В седьмой издаче, считая, что наконец поняла смысл игры, она сбросила карты, решив, будто комбинация на руках у Мемеда старше. «Нет-нет», — улыбнулся он, — «ты выиграла». «Но у тебя четыре карты одного достоинства». Он развернул ее карты. «Ну и что? Посмотри». Мерсади покачала головой. «Все так запутанно». «Масти соответствуют», — заговорил он, словно начиная очередную лекцию, — «слоям общества того времени. Мечи олицетворяют военную аристократию, чаши или потиры — древнее духовенство, алмазы или монеты означают купечество. Вскрещенные дубинки относятся к трудящимся массам». Кое-кто из солдат недовольно заворчал. «А, перестань читать нам лекции», — заметила Мерсади. «Простите», — усмехнулся Мемед. «Но все равно выиграла ты. У меня четыре одинаковые карты, зато у тебя туз, король, дама и валет. Марнивай». «Как ты сказал?» — изумилась Мерсади и невольно выпрямилась. «Марнивай», — повторил Мемед, перемешивая состарившиеся квадратные карты. Это старинное франкское слово, означающее сочетание четырех старших карт. «Рука Победы». Позади них, далеко за невидимой в темноте зеленой изгородью, внезапно взмыла в небо ракета и вспыхнула ярким белым светом. «Рука Победы», — пробормотала Мерсади. «Совпадение и что-то еще, во что она в душе верила, называя судьбой». Перед ней приоткрылась картина будущего. И выглядело оно весьма заманчиво. Глава пятая Питер Эган Момус Божественное откровение Мятежник Питер Эган Момус оказывал им великую честь. Питер Эган Момус не зашел до того, что решил поделиться с ними своими представлениями о новом верхнем городе. Питер Эган Момус, архитект-дизайнер 63-й экспедиции, обнародовал свои первичные идеи по преобразованию покоренного города в вечный мемориал славы и согласия. Беда была в том, что Питер Эган Момус находился довольно далеко, а его голос был едва слышен. Игнацию Карказе приходилось вытягивать шею, и он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, чтобы хоть что-то увидеть. Собрание проходило на центральной городской площади, к северу от дворца. Середина дня только что миновала, так что солнце стояло в зените, обжигая палящими лучами базальтовые башни и городские дворы. Высокие стены обеспечивали немного тени, но сам воздух был горячим и почти неподвижным. Время от времени доносилось дуновение легкого ветерка, но и он обжигал, словно перегретый пар, и только поднимал с земли облака мелкой пыли. Особенно досаждала пороховая гарь, неизбежное последствие недавних сражений. Она казалась всепроникающей и висела в воздухе легким туманом. Горло каркази пересохло, словно речное русло в период засухи. Да и все остальные вокруг постоянно кашляли и чихали. Все присутствующие, числом около пяти сотен, прошли строгий отбор. Три четверти аудитории представляли собой местную знать. Вельможи, дворяне, купцы, члены свергнутого правительства, представители 63-й экспедиции, которые были обязаны наблюдать за новыми порядками. Все они были приглашены официально, чтобы хоть пассивно участвовать в обновлении общества. Еще присутствовали летописцы. Некоторые из них, как и каркази, воспользовались первой предоставленной возможностью хотя бы ненадолго ступить на поверхность планеты. Но если это все, что их ожидало, считал каркази, то можно было не спешить. Не очень-то интересно стоять в раскаленной печи и слушать нечленораздельное бормотание старого придурка. Похоже, большинство местных жителей из числа приглашенных разделяли его мнение. Всем было жарко и скучно. На лицах приглашенных не было улыбок, а только тяжелое и мрачное выражение долготерпения. Выбор между гибелью и согласием не делал последнее более приятным. Они потерпели поражение, лишились возможности развивать свою культуру и вести привычный образ жизни, а впереди их ждало будущее, уготованное незваными пришельцами. Они попросту устало переносили унижение, которым сопровождалось присоединение к империуму человечества. Время от времени раздавались хлопки, но исходили они только от предусмотрительно расставленных в толпе итераторов. Зрители беспорядочно столпились вокруг специально воздвигнутой для этого события металлической сцены. Над помостом были установлены гололитические экраны, на которых демонстрировались объемные модели разных частей будущего города, а также оригинальные геодезические инструменты из блестящей стали и латуни, которыми Момус пользовался в процессе работы. Эти сложные, напоминающие переплетение спиц предметы вызвали у Каркази ассоциации с орудиями пыток. Ассоциации показались как нельзя более уместными. Момус, мелькавший иногда между головами зрителей, был приятным на вид коротышкой с изысканными манерами. Пока он рассказывал о своих планах, несколько итераторов, стоящих вместе с ним на сцене, меняли изображение на экранах и жестами привлекали внимание зрителей к демонстрируемым моделям. Но слишком яркое солнце мешало добиться качественной гололитической проекции и картины будущего города надставлялись несколькими размытыми и трудными для восприятия. Системой воспроизведения звука, используемой Момусом, тоже было что-то неладно. И то немногое, что проходило через усилитель, только показывало, насколько докладчик не способен к публичным выступлениям. Всегда залитый солнцем город, своего рода подношение солнцу, как можно убедиться и в этот день. Я уверен, что вы не могли не отметить триумф солнца. Город света, господство света над тьмой, это благодатная тема, что относится и к господству света науки над тьмой невежества. Местные фототропические технологии произвели на меня огромное впечатление, и я намерен использовать их в своем проекте. Каркази вздохнул. Он и представить себе не мог, что станет восхищаться деятельностью итераторов, но эти мерзавцы хотя бы умеют выступать перед аудиторией. Питеру Эгану Момусу следовало оставить доклад итераторам, а самому ограничиться демонстрацией наглядного материала. Внимание неудержимо рассеивалось. Каркази перевел взгляд на геометрические очертания высоких стен. Освещенные солнцем участки приобрели розоватый оттенок. То, что оставалось в тени, было угольно-черным. Он отметил выбоины от снарядов и болтов, испещерявших базальт, словно оспины. Невидимый за стенами дворец находился не в лучшем состоянии. Пласты штукатурки висели клочьями, словно змеиная шкура в период линьки, а большая часть окон превратилась в слепые проемы. К югу от места, где проходило собрание, стояло произведение механикумов «Огромный титан». Его человекоподобный корпус, угрожающий навис над стеной. Он стоял совершенно неподвижно, точно превратился в мемориальный воинский памятник. Вот он, по мнению Каркази, представлял собой гораздо более подходящее олицетворение славы и согласия. Взгляд Каркази задержался на титане. Ему никогда не приходилось видеть ничего подобного, разве что только на пиктах. Величественный вид гиганта почти примирил поэта с неудавшейся вылазкой. Чем дольше он смотрел, тем более неуверенно себя чувствовал. Грандиозная фигура была слишком большой, слишком грозной и слишком неподвижной. Каркази знал, что гигант может двигаться и почти ждал этого. Внезапно ему страстно захотелось, чтобы титан повернул голову или сделал шаг, или хоть как-то прервал свое оцепенение. Подобная неподвижность была мучительной. Затем появился страх, что при неожиданном движении титана сам Каркази станет абсолютно неуправляемым, может невольно испустить крик ужаса или упасть на колени. От звука вспыхнувших аплодисментов Каркази едва не подпрыгнул. Вероятно, Момус сподобился сказать что-то умное, и итераторы изо всех сил старались вызвать ответную реакцию у слушателей. Каркази несколько раз покорно свел вместе вспотевшие ладони. Он устал. Он понял, что ни минуты больше не сможет оставаться под застывшим взглядом неподвижного титана. Каркази взглянул на сцену. Момус распинался уже 15 минут без перерыва, но внимания заслуживали те, кто находился за спиной Момуса позади сцены. Два великана в желтых доспехах, два благородных космодесантника из 17-го легиона, имперские кулаки, гвардия императора. Вероятнее всего, они получили задание придать выступлению Момуса большую значительность. Каркази предположил, что 17-му легиону отдано предпочтение перед лунными волками, поскольку эти воины считались признанными гениями в искусстве фортификации и обороны. Имперские кулаки были строителями крепостей, военными масонами, сооружавшими такие редуты, которые были не по зубам ни одному из противников. Это должно было выглядеть символично, архитекторы войны слушают выступления архитектора мира. Каркази подождал, надеясь, что кто-то из них заговорит и выскажет свое мнение по поводу планов Момуса, но солдаты молчали. Они стояли с болтерами поперек широкой груди, такие же неподвижные и непоколебимые, как титан. Каркази повернулся и стал пробираться сквозь неподатливую толпу. Он направлялся к задней части площади. Вокруг собравшихся людей в качестве охраны стояла цепочка солдат имперской армии. Их обязали надеть полный комплект формы, и бедняги настолько перегрелись, что вспотевшие лица приобрели зеленоватый оттенок. Один из охранников заметил Каркази, проталкивавшегося через наименее плотную часть толпы, и подошел к нему. «Куда вы направляетесь, сэр?» спросил солдат. «Я умираю от жажды», ответил Каркази. «Как я слышал, после презентации будут предложены прохладительные напитки», заметил солдат. На словах прохладительные напитки его голос дрогнул, и Каркази стало ясно, что «Достаточно», сказал он, «но выступление еще не закончилось. С меня хватит». Солдат нахмурился, на переносице под самым краем тяжелого мехового кивера собрались капельки пота. Шея и щеки порозовели и тоже покрылись испариной. «Я не могу позволить вам уйти, передвижение по городу разрешено только на отведенных участках». Каркази слабо усмехнулся, «А я думал, что вы охраняете нас от неприятностей, а не караулите, чтобы не разбежались». Солдат не понял иронии, даже не улыбнулся. «Мы здесь ради вашей безопасности, сэр», сказал он, «разрешите взглянуть на ваш пропуск». Каркази вынул документы, небрежно свернутые бумаги в кармане брюк стали горячими и влажными. Немного смутившись, Каркази терпеливо ждал, пока солдат рассматривал пропуск. Он никогда не имел склонности к препирательству с властями, тем более на людях, хотя толпа казалась совершенно не интересуется происходящим. «Вы летописец?» спросил солдат. «Да, я поэт», добавил Каркази, не дожидаясь неизбежного второго вопроса. Солдат перевел взгляд с бумаг на лицо Каркази, словно пытаясь отыскать внешние признаки принадлежности к этой профессии, что-то вроде третьего глаза, как у навигаторов, или татуировку с серийным номером, как на управляемых снарядах. Похоже, он никогда раньше не видел поэтов, но и Каркази никогда не приходилось видеть титанов. «Вы должны оставаться здесь, сэр», сказал солдат, возвращая Каркази документы. «Но это бессмысленно», возразил Каркази. «Меня послали, чтобы увековечить эти события, а я ничего не могу рассмотреть, я даже не могу как следует расслышать, что говорит этот недоумок. Представляете, как вредно это может оказаться для моей работы? Момус, это ведь не историческое событие, он просто еще одно действующее лицо. Здесь я могу только запомнить его высказывания, да и то не совсем правильно, а я настолько удален от здешних событий, что с таким же успехом мог бы остаться на Терре и смотреть в телескоп». Солдат пожал плечами, смысл слов Каркази от него плавно ускользнул. «Сэр, вы должны остаться здесь, ради вашей же безопасности». «А мне говорили, что в городе стало спокойно», настаивал Каркази. «До всеобщего согласия осталось день или два, не так ли?» Солдат осторожно наклонился к Каркази, так что стал слышен затклый запах его омбундирования и несвежего дыхания. «Сэр, только между тунами. Официальные сообщения подтверждают безопасность, но неприятные случаи нередки. Инсургенты, приверженцы старого правительства. Так всегда случается в завоеванных городах, насколько бы полной не была победа. Боковые улочки отнюдь небезопасны». «Правда?» «Они утверждают, что верны старому строю, но это чепуха. Эти мерзавцы многого лишились и теперь очень недовольны». «Спасибо за совет», кивнул Каркази и повернулся, чтобы снова влиться в толпу. Пять минут спустя, пока Момус продолжал бубнить, а Каркази уже был близок к отчаянию, одна из пожилых аристократок упала в обморок, чем вызвало небольшое смятение среди собравшихся. Солдаты поспешно подбежали к этому месту, чтобы проконтролировать ситуацию и унести старую женщину в тень. Едва солдат повернулся спиной, Карказик быстро выбрался с площади и свернул в ближайшую улочку. Некоторое время он шел по пустынным кварталам между высоких стен, где тень казалась прохладной, как вода пруда. Дневная жара ничуть не ослабела, но при движении она стала казаться не такой убийственной. Мимолетные порывы ветерка залетали в улочки, но не приносили никакого облегчения. Потоки воздуха были настолько насыщены песком и пылью, что Каркази приходилось поворачиваться к ним спиной и закрыв глаза пережидать пока ветер утихнет. На улицах почти никого не было, если не считать случайных прохожих, бредущих в тени, до редких зевак на пороге дома или за приоткрытыми ставнями. Каркази задумался, ответит ли ему кто-нибудь, если он подойдет ближе и заговорит, но испытывать судьбу не пожелал. Тишина казалась настолько пронзительной, что нарушать ее было все равно, что прерывать скорбное молчание на траурной церемонии. Он оказался в одиночестве, впервые за целый год и впервые стал сам себе хозяином. Ощущение свободы опьяняло, он мог пойти куда угодно и тотчас воспользовался выпавшей возможностью, наугад выбирал улицы и шел туда, куда не сри ноги. Первое время неподвижный титан все еще был виден, как своеобразная точка отсчета, но вскоре и он скрылся за высокими башнями и крышами домов, так что Каркази забеспокоился, как бы не заблудиться. Хотя это тоже стало бы своего рода освобождением. Кроме того, ориентиром оставались высокие башни дворца. Если придется, он сможет вернуться, ориентируясь на них. Городские кварталы, через которые пролегал его путь, по большей части были разрушены во время боевых действий. здания покрылись белесым налетом песка и пыли, а многие дома были разрушены до самого фундамента. На оставшихся постройках отсутствовали крыши, чернели следы пожаров, были выбиты стекла и целые стены, так что внутренняя обстановка казалась декорацией какой-то театральной постановки. Выбоины и воронки от снарядов испещряли поверхность тротуаров и проезжих дорог. Иногда эти отметины образовывали странные узоры, словно их расположение не было случайным, а подчинялось чьим-то замыслам и являлось секретными закодированными письменами, хранившими тайну жизни и смерти. В душном горячем воздухе чувствовался странный запах, сходный с запахами грязи, пожаров и крови, хотя чем именно пахло карказе не мог определить. Все запахи смешались и стали старыми. Пахло не пожаром, а сгоревшими вещами, не кровью, а засохшими останками, не грязью, а развалинами канализационной системы, разрушенной при обстреле. На тротуарах валялись узлы с брошенными вещами, украшения, охапки одежды, кухонная утварь. Почти все брошено в полном беспорядке и, вероятно, было вытащено из разрушенных домов. Некоторые вещи, напротив, были аккуратно увязаны, уложены в чемоданы и кофры. Карказе догадался, что люди собирались покинуть город. Они заранее сложили самое ценное из имущества и дожидались какого-то транспорта или, возможно, разрешения на выезд от оккупационных властей. Чуть ли не на каждом уцелевшем здании виднелся транспарант или просто надпись. Все они были сделаны от руки и носили отпечатки различных стилей и различной степени каллиграфических способностей. Надписи были сделаны смолой, краской или чернилами, даже углем и мелом. Последние, как решил Карказе, появились после того, как возникли пожары и разрушения. Кое-что было написано совершенно неразборчиво и непонятно. Встречались смелые злобные граффити, содержащие откровенное проклятие в адрес захватчиков или воззвание к сопротивлению, адресованное выжившим горожанам. Они призывали к смерти, к восстанию, к мести. Были и листы со списками горожан, погибших на этом месте, были просьбы отыскать пропавших без вести, были записки, адресованные разлученным родственникам и любимым. Еще на стенах встречались листы со старыми сводками и переписанными на скорую руку отрывками из священных текстов. Неожиданно для себя Карказе обнаружил, что разнообразие и контрастность объявлений, заключенные в них чувства полностью завладели его вниманием. Впервые после отъезда Стерры он по-настоящему ощутил свой поэтический дар. Ощущение взволновало его. Он уже начал опасаться, что мог случайно, в спешке, оставить свой талант на родной планете или забыть его распаковать и оставить среди напрасно взятых вещей в каюте корабля вместе с любимой рубашкой. Он понял, что муза вернулась и улыбнулся, несмотря на жару и пересохшее от жажды горло. Появилась надежда, что чужие слова пробудят в нем собственные мысли. Карказе вытащил записную книжку и ручку. Он был приверженцем традиционных методов и не верил, что истинная лирика может быть создана на экране электронного планшета. Эта точка зрения чуть не довела его до драки с Палисад Хедрей, еще одним известным поэтом из числа летописцев. Случай произошел незадолго до отправления транспортного корабля, на неофициальном ужине, устроенном ради того, чтобы лучше познакомить летописцев друг с другом. Если бы дело дошло до рукопашной, Карказе был уверен, что победит. Совершенно уверен. Несмотря на то, что Хедрей была высокой и мускулистой на вид женщины. Карказе предпочитал блокноты с толстыми кремового цвета страницами и перед началом своей долгой и продолжительно успешной карьеры, сделал большой запас в одном из арктических городов Ульевтерры, где рабочие специализировались на производстве бумаги по древней технологии. Фирма называлась Бонсман. Она предлагала чудесные блокноты в четверть листа с 50 страницами, переплетенными в мягкую черную кожу, да еще с эластичной тесьмой-застежкой, чтобы держать блокнот закрытым. Модель Бонсман номер 7. Каркази, бывший тогда еще болезненным неразумным юнцом, заплатил большую часть первого гонорара за две сотни блокнотов. Заказанные блокноты пришли по почте, запакованные в овощеные коробки, переложенные листами ленованной бумаги, которая для молодого Каркази пахла гениальностью и успехом. Он бережно пользовался блокнотами, не оставляя ни одного незаполненного драгоценного листа, не начиная нового, пока не закончится предыдущий. По мере роста популярности и выплаченных сумм, он часто подумывал заказать еще коробку, но каждый раз его останавливал тот факт, что от первого заказа не использованы еще и половина блокнотов. Все его значительные произведения были созданы на страницах Бонсман номер 7. И гимн единству, и все 11 императорских песен, поэма Океана, даже весьма популярные и много раз переизданные упреки Иоды, написанные в 13 лет, благодаря которым он обрел известность и стал этиопским лауреатом. За год до избрания его на должность летописца, после десятилетнего периода, который со всей справедливостью можно было назвать декадой непродуктивной хандры, Карказий задумал оживить свою музу, заказав еще коробку блокнотов, и с разочарованием узнал, что Бонсман прекратил свою деятельность. В распоряжении Игнация Карказий к тому моменту оставалось девять чистых блокнотов. Все они были уложены в багаж перед отправлением в экспедицию. Но если не считать одной или двух глупых фраз, все страницы до сих пор оставались чистыми. И вот, на перекрестке двух пыльных раскаленных улиц сломленного города, Карказий достал из кармана блокнот и отстегнул эластичную тесьму. Он отыскал старинную поршневую ручку, поскольку традиционалистские убеждения относились не только к тому, на чем пишут, но и к тому, чем пишут, и вывел первые строки. Из-за сильной жары чернила тотчас высыхали на кончике пера, но Карказий продолжал писать, почти точно копируя так поразившие его надписи на стенах, а потом старался повторить форму и стиль их написания. Сначала он списал две или три фразы, проходя по улицам, потом увлекся и стал переписывать каждый увиденный лозунг. Занятие доставляло ему радость и чувство удовлетворения. Он почти физически ощущал зарождавшиеся в нем стихи, обретавшие форму по мере того, как слова настенных надписей ложились на бумагу. Это будет настоящий шедевр. После десятилетнего забвения муза снова осенила его душу, словно никогда и не покидала поэта. Карказий утратил чувство времени. Наконец он осознал, что несмотря на жару и яркое солнце, уже становится поздно, и пылающее светило почти завершило свой путь, склонившись к самому горизонту. Он исписал двадцать страниц, почти половину блокнота, и внезапно испытал душевное смятение, почти боль. А вдруг его таланты осталось только на девять блокнотов? Что, если коробка Бонсман номер семь, полученная давным-давно, олицетворяет предел его творческой карьеры? Несмотря на жару, Каркази содрогнулся словно от озноба и отложил блокнот и ручку. Он остановился на пустынном перекрестке двух истерзанных войной улиц и никак не мог решить, куда идти. Впервые после побега с презентации Питера Эггана Момуса Каркази ощутил страх. Он почувствовал, как из пустых оконных проемов за ним следят чьи-то глаза. Летописис повернул назад и попытался вернуться той же дорогой, которой пришел. Только один или два раза он останавливался, чтобы переписать в блокнот еще несколько строк граффити. Некоторое время он бродил по улицам, возможно, блуждая по кругу, поскольку все улицы ему казались одинаковыми, как вдруг обнаружил харчевню. Заведение занимало первый и подвальный этажи высокого, выстроенного из базальтовых блоков но не было отмечено вывеской. Его назначение выдавал аромат готовившейся пищи. Двери были распахнуты настежь, а несколько столиков выставлено на тротуар. Карказий впервые за всю прогулку увидел так много людей сразу. Это были местные жители в темных накидках и шалях, такие же неприветливые и пассивные, как и те несколько личностей, которых он заметил раньше. Они сидели за столиками под драным навесом по одному или небольшими молчаливыми грубками, прихлебывали выпивку из маленьких стаканчиков или ели свой ужин из глиняных пиал. Карказий вспомнил о состоянии своего горла, и его желудок не применил напомнить о себе протяжным стоном. Летописец вошел в сумрачный полумрак харчевни, вежливо кивнул посетителям. Никто не ответил. В прохладном полумраке Карказий отыскал взглядом деревянную стойку и бар, уставленный бутылками и стаканами. Хозяйка, пожилая женщина в шале цвета хаки, подозрительно разглядывала его из-за стойки. «Привет», произнес Карказий. Хозяйка лишь молча нахмурилась в ответ. «Вы меня понимаете?» спросил он. Женщина медленно кивнула. «Это хорошо, просто отлично. Мне говорили, что наши наречия во многом схожи между собой, он». Пожилая женщина что-то произнесла, какой-то вопрос, что или любой другой, или даже ругательство. «У вас найдется еда?» спросил Карказий и попытался помочь себе жестами. Женщина продолжала его разглядывать. «Еда!» Хозяйка ответила набором гортанных слов, ни одного из которых он так и не понял. «Или у нее нет еды, или она не желает его обслуживать, или у нее ничего нет для таких как он». «А что-нибудь выпить?» спросил Карказий. Никакой реакции. Он жестом изобразил выпивку, а когда это не принесло никакого результата, показал пальцем на бутылке в буфете. Хозяйка повернулась и вынула одну, явно считая, что незнакомец показал именно на эту, а не на напитке в целом. Сосуд был на три четверти заполнен прозрачной маслянистой жидкостью, поблескивающей в полумраке. Женщина со стуком поставила бутылку на стойку, а затем подвинула к ней маленький стаканчик. «Прекрасно», улыбнулся Карказий, «Очень, очень хорошо, хорошая работа. Это местный напиток?» «А, что я спрашиваю, конечно местный, здешняя достопримечательность, не хотите мне отвечать, потому что не понимаете меня, не так ли?» Женщина продолжала равнодушно смотреть на него. Карказий поднял бутылку и налил себе небольшую порцию. Напиток вытекал из горлышка так же неохотно и тяжело, как чернила из его ручки на раскаленной улице. Он поставил бутылку на место и приподнял стакан, приветствуя хозяйку. «Ваше здоровье!» весело произнес он. «И за процветание вашего мира! Я понимаю, что сейчас вам тяжело, но поверьте, все это к лучшему, все к лучшему!» Он опрокинул в рот стакан. Напиток отдавал лакрицей и легко проскочил в глотку. В пересохшем горле развелось приятное тепло, а желудок затих. «Отлично!» похвалил он напиток и налил себе еще порцию. «Правда, просто превосходно!» «Вы ведь не обязаны мне отвечать, верно? Я могу спрашивать о ваших предках и истории рода, а вы будете стоять молча и неподвижно, словно статуя? Словно китан?» Игнаци Каркази предпочитал общество выпивки любому другому, даже обществу музы, хотя никогда и не признавал этого, как и того факта, что склонность к выпивке давно и эффективно мешала его карьере. Алкоголь и муза, две его привязанности, и каждая тянула в противоположную сторону. Каркази выпил третий стаканчик и налил еще. Все тело окутало теплом, внутренним теплом, гораздо более приятным, чем жар палящего солнца. Это вызвало на его губах улыбку. Приятное тепло заставило осознать, насколько непростой была эта ложная терра, насколько сложным и дурманящим оказался покоренный мир. Каркази ощутил прилив любви к этой планете, острую жалость и непреодолимое расположение. Этот мир, это место и эта харчевня не должны быть забыты. Внезапно он вспомнил кое-что еще и извинился перед женщиной, которая продолжала неподвижно стоять перед ним, словно невостребованный сервитер. Каркази запустил руку в карман. У него были деньги, монеты империума и пластиковые карточки. Каркази сложил монеты в стопку и поставил их на испачканный лоснящийся прилавок. «Имперские деньги», произнес он. «Но вы возьмете их, то есть, я хотел сказать, вы должны их принимать. Я сам слышал об этом от одного гитератора. Имперские деньги теперь заменяют местную валюту. Терра, вы же меня не понимаете, верно? Сколько я вам должен?» Никакого ответа. Каркази проглотил четвертую порцию и подтолкнул монеты к женщине. «Тогда сделаем так. Я забираю всю бутылку». Он постучал пальцем по стеклу. «Всю бутылку? Сколько это стоит?» Он с усмешкой кивнул на бутылку. Пожилая женщина посмотрела на стопку монет, подняла худую руку и взяла монету в пять орлов. Несколько мгновений она разглядывала ее, потом плюнула на изображение аквилы и бросила монету в каркази. Кружок металла ударил его в живот и упал на пол. Каркази изумленно моргнул, а затем расхохотался. Раскаты веселого смеха срывались с его губ, и он никак не мог остановиться. Женщина все так же молча смотрела на него, только глаза ее едва заметно расширились. Каркази поднял бутылку и стакан. «Вот что я скажу», произнес он, «Забирайте все, все деньги». Он отошел от стойки и отыскал в углу свободный столик. Усевшись за стол, он налил очередную порцию и осмотрелся. Кое-кто из посетителей молчаливо поглядывал в его сторону. Каркази приветливо кивнул. «Они выглядели совсем по-человечески», решил он, а затем посмеялся над своими мыслями. «Они ведь и были людьми, и в то же время не были. Одежда тусклых цветов, безжизненные лица, такое же тусклое поведение, манера молчаливо есть и так же молчаливо смотреть. Все это придавало им некоторое сходство с животными, которые научились копировать поведение людей, но не понимали смысла своих действий». «Так вот к чему приводят пять тысяч лет изоляции!» громко воскликнул Каркази. Никто не ответил, некоторые посетители отвернулись. Неужели это действительно результат пяти тысяч лет изоляции одной из ветвей человеческой расы? Биологически они почти идентичны, за исключением нескольких наследственных генетических цепочек. Зато как сильно разошлись две культуры. Перед ним сидят люди, которые ходят, пьют и гадят точно так же, как и он сам. Они живут в домах и строят города, пишут на стенах и даже разговаривают на похожем языке. И эта старуха не исключение. И все же время и изолированность вывели их на другую тропу. Теперь Каркази совершенно ясно это понял. Они как отростки от одного корня, но пересаженные в другую почву, под другое солнце. Похожие, но все-таки чужие, даже в том, как они сидят и пьют. Внезапно Каркази вскочил из-за стола. Его муза неожиданно затмила удовольствие от выпивки. Он схватил на две трети опустевшую бутылку и стакан и отвесил а потом покачивая снова вышел на солнечный свет. Через несколько кварталов почти полностью разрушенных войной он отыскал свободное от мусора местечко и уселся на обломок базальта. Осторожно поставив у ног бутылку и стакан Каркази достал из кармана наполовину исписанный бонсман номер 7 и снова начал писать. Первые строки поэмы уже сложились в его голове и были продиктованы как настенными надписями ночевни. Некоторое время стихи лились полноводным потоком, но вскоре иссякли. В надежде пробудить свое вдохновение он сделал еще глоток из бутылки. Мелкие черные насекомые, похожие на муравьев, целеустремленно сновали вокруг него, пытаясь восстановить свой собственный крошечный город. Одного из них Каркази пришлось стряхнуть с открытой страницы блокнота. Остальные продолжали энергично исследовать носки его ботин. Каркази встал. Это место не годилось для работы. Он поднял бутылку, стакан и выпил еще порцию, предварительно выловив пальцем насекомое, плававшее в выпивке. На противоположной стороне улицы возвышалось большое величественное здание. Каркази стало интересно, что это за дом, и он стал пробираться ближе, часто спотыкаясь и едва не падая на обломках рухнувших стен. Что же это такое? Муниципальное сооружение? Библиотека? Школа? Он пошел вокруг здания, восхищаясь высокими стенами и искусно отделанными капителями колонн. Что бы это ни было, здание имело немалое значение. Оно чудесным образом избежало разрушений, почти полностью уничтоживших окрестные кварталы. Вскоре Каркази обнаружил вход, высокую каменную арку, перекрытую обитыми медью створками дверей. Замка не было, и он свободно проник внутрь. Воздух за дверью оказался настолько прохладным и освежающим, что он даже открыл рот. Внутри пространство оказалось единым залом, перекрытым полусферой, поднятой на массивных ауслитовых колоннах, а пол был выложен прохладными плитами изоникса. Под дальними окнами виднелось какое-то каменное сооружение. Каркази поставил бутылку у подножия ближайшей колонны и со стаканом в руке прошел в центр зала. Для определения этого сооружения должно было существовать какое-то слово, только он никак не мог его вспомнить. Сквозь мелкие переплеты рам с цветными стеклами в зал проник солнечный луч. Сооружение в дальнем конце зала оказалось каменной трибуной с искусной резьбой. Наверху лежала очень старая и очень толстая книга. Каркази с удовольствием потрогал хрупкие пергаментные страницы. Они были очень похожи на страницы его любимых бонсман номер семь. Страницы были заполнены старыми выцветшими черными строчками и цветными заставками нарисованными вручную. «Так это же алтарь! А это здание церковь, собор, терра великая!» воскликнул Каркази и тотчас вздрогнул от раскатов гулкого эха Из курса истории он знал кое-что о религиозных верованиях и соборах, но никогда Каркази не приходилось бывать в подобном месте. Обитель духов и богов. Он представил, как духи с неодобрением наблюдают сверху за его вторжением, а потом рассмеялся собственной глупости. «Духи не существуют, во всем космосе им нет места, так утверждают имперские истины. Единственный дух, который здесь присутствует, это дух из бутылки, почти полностью переселившийся в его желудок». Каркази снова взглянул на страницы книги. «Вот она, истина. Вот решающее отличие его расы от местных жителей. Они оказались верующими, они продолжают разделять религиозные предрассудки, давно отвергнутые основной частью человечеств. Вот она, вера в загробную жизнь и вечную душу, вера в непостижимые явления». Среди жителей объединенного империума, как было известно Карказе, осталось немало людей, жаждущих возврата к старому. Все воплощения богов во всех пантеонах давно вымерли, но люди до сих пор стремились к таинственному. Несмотря на грозящее наказание, в различных мирах объединенного человечества постоянно возникали и распространялись новые религиозные течения и верования. Самым сильным из них был культ императора, учение которого проповедовало божественное происхождение императора «Бог император человечества». Сама эта идея была смехотворной и официально запрещенной. Император не раз отвергал ее в самых решительных выражениях и опровергал домыслы о своем божественном происхождении. Некоторые утверждали, что его божественность проявится только после его смерти, а поскольку император был фактически бессмертен, то и предположения на этот счет казались бессмысленными. При всем своем могуществе, величии и гениальности самого вдающегося вождя всех человеческих рас, император был всего лишь человеком, и он не переставал напоминать об этом при каждом удобном случае. Таков был официальный Эдикт, разосланный во все уголки расширяющегося империума. Император вечно. Но он не бог и отказывается от любых проявлений религиозного преклонения по отношению к себе. Каркази сделал глоток и поставил опустевший стаканчик на краешек каменной трибуны. Божественное откровение, вот как они называются. Нелегальная тайная религиозная секта, которая пытается установить культ императора против его собственной воли. Говорят, что это течение поддерживают даже некоторые члены Совета Терры. Император как божество. Каркази едва удержался от смеха. Пять тысяч лет кровопролитий, войны и огня ради того, чтобы изгнать всех богов, и вдруг человек, достигший этой цели, предстанет в образе нового божества. «Насколько же люди глупы!» со смехом воскликнул Каркази, наслаждаясь звучанием собственного голоса в пустынном соборе. «Насколько же они опустошены и безрассудны! Неужели нам нужен Бог, чтобы заполнить пустоту? Неужели это неотъемлемая часть нашего мышления?» Он замолчал, раздумывая над заданным самому себе вопросом. «Хороший вопрос, прекрасно аргументированный. Интересно, куда подевалась бутылка?» «Да, тема оказалась великолепной. Может, в этом и состоит основная слабость человечества? Может, это один из основных принципов человечества, верить в некий высший порядок? Возможно, вера – это нечто вроде вакуума, который в отчаянном порыве всасывает чужое легковерие, чтобы заполнить собственную пустоту. Наверное, это заложено в генетическом коде людей, потребность, тоска по духовному утешению. «Наверное, мы прокляты», вещал Карказий, обращаясь к стенам пустого собора. «Раз нуждаемся в том, чего не существует. Нет никаких богов, демонов и духов, а мы все это выдумываем, чтобы утолить свою жажду». Собор был равнодушен к его разглагольствованию. Карказий подхватил пустой стакан и нетвердой походкой вернулся к колонне, возле которой оставил бутылку. «Надо еще выпить». Он покинул собор и выбрался под слепящие солнечные лучи. Жара обрушилась на него с такой яростью, что пришлось сделать еще глоток. Карказий прошел несколько улочек, а затем уловил громкое шипение и рев. Немного погодя, он обнаружил команду имперских солдат. Раздевшись до пояса, они при помощи огнемета пытались стереть надписи на стенах. Похоже, они так и шли вдоль по улице, поскольку на всех стенах позади солдат остались подчерневшие среды огненных зарядов. «Не делайте этого!» попросил Карказий. Солдаты повернулись на голос и направили на него огнемет. По одежде и манере поведения они поняли, что перед ними не местный житель. «Не делайте этого!» повторил Карказий. «Таков приказ, сэр!» отозвался один из солдат. «А что вы здесь делаете?» спросил другой. Карказий покачал головой и оставил их в покое. Он снова побрел через узкие переулки и открытые дворики, время от времени отхлебывая из горлышка бутылки. Он отыскал чистый участок, похожий на тот, где сидел раньше, и снова плюхнулся на неровный осколок базальтовой глыбы. Вытащив из кармана блокнот, Карказий прочел написанные им стихи. Они были ужасны. Из его груди вырвался стон, а потом Карказий разозлился и стал рвать страницы. Он комкал плотные кремовые листы и швырял их в груду проемов, за ним наблюдают чьи-то глаза. Он едва мог разречить смутные контуры фигур, но точно знал, что это местные жители. Он вскочил и быстро собрал шарики скомканной бумаги. Карказий почему-то казалось, что он не вправе добавлять свой мусор к этим развалинам. Затем он торопливо пошел вниз по улочке, а худые мальчишки выскочили из укрытия и стали мальчишки. Она опустела, но он все равно радовался, поскольку его бутылка бесповоротно опустела. Карказий вошел в прохладный полумрак. Внутри не было ни души, исчезла даже старуха-хозяйка. Стопка имперских монет так и осталась лежать на прилавке, где он их оставил. При виде денег он решил, что вправе воспользоваться еще одной бутылкой из буфета. Зажав горлышко в руке, он очень осторожно уселся за один из столиков и налил себе порцию напитка. Так он просидел неопределенно долго, пока чей-то голос не спросил, как он себя чувствовал. Игнаций Карказий моргнул от неожиданности и поднял голову. Команда имперских солдат, чистивших стены огнем, добралась до харчевни, и пожилая хозяйка вышла, чтобы предложить им еду и напитки. Люди заняли места за столиками, а офицер подошел к Карказии. «Сэр, с вами все в порядке?» спросил он. «Да, да, да», невнятно пробормотал Карказий. «Прошу меня простить, но по вашему виду этого не скажешь. У вас имеется разрешение на посещение города». Карказий энергично кивнул и полез в карман за разрешением. Его там не было. «Я должен быть здесь», заговорил Карказий. «Должен быть. Мне было приказано прийти, послушать Итера Пагана Момуса. Проклятие, не то говорю. Послушать Питера и Ганана Момуса, как он представляет себе новый город. Вот почему я здесь. Я должен был прийти». Офицер внимательно оглядел его. «Ну, если вы так говорите, сэр». Говорят, Момус представил прекрасный план реконструкции. «Да, совершенно удивительный», кивнул Карказий, потянулся за бутылкой, но передумал. «Чертовски удивительный, вечный мемориал нашей победы». «Сэр, он не сохранится надолго», продолжил Карказий. «Нет, нет, не сохранится, просто не сможет, ничто не длится вечно. Мне кажется, вы разумный человек, друг мой. Как вы думаете?» «Я думаю, вам пора идти, сэр», мягко заметил офицер. «Нет, он не сохранится за Беретера Питера Эггана Момуса». «Все снова обратится в пыль. Насколько я видел, этот город был удивительно прекрасным, пока мы его не разбомбили». «Сэр, я думаю, нет, вы не думаете», прервал его Карказий, качая головой. «Вы не думаете, и никто не думает. Этот город был построен, чтобы стоять вечно, но мы пришли и все развалили, и превратили его в руины. Даже если Момус его перестроит, все повторится, все повторится снова и снова. Творения человека обречены на гибель. Момус говорил, что по его замыслу город будет вечно славить человечество. Знаете что? Держу пари, что архитекторы, строившие этот город, думали точно так же. «Сэр, все, что создает человек, со временем разваливается на куски. Запомните мои слова. Город, город Момуса, Империум! Сэр, вы...» Карказий, часто моргая и тыча пальцем в собеседника, поднялся на ноги. «Не перебивайте меня! Империум разлетится на части сразу же, как только мы его создадим! Запомните это! Это неизбежно как...» Внезапно боль обожгла лицо Карказии, и он, ничего не понимая, упал на пол. Он услышал неистовый шквал стрельбы, потом на сапог. Разъяренные его словами солдаты набросились на летописца. Офицер закричал и попытался оттащить своих подчиненных. Затрещали кости. Из носа Каркази хлынула кровь. «Запомните мои слова!» – прохрипел он. «Ничего из построенного нами не останется навечно. Спросите у этих чертовых местных!» Носок тяжелого сапога врезался ему в грудь. Кровь окрасила губы и подбородок. «Отойдите от него! Прочь!» – кричал офицер, стараясь образумить спровоцированных словами летописца солдат. К тому времени, когда это ему удалось, Игнаций Каркази больше не пророчествовал и не дышал. Глава шестая Совет Хороший ответ на вопрос Два божества в одной комнате В высоком холле его поджидал Таргаддон. «А, вот и ты!» – с улыбкой произнес он. «Вот и я!» – согласился Локин. «Нам предстоит решить один вопрос», – продолжал Таргаддон, понижая голос. «Он может показаться незначительным и, возможно, даже не будет обращен непосредственно к тебе, но ты должен быть готов его рассмотреть». «Я?» «Нет, я говорил сам с собой! Конечно ты, Гарвень! Можешь считать это боевым крещением! Давай, пошли!» Смысл слов Таргаддона не понравился Локину, но он оценил предупреждение. Вслед за Таргаддоном он пересек холм. Это было слишком вытянутое и узкое помещение с резными деревянными колоннами, втиснутыми в стены. Столбы, словно резные деревья, разветвлялись на высоте двухсот метров и поддерживали стеклянную крышу, сквозь которую просвечивали звезды. Простенки между колоннами закрывали панели из темного дерева, и вся их поверхность была испещрена миллионами написанных от руки имен и номеров, причем каждый значок блестел тонкой позолотой. Имена принадлежали погибшим воинам легионов, армии, флота и дивизио милитари, спавшим в боях Великого похода, в которых были высечены на стенах, собраны в столбцы под общими заголовками, в которых указывались названия миров, громких сражений и совершенных подвигов. С этой точки зрения Холл вполне оправдывал свое название «Аллея славы и скорби». Почти две трети поверхности стен уже были исписаны золотыми письменами. Два капитана в сияющих белых доспехах миновали большую часть аллеи и подошли к незаполненным панелям группы некрологистов в низко надвинутых капюшонах, склонившихся над последней, наполовину заполненной панелью. Мастера тщательно вырезали новые имена в темном дереве и покрывали знаки тонким слоем позолоты. Недавние жертвы — скорбная жатва сражения за верхний город. Некрологисты прервали работу и склонились перед двумя проходившими капитанами. Таргадон даже не удостоил их взглядом, а Локин повернулся, чтобы прочитать только что вписанные имена. Среди них были и его братья Слакасты, которых он больше никогда не увидел. Ноздри защекотало от резкого запаха золотой суспензии, используемой на некрологах. «Не отставай!» — буркнул Таргадон. В конце Аллеи Славы возвышалась двустворчатая дверь, украшенная золотом и пурпуром. Перед ней поджидали Оксимант и Абадон. Они тоже пришли в полных боевых доспехах, но с обнаженными головами, а украшенные гребнями шлемы держали под левой рукой. Широкие плечи Абадона покрывала черная волчья шкура. «Гарвель!» — с улыбкой приветствовал он Локена. «Не стоит заставлять его ждать!» — проворчал Оксимант, и Локен не понял, относились ли слова маленького Хоруса к Абадону или к командующему. «О чем вы там болтали, словно две торговки рыбой?» «Я только спросил, утвердил ли он Випуса», спокойно ответил Таргадон. Оксимант бросил на Локена взгляд своих широко посаженных глаз, полуприкрытых тяжелыми веками. «А я заверил Тарика, что все сделано», добавил Локен. «Очевидно, предостережения Таргадона были предназначены только ему одному». «Давайте войдем», предложил Абадон. Он поднял закрытую латной рукавицей руку и распахнул пурпурно-золотые двери. Перед ними открылся небольшой проход, 20-метровая колоннада из эбонита с искусной серебряной гравировкой. Вдоль стен с обеих сторон стояли 40 гвардейцев имперской армии из отряда византийских янычар, личной охраны Варваруса. Их парадная форма производила сильное впечатление. Длинные шинели кремового цвета с золотыми аксельбантами, высокие хромированные шлемы с решетчатыми забралами и алыми кокардами и туго затянутые пояса. Едва члены Марни Валя вошли в двери, янычары стали поочередно, начиная с самого входа, поднимать свои богато украшенные энергетические копья. Отполированные до блеска лезвия последовательно взлетали вверх, исполняли замысловатый прием, а затем резко останавливались, так что у проходящих мимо капитанов рябило в глазах. Последняя пара янычар отдала салют с особенной четкостью, и марнивальцы прошли мимо них на палубу стратегов. Она представляла собой обширную полукруглую платформу, спроектированную в виде языка над ярусом капитанского мостика. Далеко внизу располагалась палуба для команды, заполненная сотнями членов экипажа в форме и сверкающих помощников сервиторов, казавшихся крошечными словно муравьи. Справа и слева пчелиными ульями поднимались вспомогательные надстройки из черных и золотых конструкций, а над ними до самого потолка располагался уровень стратегического планирования, занимаемый офицерами флота, операторами, координаторами и астропатами. В передней части помещения располагалось огромное окно с усиленной рамой, а за ним можно было видеть созвездия на фоне чернильно-черной бездны. С обеих сторон полукруглого потолка свисали знамена лунных волков и имперских кулаков, а в центре красовалось знамя самого боителя. На нем золотыми нитями был вышед девиз «Я орицетворяю бдительность императора и око терры». Локен с гордостью вспомнил вручение этого величавого символа после великого триумфа на Улла-Норе. За лишь дважды приходилось бывать на палубе стратегов духомщения. И первый раз, когда он официально был утвержден в звании капитана, а затем, когда ему поручили командование десятой роты. И сейчас, как тогда, у него захватывало дух от значимости этого места. Сама палуба стратегов представляла собой металлическую конструкцию, в центре которой стоял круглый помост из необработанного аусолита, метр высотой и 10 метров диаметром. Командующий всегда избегал любых похожих на трон сидений. Вокруг помоста пространство было затенено нависающими галереями, расположенными по всей протяженности стен. Подняв голову, Локен увидел там группы старших итераторов, тактиков, капитанов кораблей экспедиционной флотилии и других представителей верхушки командования, которые собрались, чтобы наблюдать за совещанием. Он поискал Зиндермана, но не увидел его лица. Вокруг помоста спокойно стояли несколько приглашенных. Лорд-командир Гектор Варварус, маршал экспедиционной армии. Высокий и величественный в своем алом мундире, он обсуждал содержание электронного планшета с двумя своими адъютантами. Боас Каменус, мастер флота, выжидающе барабанил стальными пальцами по краю аустритового постамента. Этот невысокий, помедвежьи коренастый человек был очень старт, его одрехлевшее тело заключили в превосходный экзоскелет из серебра и стали, а поверх прикрыли костюмом глубокого голубого цвета. Прекрасно подогнанные зрительные линзы, заменившие давно ослепшие глаза, свободно поворачивались на встроенном каркасе. Инг Майе Синг, главный астропад экспедиции, похожая в своем белом балахоне на длинное слепое привидение, стояло слева от мастера, а дальше друг за другом расположились старший навигатор флота, навигатор хорок, мастер службы связи, мастер ясновидения, старший тактик, старший геральдист и различные правительственные чиновники. Локен отметил, что каждый из них положил рядом с собой на край помоста какой-то личный предмет, чашку, перчатку или трость. «Мы будем держаться в тени», сказал Таргаддон, уводя Локена под тень нависавшей галереи. Это место Марниваля в сторонке, но все же внутри залы. Локен кивнул и остался с Таргаддоном и Аксимандом в символической тени выступа. Абаддон же прошел в освященный центр и занял место между Барварусом, который ему приветливо кивнул, и Каменусом, не ответившим на приветствие. Абаддон положил на край ауслитового диска положенный на край помоста, означает желание говорить и быть услышанным, пояснил Таргаддон, повернувшись к Локену. Эзекирь занял место впереди по праву первого капитана, и с этого момента он будет выступать как первый капитан, а не член Марнивали. «Сумею ли я когда-нибудь разобраться во всех тонкостях?» спросил Локен. «Нет, ни за что», заверил его Таргаддон, но затем усмехнулся. «Конечно разберешься, обязательно». Тем временем Локен заметил еще одну фигуру, стоявшую отдельно от остальных. Человек, если он действительно был человеком, опирался на ограждение стратегической палубы и смотрел вниз. Казалось, он полностью состоял из механизмов и был больше машиной, чем человеком. Лишь незначительные остатки кожи и мускулов сохранились на остове его механической фигуры. Остальное было с плетением искусно изготовленной арматуры из золота и стаи. «Кто это?» прошептал Локен. «Регуру», кратко ответил Оксиман. «Механикум». «Так вот как выглядит повелитель механизмов», подумал Локен. «Такому существу вполне по силам командовать в сражениях неукротимыми титанами». «Теперь тише», сказал Таргаддон, похлопав Локена по плечу. В противоположном конце зала отворились двери из бронированного стекла и оттуда послышался громкий смех. Показалась огромная фигура гиганта, который оживленно смеялся и разговаривал с небольшого роста спутником, едва поспевавшим за ним почти бегом. Каждый из присутствующих склонился в поклоне. Локен опустился на одно колено и над своей головой услышал шорох одежды тех, кто приветствовал появление командующего с галереи. Боас Каменус замешкался, поскольку его экзоскелет не позволял двигаться быстро. Регул тоже помедлил, но не из-за недостатков механического тела, а в силу своего явного нежелания. Воитель Хорус окинул собравшихся взглядом, улыбнулся и одним прыжком поднялся на помост. Он встал в центре ауслитового диска и медленно поворачивался. «Друзья мои», произнес он. «Условности соблюдены. Поднимайтесь». Все неторопливо поднялись и посмотрели на него. По мнению Локена, Хорус, как и всегда, был воплощением величия. Массивный, но гибкий, он казался полубогом, облаченным в белые с золотом доспехи и звериные шкуры. Голова воителя оставалась непокрытой. Гладко выбритое лицо отличалось резко выраженными чертами, кожа потемнела от частого пребывания под солнцем, широко расставленные глаза блестели и зубы сверкали белизной. Он обладал такой жизненной силой, какая присуща стихийным явлениям. Торнадо, буря, горной лавинь. Но эта энергия была прочно заключена в оболочке человеческого тела и покорно подчинялась разуму. Хорус, продолжая поворачиваться, улыбался, кое-кому кивал, кому-то махал рукой и, наконец, рассмеялся таким знакомым смехом. Даже в тени галереи примарх разглядел Локена и улыбка, обращенная к нему, на секунду стала шире. Локен ощутил, что он дрожжит от страха. Это было приятно и вызывало прилив энергии. Только примарх способен вызвать подобное чувство у космодесантника. «Друзья!» заговорил Хорус, и его голос был одновременно сладким, как мед, крепким, как сталь, и легким, как шепот. «Мои дорогие друзья и товарищи по 63-й экспедиции, неужели снова пришло это время?» Вокруг помоста и с верхней галереи послышался сдержанный смех. «Время совещаний», усмехнулся Хорус. «Я приветствую вас и благодарю за то, что вы собрались и готовы вынести скуку еще одного заседания. Обещаю не задерживать вас дольше, чем это потребуется, но сначала Хорус снова спрыгнул с помоста, резко остановился и покровительственно обнял за хрупкие плечи маленького человечка, который сопровождал его при выходе из внутренних покоев. Как будто отец представлял своим братьям маленького сына. От такого объятия напряженное лицо человека исказилось скорее от боли, чем от удовольствия. Прежде чем мы начнем, продолжил Хорус, я хочу поговорить о своем хорошем друге Питере Эгоне Момусе, здесь присутствующем. Чем я заслужил, простите, чем человечество заслужило рождение такого талантливого и одаренного архитектора я не знаю. Он рассказывал мне о своих проектах относительно нового верхнего города и они превосходны, превосходны, превосходны. Право же, я не знаю, мой господин, прохрепел Момус с трясущимися губами. Главный архитектор, оказавшись в центре внимания такого высокого собрания, дрожал всем телом. Сам император, наш повелитель, прислал к нам Питера, объявил Хорус. Он хорошо его знает, видите ли, я не люблю покорять миры. Само по себе завоевание приносит слишком много разрушений, не так ли, Эзекиль. Да, мой господин, пробормотал Абаддон. Как можем мы вернуть утраченные миры в единое государство, если приносим с собой лишь войну? Наш долг сделать их жизнь лучше, чем она была до нашего прихода, просветить их умы имперскими истинами и сделать самые отдаленные провинции такими же процветающими, как наши родные миры. Эта экспедиция, как и все другие экспедиции, обращена в будущее, и мы должны оставить после себя убедительные свидетельства добрых намерений, особенно в таких мирах, как этот, где для распространения своих принципов нам пришлось применить силу. Мы должны оставить после себя достойное наследие, имперские города, монументы, означающие приход новой эры, и мемориалы в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью в борьбе за будущее. Питер, мой друг Питер это понимает. Я советую каждому из вас найти время и посетить его мастерские, чтобы посмотреть на изумительные проекты. Забегая вперед, скажу, я надеюсь, что гениальный талант Питера осенит все города, которые нам придется построить за время Великого Похода. Зал взорвался аплодисментами. В... не мыслит жизни без своей работы, кричал Хорус, не обращая внимания на хрипение архитектора. Я могу только радоваться, что архитектура стала его призванием. Как никто другой, он знает способ выразить идею нашего похода в стекле и камне. То, что мы строим, намного важнее того, что мы разрушаем. Люди будут вечно восхищаться нашими сооружениями и говорить, это и в самом деле прекрасная работа. Вот что значит империум. Без него мы до сих пор жили бы в потемках. И в этом нам поможет Питер. А теперь давайте поприветствуем его. Все пространство огромного зала заполнили оглушительные аплодисменты. Аплодировали и офицеры снежней палубы. Совсем оглушенный и полузадушенный Момус покинул рубку стратегов при поддержке одного из адъютантов. Хорус свернулся на помост. Теперь давайте начнем, мой уважаемый механикум. Регул приблизился к краю аустритового диска и осторожно положил перед собой отполированную деталь механизма. Зазвучавший голос казался глухим и нечеловеческим, словно электрический ветер шерестел ветвями стальных деревьев. Мой господин воитель, механикумы с удовлетворением исследуют эту планету. Мы с большим интересом продолжаем изучать здешние технологии. Гравитационное и фазовое оружие уже воссоздано в наших мастерских. В последнем рапорте мы описали три стандартные схемы конструкторских образцов, раньше нам неизвестных. Хорус хлопнул в ладоши. Слава нашим братьям, неутомимым механикумом. Часть за частью мы собираем вместе все недостающие фрагменты человеческих знаний. Император будет доволен, как я уверен, будут довольны и твои лорды с Марса. Регул кивнул, забрал с помоста деталь и отступил назад. Хорус оглядел зал. Ракрис, мой дорогой Ракрис. Лорд-правитель Электракрис уже положил на край подиума свой скипетр, обозначив желание говорить. Теперь, приступив к докладу, он стал вертеть его в руках. Хорус внимательно его выслушал, время от времени ободряюще кивая. Ракрис говорил неоправданно долго, и Локину стало его жаль. Электракрис был одним из генералов Варваруса, но был избран в качестве наблюдателя, и ему предстояло остаться на 63-19, чтобы командовать оккупационными частями до полного преобразования мира в составную часть Империума. Ракрис был боевым офицером, и хоть он и воспринял избрание на новую должность как большую честь, было понятно, что перспектива оставаться вдали от флотилии его не вдохновляет. Он побледнел и казался больным. В недалеком будущем экспедиционные силы уйдут, и вся работа ляжет на его плечи. Ракрис был уроженцем Терры, и Локин понимал, что после ухода основного контингента вдали от родного мира, он будет чувствовать себя настоящим изгнанником. Управление покоренным миром следовало считать своего рода наградой за героизм в многочисленных сражениях, но Локину такая участь казалась ужасной. Остаться фактически монархом в покоренном мире и быть покинутым. Навсегда. Навестить уже завоеванную планету экспедиция вернется нескоро. Говоря откровенно, мой командир, докладывал Ракрис, может пройти не одно десятилетие, прежде чем этот мир достигнет положения равноправного члена империума. Мы встретились с сильным сопротивлением. Насколько мы далеки от достижения согласия? спросил Хорус, окидывая взглядом зал. Ответить решил Варварус. До настоящего согласия, мой господин. Десятки лет, как сказал мой добрый друг Ракрис. До формального согласия? Что ж, это совсем другое дело. В южном полушарии вспыхнул очаг сопротивления, который мы пока не в силах погасить. Пока мы не овладеем ситуацией в тех областях, этот мир нельзя считать приведенным к согласию. Хорус кивнул. Тогда мы останемся здесь, исполним свой долг и завершим начатое дело. Мы не можем отказываться от своих планов. Какой позор! Примарх ненадолго лица Померкла? Или имеются другие предложения? Он посмотрел на Абаддона и замолчал. Абаддон, казалось, засомневался и быстро оглянулся на затененный край зала. Локен понял, о каком вопросе шел разговор до начала совета. В ходе обсуждения наступил момент, когда примарх обращался за советом к тем, кто не принадлежал к официальным командным кругам экспедиционных сил. Таргаддон слегка толкнул уже не было необходимости. Локен уже шагнул в освещенный круг и встал позади Абаддона. «Мой господин воитель», заговорил он, почти удивившись звуку собственного голоса. Капитан Локен произнес хорус и в глазах его появился довольный блеск. «Мнение Марниваля всегда приветствуется на моих совещаниях». Некоторые из присутствующих, включая Варваруса, одобрительно кивнули. «Мой господин, первая очень быстро и эффективно», продолжил Локен. «Оперативный удар передового отряда, направленный на уничтожение правящей верхушки, способствовал уменьшению потерь с обеих сторон, неизбежных в случае длительной полномасштабной войны. Партизанская война против инсургентов неизбежно станет тяжелой, долгой и дорогостоящей операцией. Она может длиться годами и не приносить видимых результатов, истощая драгоценные ресурсы армии лорда-командующего Варваруса и сводя на нет все благие начинания лорда-правителя Электа. Мир 63-19 не может этого избежать и силам экспедиции придется принять меры. Простите, если я говорю вне очереди, но удар передовой группы, целью которой было завоевать этот мир и очистить его, не полностью достиг цели. Прикажите легиону закончить работу». По рядам присутствующих прокатился негромкий гул. «Капитан, ты хочешь, чтобы я снова пустил в дело лунных волков?» спросил Хорус. «Не весь регион, сэр», покачал головой Локен. «Десятую роту. В прошлом бою мы были первыми и удостоились награды, но эта награда была незаслуженной, поскольку работа не закончена». Хорус кивнул, как будто соглашаясь с его словами. «Варварус?» «Армия всегда с радостью принимает помощь благородного региона. Как верно заметил капитан, мятежники способны годами изматывать моих солдат и уничтожить слишком многих, пока их сопротивление не будет сломлено. Рота лунных волков быстро и окончательно подавит мятеж и прекратит смуту». «Ракрис?» «Такое решение снимет огромную тяжесть с моей души, сэр», с улыбкой сказал Ракрис. «Возможно, это станет ударом кувалды по ореху с целью извлечь ядро, но это будет эффективным решением. Работа будет завершена и очень скоро». Первый капитан «Марниваль всегда единогласен в своем мнении, мой господин», ответил Абаддон. «Я голосую за скорейшее завершение дел в этом мире, чтобы 63-19 могла жить полной жизнью, а мы могли бы продолжить поход». «Значит, так тому и быть», сказал Хорус и снова широко улыбнулся. «Слушайте мой приказ. Капитан, готовьте 10-ю роту к десантированию в самом ближайшем будущем и принесите особые обеты. Мы с нетерпением будем ожидать от вас вестей об успешном исходе дела. Спасибо за то, что откровенно высказали свое мнение и предложили быстрое решение весьма нелегкой проблемы». Речь Хоруса прервали одобрительные аплодисменты. «А перед нами открываются новые возможности», продолжил Хорус. «Мы можем начать приготовление к очередной стадии великого похода». «Я незамедлительно доложу обо всем императору». Воитель взглянул в сторону главного астропата и слепая ответила молчаливым кивком. «Наш возлюбленный повелитель будет рад услышать, что экспедиция снова продвигается вперед. Теперь мы должны обсудить наши следующие действия. Я мог бы сам доложить об изысканиях в этой области, но есть кое-кто уверенный, что он лучше справится с этой задачей». Все присутствующие обернулись к стеклянным дверям, распахнувшимся во второй раз. Примарк захлопал в ладоши и аплодисменты быстро подхватили на галереях, поскольку в зал, прихрамывая, вышел Малагарст. Это было его первое официальное появление на публике после возвращения с поверхности планеты. Малагарст был ветераном лунных волков и к тому же сыном Хоруса. Какое-то время он был капитаном своей роты и мог дослужиться до ранга первого капитана, если бы его не перевели на должность советника. По своей природе он был человеком хитрым и к тому же опытным, и способности Малагарста к интригам и тайнам сослужили ему хорошую службу в должности советника, да еще прибавили к его имени кличку Кривой. Он не обижался на это прозвище. Легион мог защитить воителя от физической опасности, а Малагарст своими советами и подсказками обеспечивал защиту от политических недоброжелателей. Он тонко чувствовал все нюансы и колебания в иерархической пирамиде и всегда мог нейтрализовать их нежелательные посредствия. Малагарст никогда не пользовался особой популярностью у своих товарищей, поскольку был несколько замкнутым, даже по завышенным меркам космодесантников, а кроме того, он никогда не старался заслужить их любовь. Многие считали его нейтральной силой, посредником, верным одному только Хорусу, и никто не был настолько глуп, чтобы его недооценивать. Но в силу обстоятельств он внезапно обрел популярность, стал почти любимым. После предполагаемой гибели он был найден живым, и в свете смерти Сиянуса это обстоятельство было воспринято как некая компенсация. Работа летописца Эуфратии Киилер увековечили сцену неожиданного спасения благородного раненого героя в пиктах, которые разошлись по всей флотилии. И теперь собрание восторженно рукоприскало его появлению, перемежая аплодисменты с приветственными возгласами. Благодаря своим злоключениям Малагарст превратился в признанного героя. Локен был совершенно уверен, что Малагарст прекрасно понимает иронический поворот судьбы и намеревается извлечь из него как можно больше пользы. Новоявленный герой прошел в центр зала. Его тяжелое ранение еще не позволяло облачиться в боевые доспехи, а потому Малагарст предстал перед собранием в белом плаще с вышитой волчьей головой. Золотая фибула в виде широко раскрытого глаза эмблемы воителя придерживала плащ у шеи. Из-за сильной хромоты при ходьбе Малагарст опирался на металлический посох. Его спина выгнулась из-за фатальной разрегулировки, лицо сильно осунулось и побледнело с тех пор, как Локен видел его в последний раз, а заплатки из синтетической кожи прикрывали раны на шее и левой стороне головы. Локен ужаснулся. Малагарст теперь действительно стал кривым. Старое насмешливое прозвище внезапно стало казаться грубым и неуместным. Хорус ловко спрыгнул с помоста и радостно обнял своего советника. Варварус и Абаддон вслед за ним раскрыли навстречу герою радостные объятия. Малагарст отвечал улыбками и кивками, затем приветливо помахал рукой в сторону галереи, давая понять, что рад теплому приему. Едва аплодисменты утихли, Малагарст тяжело оперся на край ауслитового диска и церемонным жестом положил свой пособ. Хорус не стал возвращаться на возвышение, а отступил назад, оставляя место в центре своему советнику. Последние несколько дней заговорил Малагарст напряженным и прерывистым от усилий голосом. Я наслаждался недоступной ранее роскошью, отдыхом. Со всех сторон послышался смех, кое-кто одобрительно похлопал в ладоши. Постельный режим, продолжал Малагарст, это проклятие в жизни воина принес мне немалую пользу, поскольку дал возможность пересмотреть заново все разведывательные данные, собранные нашими скаутами за несколько предыдущих месяцев. Однако за наслаждение постельным режимом, как и за все прочее, приходится расплачиваться, поскольку такой образ жизни накладывает свои ограничения. Я настоял на том, чтобы мне позволили присутствовать на этом собрании, так как никогда не выказывал желание погибнуть от безделия. Снова послышался одобрительный смех. Локен улыбнулся. Малагарст не упустил возможности воспользоваться своим новым статусом. Он становился почти привлекательным. Строго говоря, снова заговорил Малагарст, взмахнув пультом управления. В этом узле для нас представляет интерес три ключевые области. Его жест активировал встроенные в помост галалитические проекторы, а над головами собравшихся вспыхнули яркие лучи. Проекции располагались в пространстве таким образом, чтобы их можно было отчетливо видеть из галереи. Первое изображение представляло вращающуюся планету, на орбите которой находился флагманский корабль, вместе с графическими индикаторами элитического строя флотилии. Изображение мира стало быстро съеживаться, пока не стало частью звездной системы, схематично наложенной на проекцию пространства, а затем еще уменьшилось, и местное светило яркой точкой заняло свое место в звездной мозаике космоса. «Во-первых, вот эта область», сказал Малагарст, «она обозначена как 8-58-1-7, и это прилегающее к нашему нынешнему местоположению скопления звезд. На светящейся звездной карте несколько раз мигнул упомянутый участок. Это наш следующий наиболее очевидный и приемлемый пункт назначения. Корабли-разведчики дали сведения о 18 системах, представляющих определенный интерес, причем 12 из них сулят большие запасы природных ресурсов, и никаких признаков жизни или населения. Результаты исследований еще не окончательные, но могу взять на себя смелость и высказать свое личное мнение. На ранней стадии присоединения эта область не должна доставить проблем экспедиции. В качестве субъектов сертификации эти системы должны быть присоединены к декларации колониальных первопроходцев, которые придут по нашим средам. Он снова взмахнул пультом и на звездной карте мигнул другой участок. Вторая область расположенная мастер. Боас Каменус прочистил горло и услужливо подсказал. Девять недель стандартного спирального перехода, сэр. Девять недель пути. Благодарю вас, повторил Малагарс. Мы только недавно приступили к разведке этого района, но даже первоначальные сведения свидетельствуют о наличии развитой культуры или культур, способных к межзвездным путешествиям. Они функционируют и в настоящее время? Спросил Абаддон. Слишком часто экспедиция натыкалась на безжизненные следы давно исчезнувших цивилизаций в опустевших мирах. Слишком рано делать выводы, первый капитан, сказал Малагарст, хотя скауты рапортовали об обнаружении определенного сходства признаков с теми, что мы видели десять лет назад на 7-93-1-5. Так это не человеческое общество, рано делать выводы, повторил Малагарст, эта область обозначена цифровым кодом, но думаю всем вам будет интересно услышать, что она носит и древнее тиранское название. Стрелец. Грозный Стрелец, с довольной улыбкой прошептал Хорус. Совершенно верно, мой господин, эта область нуждается в самом пристальном обследовании. Хромой советник снова переключил пульт и вызвал изображение третьего кольца Солнц. Третья любопытная область, лежащая немного дальше в том же направлении. 18 недель стандартного полета, проинформировал босс Каменус, не дожидаясь вопроса. Спасибо, мастер. Нашим разведчикам предстоит еще много работы, но они донесли известие от 140-й экспедиции под командованием Китосов Рома, легион Кровавых Ангелов. В нем говорится, что обнаружено противодействие продвижению имперских сил. Донесение было прерывистым, но из него ясно, что война неминуема. Это сопротивление человеческой расы? Спросил Варварус. Речь идет об утраченных колониях? Это Ксено-СССР, лаконично ответил Малагарст. Чужие противники неизвестной расы и силы. И послал запрос в 140-ю, не нуждаются ли они в нашей временной поддержке. Эта экспедиция намного меньше нашей. Ответ пока не получен. Возможно, в первую очередь нам необходимо отправиться прямиком в тот регион и усилить имперское влияние. Впервые с начала совета с лица воителя исчезла улыбка. Я поговорю со своим братом Сангвинием об этом деле, сказал он. Нельзя допустить, чтобы его люди гибли, оставшись без поддержки. Он перевел взгляд на малагарство. Спасибо тебе за это, советник. Мы одобряем твою работу и краткость выводов. По залу снова прокатились аплодисменты. Еще один последний вопрос, мой господин, произнес малагарство, и должен признаться, это личное дело. Меня стали называть, как мне известно, малагарством кривым, по причине некоторых черт моего характера, которые и сейчас остались при мне. Я ничуть не огорчался по поводу прозвища, хотя кому-то это могло показаться странным. Я получаю удовольствие от искусства политики и не пытаюсь этого скрывать. Некоторые из моих помощников, как я недавно узнал, решили, что после ранения прозвище звучит оскорбительно и задевает мои чувства, и предприняли попытки избавить меня от этого титула. Они посчитали, что я могу усмотреть в нем жестокость. Чепуха. Хочу, чтобы все присутствующие это знали. Меня это нисколько не оскорбляет. Мое тело пострадало и изменило форму, но мысли остались целыми. Я сочту за оскорбление, если кто-то из ложной деликатности опустит мое второе имя. Я не слишком ценю привязанность и уж нисколько не желаю стать объектом жалости. Мое тело искривлено, но мысли прямы. Не думайте, что таким образом вы заденете мои чувства. Я остался таким же, каким был прежде. Отлично сказано, воскликнул Абаддон и хлопнул в ладоши. В зале поднялся шум, такой же неистовый, как и при появлении Малагарста в зале. Малагарст снял свой посох с возвышения, оперся на него и повернулся к воителю. Хорус, призывая к тишине, поднял обе руки «Здесь есть над чем подумать. На этом я закрываю наше собрание, но прошу предоставить свои предложения и заметки по поводу стратегии завтра до отправки корабля. Я прошу вас рассмотреть все варианты и представить свои рекомендации. Мы соберемся послезавтра в это же время». Это все. Собравшиеся стали расходиться. Как только зрители с верхних галерей, шумно обсуждая услышанное, ушли, все оставшиеся на стратегической палубе группы сошлись в центр. Воитель негромко беседовал с Малагарстом и Механикумом. «Отличная работа», шепнул Таргадон Локену. Локен облегченно вздохнул. Только сейчас он понял, какой груз давил ему на плечи с того момента, как были высказаны его мысли. «Да, прекрасно сказано», согласился Оксимант. «Гарвель, я поддерживаю твое мнение». «Я только сказал то, что думаю. Я принял решение в тот момент, когда шагнул вперед», признался Локен. Оксимант задумчиво нахмурился, словно пытался понять, не шутка ли это. «Хорус, а ты не испытываешь страха в такой обстановке?» спросил Локен. «Поначалу, мне кажется, испытывал», откровенно ответил Оксимант. «Но после одного или двух советов привыкаешь. Я быстро понял, что бесполезно смотреть на его ноги». «На ноги?» «На ноги воителя. Как только встретишься с ним взглядом, тотчас забываешь, что хотел сказать», слегка улыбнулся Оксимант. Впервые со стороны Оксиманда по отношению к Локену появился какой-то намек на дружеские отношения. «Спасибо, я постараюсь это запомнить». В тень галереи вошел Абаддон. «Я же знал, что мы сделали правильный выбор», сказал он, хлопая Локена по плечу. «Настоящего участия, вот чего требует от нас воитель. Прямое попадание, отличное выступление, Гарвин. Теперь осталось постараться, чтобы работа была проделана так же хорошо». «Я постараюсь». «Тебе нужна помощь? Я могу одолжить юстеринцев, если они тебе понадобятся». «Благодарю, но десятая справится своими силами». Абаддон кивнул. «Я скажу Фальку, что ты не нуждаешься в услугах его головореза». «Только не это!» воскликнул Локен встревоженной перспективой оскорбить Фалька Кибре, капитана первой роты терминаторов. Остальные трое марневальцев громко расхохотались. «Видел бы ты свое лицо!» сказал Каргаддон. «Эзекиль так легко тебя заводит!» хихикнул Аксимант. «Эзекиль знает, что скоро и ему придется несладкое», заметил Абаддон. «Капитан Локен?» К ним приближался лорд-правитель Элект Ракрис. Абаддон, Аксимант и Таргаддон расступились, давая ему дорогу. «Капитан Локен», сказал Ракрис, «я хочу сказать, хочу признать, не могу выразить, насколько я вам благодарен. Вы взвалили это бремя на себя и свою роту и высказались очень откровенно. Солдаты лорда Варваруса стараются изо всех сил, но они всего лишь люди. Местный режим обречен, если только предпринять жесткие меры». «Десятая рота справится с этой проблемой, лорд-правитель», заверил его Локен. «Можете рассчитывать на мое слово космодесантника». «Вы считаете, что армия на это не способна?» Все оглянулись и увидели приближавшуюся величавую фигуру лорда-командира Варваруса. «Я только хотел сказать», смутился Ракрис. «Мы не хотели никого оскорбить, лорд-командир», сказал Локен. «Извинения приняты», ответил Варварус и протянул руку Локену. «Старый обычай терры, капитан Локен». Локен взял его руку и пожал. «Мне напомнили о нем совсем недавно», заметил он. Варварус усмехнулся. «Я хотел поздравить вас с тем, что вы вступили в наш тесный кружок, капитан, и заверить, что ваше сегодняшнее выступление пришлось как нельзя кстати. Сегодня мои люди потерпели тяжелое поражение на юге. День на день не приходится. Я уверен, что моя армия лучшая во всех экспедициях, но я также слишком хорошо знаю, что она состоит из людей и только из людей. Я знаю, когда в сражении необходимы люди, и знаю, когда требуется помощь космодесантников. Сейчас как раз такой случай. Когда выберете время, зайдите ко мне в кабинет, и я буду счастлив предоставить вам самую полную информацию. Благодарю вас, лорд-командир, я зайду сегодня же днем. Варвару скивнул. Простите, лорд-командир, остановил его торгоддон. В данный момент марнивальцы заняты, воитель уходит и зовет нас с собой. Вслед за воителем марнивальцы миновали бронированные стеклянные двери и оказались в личном кабинете Хоруса, просторном, прекрасно обставленном зале, расположенном ниже уровня галерей по левому борту флагманского корабля. Одна из стен была стеклянной, и за ней сияли звезды. Малагарст и Хорус прошли вглубь кабинета, а марнивальцы остались в тени у входа, ожидая приглашения. При виде трех фигур, спускавшихся с верхней галереи по металлической витой лесенке, Локен напрягся. Первые двое оказались космодесантниками из легиона имперских кулаков. Их желтые доспехи так и сияли. Третья фигура намного превосходила их роста. Еще один бог. Рогал Дорн, примарх имперских кулаков, брат Хоруса. Дорн тепло приветствовал воителя, и вместе с ним и малагарстом расположился на черном кожаном диване лицом к стеклянной стене. Сервиторы тотчас принесли им напитки. Рогал Дорн во всех отношениях был такой же значительной фигурой, как и Хорус. В сопровождении легиона имперских кулаков он долгие месяцы провел в экспедиции по этому участку космоса, хотя вскоре должен был отправиться дальше. Их призывали другие задания и другие экспедиции. Локен слышал, что примарх Дорн прибыл к ним по приглашению Хоруса, чтобы вместе с ним детально обсудить свои обязанности и определить свое отношение к статусу воителя. С первого же дня после принятия высокого титула Хорус запросил поддержки и совета у всех своих братьев примархов. Звание воителя ставило его отдельно от них и поднимало на более высокую ступень, отчего возникла некоторая напряженность и неловкость, особенно со стороны тех примархов, которые хотели бы считать эту должность своей. Примархи были подвластны такому же соперничеству и ревности, как и любые другие братья. Очевидно, по совету хитроумного малагарста Хорус обхаживал своих братьев, успокаивал страхи, устранял сомнения, подтверждал договоренности и старался сохранить единство примархов. Он не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя обиженным или обойденным. Кое-кто, как Сангвиний, Лоргар или Фулгрим приветствовали назначение Хоруса с самого начала. Другие, вроде Ангрона и Пертураба, после его назначения впали в мрачное бешенство, и от Хоруса потребовалось все искусство дипломатии, чтобы утихомирить их ревность и ярость. Несколько примархов, и среди них Рус и Леон, равнодушно устранились, не удивляясь такому повороту событий. Остальные, как Жилли, Манхан и Дорн, просто не стали обсуждать приказ императора, сочтя его правильным и закономерным. Хорус всегда выделялся среди братьев, был первым и любимым примархом. Они не сомневались в его пригодности для этой роли, так как никто из примархов никогда не сомневался ни в выдающихся способностях Хоруса, ни в его тесной связи с императором. Именно к этим стойким и решительным братьям Хорус предпочитал обращаться за советом. В характерах Дорна и Жилли, Мана в большей степени проявили стойкость и преданность императору и оба этих примарха командовали своими легионами с завидным рвением и воинскими талантами. Их одобрение было необходимо Хорусу, как юноше необходима поддержка старших, более опытных братьев. Из всех примархов Рогалдорн несомненно обладал самым ярким воинским талантом. Он был таким же дисциплинированным и стойким, как Робаут Жиллиман, бесстрашным, как Леон, но в то же время достаточно гибким, чтобы прислушиваться к голосу вдохновения и озарения, что позволило Лемону, Руссу и Хану завоевать так много триумфальных венков. В Великом Походе Дорн уступал только одному Хорусу, но он был прямолинейным там, где Хорус проявлял гибкость и замкнутым по сравнению со своим харизматичным братом, так что выбор Императора не мог не склониться в сторону посреднему. В соответствии с твердым и непреклонным характером Дорна, его легион славился мастерством в осадах и в оборонительной стратегии. Воитель однажды пошутил, что его мастерство брать крепости штурмом равно способности Дорна их удерживать. «Если мне придется атаковать бастион, защищаемый тобой», насмешливо заметил Хорус на недавнем общем банкете, «то война будет продолжаться целую вечность, лучшие в атаке столкнутся с лучшими в обороне». Имперские кулаки были так же непоколебимы, как неудержимы были лунные волки. В 63-й экспедиции Дорн занял спокойную наблюдательную позицию. Он часами мог наедине совещаться с Хорусом, но время от времени Локен видел, как он наблюдает за подготовкой воинов и снаряжения. Локену никогда не приходилось с ним встречаться и беседовать, поскольку они, по большей части, находились в разных местах. Теперь он мог спокойно рассмотреть Дорна и сравнить его с воителем. Два божественных создания сошлись в одном помещении. Наблюдать за ними и слушать, как они свободно разговаривают между собой, словно обычные люди, казалось ему большой честью. Малагарст рядом с ними выглядел карликом. Доспехи примарха Дорна были украшены и отполированы, словно погребальная урна, темно-красная с медно-золотым, а броня Хоруса ослепляла своей белизной. Металлические накладки в виде распростертых орлиных крыльев венчали его шлем и украшали нагрудные и наплечные пластины. Силуэты орлов были выгравированы и на латах, прикрывающих руки и ноги. Красный бархатный плащ по нижнему краю был отделан широкой золотой каймой. На строгом худощавом лице не было и тени улыбки даже в тот момент, когда Хорус весело шутил, а копна желтовато-белых волос напоминала цветом пожелтевшие от времени кости. Двое космодесантников, сопровождавших примарха Дорна с галереей, остались ждать вместе с марнивальцами. Абаддону, Оксиманду и Таргаддону они были хорошо знакомы, но Локен лишь изредка встречал их на флагманском корабле. Абаддон представил их как Сигизмунда, первого капитана имперских кулаков, блистающего черно-белыми эмблемами, и Эфреда, капитана третьей роты. В знак официального приветствия Астартес совершили знамение Аквилы. «Мне понравилось твое выступление», сразу же сказал Локену Сигизмунда. «Я обольщен, вы наблюдали с галереи?» Сигизмунд кивнул. «Разбить врага, покончить с ним раз и навсегда и двигаться дальше. Нам предстоит еще множество дел, и нельзя попусту тратить время». «Да, еще много миров нам предстоит привести к согласию», согласился Локен. «Отдохнем когда-нибудь позже». «Нет», «Великий поход никогда не кончится. Разве ты этого не знаешь?» Локен покачал головой. «Я бы не...» «Никогда», решительно повторил Сигизмунда. «Чем дальше мы заходим, тем больше обнаруживаем целей. Мир за миром. Мы покоряем все новое и новые миры. Вселенная бесконечна, и также бесконечно наше желание ее покорить». «Я так не думаю», возразил Локен. «Когда-нибудь война закончится. Установится царство мира. Это и есть конечная цель наших усилий». «В самом деле?» усмехнулся Сигизмунда. «Возможно. Но я уверен, что мы взялись за нескончаемые проблемы. Это следует из природы человечества. Всегда найдется еще одна цель и очередной проект». «Уверен, брат, что и ты можешь представить себе время, когда все миры будут приведены к согласию под управлением Императора. Разве не ради этой мечты мы преодолеваем все трудности?» Сигизмунд внимательно взглянул в лицо Локена. «Брат, Локен, я много о тебе слышал, и слышал только хорошее. Но я даже не мог себе представить, насколько ты наивен. Большая часть нашей жизни пройдет в борьбе за расширение Империума, а остаток мы проведем в сражениях за его целостность. В безднах космоса таятся непостижимые силы тьмы. Мир не наступит даже тогда, когда воссоединение Империума закончится. Мы будем вынуждены сражаться, чтобы удержать то, что завоевали. Мечты о мире тщетны. Наступит день, когда Великий Поход назовут другим именем, но он никогда не закончится. В самом далеком будущем нас ждет только война. «Я думаю, что ты ошибаешься», сказал Локен. «Как ты наивен», насмешливо заметил Сигизмунд. «А я-то считал, что лунные волки самые агрессивные из всех Астартус, ведь так думают и во всех остальных легионах, не правда ли? Самые опасные воины человечества». «Наша репутация говорит сама за себя, сэр», ответил Локен. «Так же, как и репутация имперских кулаков», подхватил Сигизмунд. «Неужели нам надо припираться по этому поводу, спорить, чей легион лучше?» «Ответ и так ясен», вставил Таргаддон. «Это волки Фенриса, поскольку они клинически невменяемы». Он широко усмехнулся, ощущая возникшее напряжение, и постарался его устранить. Но если рассматривать нормальные легионы, вопрос становится более сложным. Космодесантники примарха Робаута Жиллимана прекрасно смотрятся, но их слишком уж много. Несущее слово, белые шрамы, имперские кулаки, о, все они достойны всяческих похвал. Но лунные волки, ах, лунные волки, Сигизмунд, в честном бою. Неужели ты думаешь, что вы можете на что-то надеяться? Честно, ваши желтые оборванцы против лучших из лучших? Сигизмунд рассмеялся. Спи Спокойно, Тарик, благослови нас, Терра, надеюсь, это утверждение никогда не будет подлежать проверке. А вот о чем, брат Сигизмунд, тебе не сказал, Гарви, сказал Таргаддон, так это о том, что его легион вскоре может лишиться всей своей славы. Их отзывают. Тарик поведал только часть правды, фыркнул Сигизмунд. Имперские кулаки возвращаются на Терру по приказу самого императора, чтобы охранять его там. Мы станем избранными его претарианцами. Так кто из нас обижен, лунный волк? Только не я, ответил Таргаддон. Я буду завоевывать лавры в боях, а вам предстоит толстеть от бездействия у домашнего очага. Так вы покидаете Великий Поход? переспросил Локин. Я что-то об этом слышал. Император пожелал, чтобы мы укрепили дворец Терры и охраняли его бастион. Таков был его приказ, поступивший во время празднования Победы над Урванором. Большую часть последних двух лет мы заканчивали свои дела, так что теперь можем исполнить его желания. Да, мы возвращаемся домой, на Терру. Да, мы больше не будем участвовать в походе. Кроме того, я думаю, что на нашу долю хватит еще походов, когда мы исполним свой долг и получим приказ покинуть Терру. Вы не сможете закончить войну, лунные волки. Мне кажется, звезды давно забудут ваши имена, когда слава имперских кулаков снова прогремит над полями сражений. Таргаддон шутливо схватился за рукоять цепного меча. Сигизмунд, неужели тебе так не терпится заработать от меня пощечину за свое нахайство? Неожиданно над ними нависла фигура Рога Ладорна. Капитан Таргаддон, неужели Сигизмунд заслужил пощечину? Хотя это возможно? Воздайте ему должное во имя вашей дружбы. На нем быстро появляются синяки. Слова примарха были встречены дружным смехом. Даже на лице самого Дорна мелькнуло некое подобие улыбки. Локен позвал Рогалдорн и жестом подозвал его к себе. Локен последовал за примархом в дальний угол кабинета. Сигизмунд и Эфред остались привлекаться с остальными марневальцами, а Хорус и Малагарст продолжали разговор у противоположной стены. «Нам приказано возвращаться в родной мир», приветливо сказал Дорн. Его голос был низким и удивительно мягким, словно плеск воды на далеком берегу, но в то же время в нем звенело напряжение стального троса. Император изъявил желание укрепить свой дворец. А кто я такой, чтобы оспаривать приказы повелителя? Я только счастлив, что он распознал выдающиеся способности Седьмого Легиона. Дорн пристально взглянул на Локена. «А ведь ты не привык общаться с такими, как я, не правда ли, Локен?» «Нет, господин». «Это-то мне в тебе и нравится. Эзекиль и Тарик и им подобное так много времени провели в обществе вашего господина, что не придают этому никакого значения. А ты, как мне кажется, понимаешь, что примар это необычный человек и даже не космодесантник. Я не имею в виду физическую силу. Я говорю о бремени ответственности». «Да, господин». Дорн вздохнул. «Локен, никто не может сравниться с императором. Во всей вселенной не найдется богов, достойных его общества. И он создал нас, полубогов, чтобы мы окружали его. Я никогда не мог до конца примириться со своим статусом. Ты удивлен? Я сознаю, на что я способен и чего от меня ожидает император. И от этого меня пробирает дрожь. Временами меня пугает сам факт моего существования. Как ты думаешь, ваш повелитель, лорд Хорус, испытывает нечто подобное? «Не знаю, мой господин», сказал Локен. «Самообладание одно из самых сильных его качеств». «Я тоже так думаю, и это меня радует. Лучшего воителя, чем Хорус нет и не может быть. Но человек и даже примарх будет настолько хорош, насколько хороши советы, которым он следует, особенно, если он так самоуверен. Его приближенные должны сдерживать и направлять его действия». «Сэр, вы говорите о Марнивале?» Рогалдорн кивнул, затем бросил взгляд на мерцающий звездами простор за стеклянной стеной. «Тебе известно, что я тебя давно заметил, что я поддерживал твое избрание». «Мне говорили об этом, господин, и это смущает меня и избивает стул». «Брату Хорусу необходим рядом честный голос, голос помощника, который понимает масштаб и значение нашего предприятия. Голос, который не дрогнет в присутствии полубогов. Для меня это Сигизмунд и Эфред. Они не дают мне впадать в заблуждение. Ты должен стать таким же для своего господина». «Я попытаюсь», начал Локен. «Кое-кто хотел, чтобы избрали Люка Сидире или Яктона Круза. Ты знаешь об этом?» Рассматривались обе кандидатуры. Сидире неуемный убийца, как и Абаддон. Он согласится с чем угодно, лишь бы появилась возможность завоевать лавры победителя. Круз, вы ведь называете его полуха, не так ли? «Верно, господин». Круз подхалим. Он согласится с чем угодно, лишь бы не лишиться благосклонности. Марнивалю требуется независимое, решительное осуждение». «Найсмит», сказал Локен. Дорн улыбнулся по-настоящему. «Да, совершенно верно, древних династиях. Найсмит, ты хорошо образован. Если мой брат намерен управлять с присущим ему рвением и принимать решение вместо императора, ему необходимо прислушиваться к голосу благоразумия. Остальные наши братья, а кое-кто из них чуть не обезумел после избрания Хоруса, должны видеть, что он крепко держит в руках поводья. Вот почему я поставил на тебя, Гарвил Локен. Я проверил твой послужной список, изучал твой характер и решил, что именно ты станешь необходимым элементом в сплаве Марниваль. Не сочти за оскорбление, Локен, но для космодесантников тебе слишком много человеческого. Мой господин, я опасаюсь, что скоро не смогу надеть свой шлем, настолько моя голова распухла от ваших похвал. Приношу свои извинения, кивнул Дорн. Вы говорили об ответственности, я внезапно ощутил ее ужасную тяжесть на своих плечах. Ты сильный, Локен, ты Астартес и выдержишь этот груз. Я выдержу, господин. Дорн отвернулся от прозрачной стены и снова взглянул на Локена. Огромные руки осторожно легли на плечи капитана. Будь самим собой, просто будь самим собой. Откровенно высказывай свои мысли, поскольку тебе представилась такая редкая возможность. Я могу вернуться на Терру в уверенности, что Великий Поход останется в надежных руках. Господин, меня удивляет Ваша вера в меня, сказал Локен. Как и Сидерея, создан для войны. Я слышал, как ты говорил. Ты точно уловил суть дела. Теперь в этом твоя основная задача. Иногда ты сможешь давать советы, иногда должен позволить воителю использовать тебя. Использовать меня. Ты же понимаешь, что сегодня утром именно это и произошло. Господин. Он позволил Марнивалю прикрыть его Локен. Хорус старается прослыть миротворцем, поскольку этот образ лучше всего будет восприниматься в мирах Империума. Сегодня утром он хотел, чтобы кто-то другой, не он, предложил ввести в бой регионы. Глава седьмая Особый обед Новый пикт киллер Тактика запугивания Прошу не расходиться, сказал итератор. Никто не должен покидать группу. Никому не позволяется делать никаких записей, кроме рукописных заметок, без позволения. Все понятно? Все ответили согласием. Нам дано десять минут, и это ограничение будет строго соблюдаться. Нам оказана большая честь. Итератор болезненного вида человек в возрасте около тридцати по имени Эммонд обладал, по мнению Эуфрати и Киллер, самым приятным голосом. Он немного помедлил, а потом дал последний совет. Это очень опасное место. Место, где идет война. Средите за каждым своим шагом и внимательно смотрите по сторонам. Затем он повернулся и повел их по коридору к массивному люку в бронированной переборке. Стал слышен стук металла о металл. В этот отсек корабля не допускался еще ни один летописец. В большую часть помещений, где располагалось оружие, можно было попасть только по особому разрешению, но взлетно-посадочная палуба всегда находилась под запретом. В группе их собралось шестеро. Кииллер, еще один фотограф по имени Симон Сарк, рисовальщик Франциско Твелл, сочинитель симфоний Толемью Ван Крастен и двое документалистов Аврий Карнис и Бродин Флорен. Карнис и Флорен уже не громко спорили по поводу заголовков и вступлений. Все летописцы оделись в расчете на плохую погоду и взяли с собой рюкзаки с необходимым снаряжением. Кииллер была совершенно уверена, что сборы окажутся напрасными, столь желанное разрешение не будет подписано. Хорошо, что удалось добраться хотя бы до этого места. Она забросила на плечо сумку со своими вещами и повесила на шею любимый Пиктор. Идущий во главе группы Эммонт остановился перед двумя лудными волками в полном боевом облачении, охранявшими люк, и протянул им групповое удостоверение. Одобрено советником, услышала Кииллер его голос. Рядом с двумя вооруженными гигантами, Эммонт в повседневной одежде выглядел совсем хрупким. Ему даже пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на лица часовых. Космодесантники внимательно изучили документы, обменялись несколькими фразами по вокслинку и кивком разрешили им пройти. Грузовая палуба Акииллер пришлось напомнить самой себе, что это только одна из шести подобных палуб флагманского корабля, представляла собой огромное множество пусковых площадок и проложенных из конца в конец вспомогательных рельсовых путей. На дальней стене, примерно на расстоянии полукилометра, через мерцающий экран силовых полей можно было видеть открытый космос. Шум стоял оглушительный, автоматически управляемые инструменты трещали, лебедки визжали, заряжаемые магазины издавали лязг и скрип, хлопали люки, а испытываемые реактивные двигатели ревели и гудели. Солдаты палубной команды успевали повсюду, механики и оружейники проводили последние проверки и на ходу устраняли мелкие дефекты, сервиторы заправляли двигатели горючим. Грузовые тележки с громким жужжанием длинными составами катились по рельсам. Пахло горячим машинным маслом и выхлопными газами. На передвижных платформах перед летописцами стояло шесть штурмовых кораблей. Тяжелые бронированные суда для высадки десанта были предназначены для полетов в космосе, но обтекаемая форма позволяла им работать и в атмосфере. Десантные корабли стояли по три машины в два ряда, широко раскинув крылья, словно хищные ястребы в ожидании команды Кохотти. Они были выкрашены в белый цвет, а на фюзеляжах красовались волчьи головы и эмблема Хоруса, широко раскрытое око. Известное как штурм катера, донесся фактически это образец боевой ястреб-6. Большинство экспедиционных сил теперь предпочитают меньшие по размеру стандартные конструкции образца громовой ястреб, которые находятся под чехлами слева от нас. Но легион приложил все старания, чтобы оставить на службе эти старые сверхмощные машины. Они доставляли лунных волков к местам боевых действий с самого начала Великого Похода и даже задолго до этого. Катера были изготовлены над Террио силами Индонезик-блока для использования против племен Пан-Пасифик во времена объединительных войн. В нашей экспедиции имеется дюжина штурмкатеров, шесть на этой палубе и шесть в кормовой части на второй грузовой. Киллер подняла свой пиктор и сделала несколько быстрых снимков стоящего перед ней ряда катеров. Для последнего снимка она низко наклонилась, чтобы получить впечатляющее изображение распростертых крыльев. Я сказал никаких записей, воскликнул Эммонд и поспешно подошел к ней. Я никак не могла подумать, что это серьезно, вкратчиво заметила Киллер. Мы получили доступ на десять минут, я фотограф, так что же я по-вашему должна делать? Эммонд выглядел не на шутку встревоженным. Он собирался сказать что-то еще, но вдруг заметил, что увлеченные спором Карнис и Флорен отбились от группы. Оставайтесь все вместе, крикнул он и заторопился к ним, чтобы вернуть на место. Ну что, получила хорошие кадры? Спросил Киллер, подошедший Сарк. А как же иначе? Ответила она. Он рассмеялся и достал из рюкзака свой пиктор. Я не решился снимать, но ты права, чем мы должны здесь заниматься, если не своей работой? Он сделал несколько снимков. Сарк нравился Киллер, он был хорошим товарищем и имел внушительный опыт работы на Тейлере. Когда дело касалось портретов, его снимки отличались неплохой композицией, а для нее этот аспект был любимым коньком. Оба документалиста переключили свое внимание на итератора и теперь забрасывали вопросами, на которые он пытался отвечать. Киллер мысленно удивилась, куда пропала Мерсади Олитон. За эти шесть разрешений среди летописцев шла нешуточная борьба, и Мерсади, благодаря рекомендации Киллер и еще кого-то из региона, выиграла одно из мест в группе, но не пришла вовремя сегодня утром, так что вместо нее в последний момент пригласили Флорана Бродина. Игнорируя инструкции итератора, Киллер отошла в сторону в поисках сюжетов для съемки. Она сфотографировала эмблему лунных волков, отпечатанную на раздувшемся тормозном парашюте, двух блестящих от смазки сервиторов, которые старались закрепить неисправный маслопровод, группу палубных рабочих, смахивающих подсолба после разгрузки целого состава вагонеток. И сияющее металлическое дуло пушки, выглядывающее из-под крыла машины. «Ты хочешь, чтобы меня выгнали?» спросил неожиданно подошедший Эммонд. «Нет». «Я все же попросил бы тебя сдерживаться», сказал он. «Я знаю, что ты в Фаворе, но ограничения существуют для всех. После того происшествия на поверхности...» «Какого происшествия?» спросила она. «Это случилось пару дней назад. Неужели ты не слышала?» «Нет». Один из летописцев ускользнул от охранников во время посещения планеты и попал в ужасную переделку. Разразился жуткий скандал. Это разозлило командование. Верховному Итератору пришлось здорово потрудиться, чтобы всех летописцев не отстранили от работы». «Неужели все так серьезно?» «Я не знаю подробностей, но прошу, хотя бы ради меня, держись в рамках». «У вас очень приятный голос», сказала Киллер. «Можете просить меня о чем угодно. Обещаю не высовываться». Эммонт смущенно вспыхнул. «Давайте заканчивать наш визит». Едва он отвернулся, как Киллер сделала еще один снимок. Худосочный Итератор с опущенной головой на фоне энергичных рабочих и грозных кораблей. «Итератор», окликнула она, «А у нас есть разрешение присутствовать при загрузке десанта?» «Вряд ли это возможно», грустно над обширной палубой раздались громкие глухие удары. Киллер слышала и ощущала всем телом отрывистые звуки, похожие на удары огромного барабана или молота по листу железа. «Все в сторону! Быстро! Всем отойти в сторону!» закричал Эммонт, пытаясь собрать всю группу на самом краю свободного пространства палубы. Звуки приближались и становились еще громче. Это были шаги. Подбитые сталью сапоги грохотали по палубе. Три сотни астартес в полном боевом снаряжении, шагая в ногу, прошли по грузовой палубе к ожидающим штурмкатерам. Идущий первым знаменосец нес славное знамя десятой роты. При виде этой сцены Киллер едва не ахнула. Так много огромных идеальных воинов и все двигаются почти синхронно. Дрожащими руками Киллер подняла Пиктор и начала снимать. Перед ней были гиганты в белой броне, созданные для войны, похожие друг на друга, невозмутимые и целеустремленные. Раздалась отрывистая команда и космодесантники, оглушительно щелкнув каблуками, остановились. Воины словно окаменели, а их командиры разошлись по рядам, разделяя десантников на группы по числу катеров. Через мгновение, без всякой суеты, звенья поочередно разошлись к посадочным люкам. Они уже принесли обеты, сдавленным шепотом пояснил Эммонд. Объясните, также тихо попросил Ван Крастен. Эммонд кивнул. Каждый солдат Империума с самого начала службы присягает на верность Императору, и Астартес не являются исключением. Никто не ставит под сомнение их верность клятве, но перед особыми поручениями космодесантники в каждом отдельном случае предпочитают давать особый обет, который еще больше настраивает их на выполнение предстоящей миссии. Я полагаю, вам это может показаться повторением присяги, но это древний ритуал, и космодесантники не собираются от него отказываться. Я не понимаю, сказал Ван Крастен. Они уже присягнули, но утверждать истины Империума и защищать Императора, прервал его Эммонт, но особый обет относится к определенным задачам. Это специфический и точно установленный обычай. Ван Крастен кивнул. Кто это? Спросил Твелл, показывая на старшего, судя по развивающемуся плащу, офицера, который шел вдоль рядов солдат. Это Локен, ответил Эммонт. Киллер подняла Пиктор. Увенчанный гребнем шлем Локена висел на поясе. Подстриженные белокурые волосы обрамляли бледное веснушчатое лицо. Серые глаза оказались бездонными. Мерсаде рассказывала Киллер о нем. Если слухи правдивы, то сейчас он стал важной фигурой, одним из четверки. Она сняла его беседу с подчиненными, затем поймала момент, когда Локен махнул рукой сервитором, приказывая освободить погрузочный трап. Он был самым значительным объектом. Киллер не приходилось задумываться о композиции или думать, что вырезать позже. Локен выделялся на любом фоне. Неудивительно, что Мерсаде так много о нем рассказывала. Киллер снова задумывалась, почему подруга упустила такой шанс. Когда почти все воины погрузились в катера, Локен отвернулся. Он что-то сказал знаменосцу и почтительно коснулся стяга. Еще один прекрасный снимок. Но вот палуба почти опустела и Локен повернулся к пятерым подошедшим воинам, тоже закованным в броню. Это прошептал Эммонд. Это удивительно. Надеюсь, вы счастливы такое увидеть. А что происходит? Спросил Сарк. Капитан последним дает свой особый обет. Его выслушают и примут клятву два сослуживца, тоже капитаны. Но боги, остальные члены Марнивалья тоже пришли выслушать его присягу. Это и есть Марнивальцы? Спросила Киллер, не переставая щелкать Пиктера. Первый капитан Абаддон, капитан Таргаддон, капитан Аксимант и вместе с ними капитаны Сидире и Таргаст. Едва дыша, Эммонд перечислил всех пятерых. А который из них Абаддон? Спросила Киллер, снова нацеливая Пиктер. Локен опустился на колени. Не стоило, заговорил он. Он хотел, чтобы все было сделано по правилам, перебил его Таргаддон. Люк, Люк Сидире, капитан тринадцатой роты, вынул лист гербовой бумаги, на котором был записан текст особой клятвы. Я послан, чтобы тебя выслушать, сказал он, а я присутствую, чтобы засвидетельствовать обет. А мы пришли, чтобы поддержать твой дух, добавил Таргаддон. Абаддон и маленький Хорус усмехнулись. Ни Таргаст, ни Сидире не были сыновьями Хоруса. У Таргаста, капитана седьмой роты, было плоское лицо с глубоким шрамом поперек брови. Люк Сидире, участник многих воин, был улыбчивым, озорным, симпатичным блондином с яркими голубыми глазами. Его рот постоянно оставался полуоткрытым, словно он собирался что-то откусить. Сидире поднял гербовый лист. Гарвиль Локен, сознаешь ли ты свою роль в этом деле? Обещаешь ли ты доставить своих солдат к месту сражения и вести к славной победе, вне зависимости от мощи и мастерства противника? Клянешься ли ты сокрушить мятежников 63-19, невзирая на их сопротивление? Клянешься ли ты быть достойным 16-го легиона ободонный Таргостом? Клянусь этим оружием, произнес он. Сидире кивнул и протянул лист клятвой Локена. Убивай ради живых, брат, сказал он, и мсти за мертвых. После этих слов он повернулся и ушел. Таргост убрал болтер и последовал за ним. Локен поднялся на ноги и спрятал листок с клятвой под клапан на правом наплечнике. Делай свое дело, Локен, сказал Абаддон. Хорошо, что ты мне это сказал, невозмутимо ответил Локен. А то я собирался провалить операцию. Сбитый с толку Абаддон промолчал. Таргаддон и Аксимант расхохотались. Он уже наращивает толстую шкуру Азекель, хихикнул Аксимант. И ты клюнул на эту удочку, добавил Таргаддон. Знаю, знаю, буркнул Абаддон, поглядывая на Локена. Не подведи «Наше время истекло», раздался голос Эммонты. Киллер это не огорчило. Последний пикт получился потрясающим. Члены Марниваля, Сидире и Таргаст вокруг коленопреклонного Локена. Эммонт вывел летописцев с погрузочной палубы на соседнюю, обзорную палубу, поблизости спусковым шлюзом, откуда они могли наблюдать запуск штурмкотеров. Вслед уходящей группе понесся По мере того, как летописцы двигались по длинному туннелю, соединявшему два помещения, и толстые люки один за другим закрывались за их спинами, рев двигателей становился все тише. Одна из стен обзорной длинной палубы целиком состояла из армированного стекла. Внутреннее освещение приглушили до минимума, так что можно было рассмотреть, что происходит в темноте космоса. Зрелище было впечатляющим. Наблюдатели расположились взлетно-посадочной палубы. Колоссальный пусковой люк по всей окружности мерцал яркими направляющими огнями. Выше люка зубчатым силуэтом готического замка нависала громада основной части флагманского корабля. Внизу простиралась бескрайняя бездна. Поблизости мелькали небольшие вспомогательные суда и грузовые модули. Некоторые из них направлялись на поверхность планеты, остальные к другим кораблям экспедиционной флотилии. С обзорной палубы можно было увидеть сразу пять судов. Узкие длинные чудовища стояли на высоком якоре в нескольких километрах от флагмана. На таком расстоянии можно было рассмотреть только силуэты, но прячущаяся за планету Солнце образовало вокруг их ребристых туш неяркое золотистое свечение. Еще ниже проплывала планета, на орбите которой они находились. 63-19. Сейчас под флагманским кораблем стояла ночь, но в том месте, где побывали терминаторы, осталась дымная светящаяся дуга остаточной радиации. Кроме того, в сплошном черном покрывале киллер различала неяркое мерцание городских огней. Но каким бы впечатляющим ни было это зрелище, делать снимки было бы пустой тратой времени. Толстое стекло и значительное расстояние слишком ослабляли разрешающую способность Пиктора. Она отыскала местечко в стороне от остальных и начала пересматривать уже отснятые кадры, попутно добавляя к ним коротенькие пояснения. «А можно я посмотрю?» раздался чей-то голос. Киллер подняла голову и, прищурившись в сумрачном помещении, узнала говорившего. Им оказался верховный итератор Зиндерман. «Да, конечно», ответила она, поднялась на ноги и повернула аппарат с одного снимка на другой. Итератор с любопытством вытянул шею. «У вас замечательный глаз, госпожа Киллер. О, а это особенно удачный снимок. Видно, как тяжело приходится команде палубных рабочих. Кадр поражает своей правдивостью и объективностью. К сожалению, большая часть попадающих в исторический архив снимков слишком официально и далека от реальности. Мне нравится снимать людей, когда они об этом и не подозревают. «А это просто великолепно. Вы отлично выбрали момент для съемки Гарвеля. Вы знакомы с ним лично, сэр?» «А почему вы об этом спросили?» «Вы назвали его по имени, а не по фамилии или занимаемой должности». Зиндерман улыбнулся собеседнице. «Мне кажется, я могу считать капитана Локена своим другом. Во всяком случае, мне хочется так думать. Когда имеешь дело со Стартес, невозможно ничего знать наверняка. Они очень странно строят свои отношения со смертными. Но мы провели немало времени вдвоем и обсудили кое-какие проблемы». «Вы его наставник?» «Учитель. Это очень разные понятия. Я знаю многое из того, что ему не известно, так что в состоянии расширить его кругозор. Но я не претендую на то, чтобы лучший. Мне тоже так показалось. Я была просто очарована. Вы сделали прекрасный снимок. Они все собрались вместе, и Гарвель так смиренно преклонил колени, да еще вся сцена на фоне ротного знамени. Это вышло случайно. Они сами выбрали место, где остановиться». Зиндерман ласково тронул ее руку своими пальцами. Казалось, он испытывал подлинное наслаждение от ее работы. «Пока существует Империум». «Это всего лишь пикт», удрученно заметила она. «Это свидетельство. Это прекрасный образец настоящей работы летописцев. Мне приходилось просматривать некоторые образцы деятельности летописцев, прежде чем направить материалы в коллективный архив экспедиции. Некоторые данные я бы назвал слегка обрывочными. Идеальный повод для противников летописцев назвать их работу пустой тратой времени, фондов и мест на кораблях. Но кое-что представляет собой подлинные шедевры, и ваши работы я смело могу отнести к посредней категории. Вы слишком добры. Я честен, моя дорогая, и уверен, что человечество обязано оставлять честное и объективное свидетельство своей деятельности, иначе будет сделана только половина дела. Раз уж речь зашла о честности, прошу вас пройти со мной». Зиндерман провел киллер к остальной группе, собравшейся у прозрачной стены. К ним присоединился еще один человек, беседующий с Ван Крастеном. Им оказался советник Малагарст, и при их приближении он обернулся. «Кирилл, ты хочешь им рассказать?» «Замысел принадлежит тебе, советник, так что тебе и рассказывать». Малагарст кивнул. «После совещания с командованием экспедиции было решено, что вы, все шестеро сможете присоединиться к ударной группе и наблюдать за этим рискованным предприятием. Вы доберетесь до поверхности на одном из кораблей поддержки». Летописцы хором выразили свою благодарность. «Относительно разрешения летописцам находиться в зоне боевых действий возникли жаркие споры», сказал Зиндерман. «Особенно много возражений было против гражданской деятельности в зоне военных действий. И, кроме того, были сомнения, стоит ли вам видеть то, что произойдет. Космодесантники в бою представляют собой шокирующее и жестокое зрелище. Кое-кто уверен, что подобные образы не следует демонстрировать широкой публике, поскольку они могут вызвать отрицательное отношение к самой идее Великого Похода». «Но мы оба уверены в обратном», добавил Малагарст. «Истина не может принести вреда, даже в том случае, когда передает жестокие или уродливые образы. Мы должны честно рассказать о своей деятельности и о способах достижения побед. А всем остальным, в том числе и вам, предстоит выразить свое отношение. Только на такую абсолютную честность должна опираться истинная культура. Мы не можем не воспевать отвагу космодесантников, а как вы можете это сделать, если не увидите их в действии? Я верю в эффективность положительной пропаганды, и в этом немалая заслуга присутствующей здесь госпожи Киллер и ее пиктов моей скромной персоной. В донесениях и фоторепортажах о победах Империума и страданиях его граждан содержится немалая сила. Она объединяет и вдохновляет наши народы. Кое кому может показаться, подхватил Зиндерман, что это не слишком показательный пример. Использование космодесантников непривычной для них роли полицейских сил. Для выполнения задания потребуется один или два дня и риск при этом минимальный. И все же я хочу подчеркнуть, что предприятие очень опасное. Вы получите подробные инструкции на все случаи и никогда не пренебрегаете собственной безопасностью. Я буду вас сопровождать. Это было одним из непременных условий воителя. Слушайте меня и всегда выполняйте инструкции. Значит, нас все же будут проверять и контролировать, подумала киллер, и показывать только то, что мы должны по их мнению увидеть. Неважно, это все равно блестящая возможность. Невозможно поверить, что Мерсаде могла от нее отказаться. Смотрите, воскликнул Флорен Бродин. Все обернулись. Штурмкатера стартовали. Они вылетали из люка подобно огромным стальным стрелам, и далекое солнце играло на блестящей броне. Корабли величественно разворачивались и пропадали в темной бездне. Лишь голубые огоньки форсунок на фоне планеты постепенно выстраивались в линию. Схватившись за низкие над самой головой поручни, Локен двинулся по центральному проходу в носовую часть ведущего штурмкатера. С обеих сторон от него лицом к корме рядами сидели лунные волки, невозмутимо спокойные в своей броне. Оружие мирно покоилось на специальных стойках. Судно уже вошло в плотные слои атмосферы и теперь вздрагивало и покачивалось. Локен добрался до кабины и распахнул входной люк. Два офицера из летного состава сидели спиной к спине и наблюдали за показаниями приборов на настенных экранах, а рядом с ними лежали два сервитера пилота, соединенные проводами с системой рулевого управления. В кабине было совсем темно, если не считать ни яркого свечения разноцветных сигнальных огоньков на приборной панели до двух тонких лучей, пробивающихся через узкие смотровые щели. «Капитан!» окликнул его один из офицеров летчиков, поворачивая голову. «Что за проблемы возникли с системой связи?» спросил Локен. «Посторонние шумы и дребезжания». «Мы тоже это заметили, сэр», ответил офицер, не отрывая рук от панели управления. «Из других катеров поступили такие же рапорта. Мы думаем, что это атмосферное явление». «Пробой?» «Да, сэр, я связывался с флагманом, но у них ничего подобного не наблюдалось. Возможно, это акустическое эхо поверхности». «И похоже, что помехи усиливаются», сказал Локен. «Он надел свой шлем и попытался настроить вокс. Статический шум остался на том же уровне, что и раньше, но теперь он обрел некоторое очертание, словно неразборчивая речь». «Это какое-то наречие?» спросил Локен. Офицер покачал головой. «Не могу сказать, сэр. Приборы определяют этот шум как общую помеху. Возможно, мы принимаем отраженный сигнал от какой-то станции из южных областей, а может быть даже от армейских передвижных станций». «Надо очистить канал связи», сказал Локен. «Сделайте что-нибудь». Офицер пожал плечами и переместил несколько рычажков. «Я могу попробовать освободить канал, прогнать его через дополнительные фильтры. Возможно, это вычистит канал». В наушниках Локена прошумела буря помех, затем неожиданно стало намного тише». «Так голос стал отчетливее». Он казался далеким и очень тихим, но стало возможно разобрать слова. «Только то имя, которое ты услышишь». «Это что такое?» спросил Локен. Он напряг слух. Голос был таким невозможно далеким и звучал как шуршание шелка. Офицер летчик наклонил голову, вслушиваясь в сигналы своего передатчика. Затем снова подкрутил настройку. «Я мог бы предыдущее прикосновение пальцев к регулятору сделало сигнал совершенно ясным». «Что это значит твое имя Терре?» воскрикнул он. Локен прислушался. Голос далекий и тихий словно призрак пустыни произнес. «Самус это единственное имя которое ты услышишь. Оно означает конец и смерть. Самус меня зовут Самус. Самус повсюду и вокруг тебя. Самус рядом с тобой. Самус будет гладать твои кости. Оглянись, Самус уже здесь». Голос пропал, канал связи очистился и наступила тишина, прерываемая обычным негромкими щелчками. Летчик снял наушники и взглянул на Локена. В его расширенных глазах плескался страх. Локен слегка поморщился. Он терпеть не мог видеть страх. Это было противно его существу. «Я не понимаю, что все это значит», произнес офицер летчик. «Зато я понимаю», ответил Локен. «Наш враг пытается нас испугать». Глава восьмая Односторонняя война Зиндерман среди песка и травы Джубов После смерти императора и свержения древнего централизованного правительства мятежники бежали в горный массив южного полушария и обосновались в высокогорном районе, название которого с местного наречия можно было перевести как «Шепчущие вершин». Здесь, на большой высоте, атмосфера была сильно разряженной. Начинался рассвет и в первых лучах солнца горы высокими башнями зеленоватого льда поднимались из перины тумана. Из черноты космоса вынурнули штурм-катера и при входе в воздушное пространство прочертили небо золотыми огненными штрихами сгорающего слоя облиционной брони. В нищих деревнях предгорий люди, рожденные в религиозном и суеверном обществе, многие предались молитвам истинаниям, собираясь в деревенских храмах. Сильная религиозная вера жителей столицы 63-19 и ее главных городов в этих местах преобразовалась в не менее могущественную смесь различных верований. На слабо цивилизованных задворках империи анахроничные суеверия усиливались тяжелыми условиями жизни и недостатком образования. Оккупировав планету, имперская армия пыталась искоренить этот примитивный фанатизм. При виде золотых огненных линий на чистом небе солдатам пришлось прибегнуть к силе, чтобы сдерживать волнение, охватившее население горного района. Штурмкатера с ревущими двигателями приземлились на плоском плато из белой лавы, примерно на 5000 метров ниже горных вершин, служивших приютом повстанцам. От соприкосновения с поверхностью в воздух поднялись тучи мельчайшей пыли. Небо над головами стало белым, на его фоне растворились вершины гор, и лишь редкие облака временами смягчали солнечный свет. От плоту вниз сбегало несколько расщелин с обрывистыми краями и покрытых льдом каньонов. Нижние вершины, выступающие из облаков дыма, ослепительно блестели льдом. Воины десятой роты с оружием на готове выбрались из кораблей и вдохнули разреженный холодный воздух. Разгрузка и построение в боевой порядок прошли так гладко, что Локен не мог желать лучшего. Но голосовая связь все еще была нарушена. Каждые несколько минут в эфире раздавалась болтовня Самуса, словно горный ветер нашептывал угрозы. Сразу после приземления Локен собрал командиров отрядов. Випуса из Локасты, Джубала с Хеллебора, Рассика командующего терминаторами, Талона из Питриаса, Кайруса из Валькура и еще восьмерых офицеров. Все командиры собрались в кружок, но особое почтение было оказано к совье Джубалу. Локен всегда отлично разбирался в поведении своих подчиненных, и ему не требовалось особых усилий, чтобы понять недовольство Джубала возвышением Випуса. По совету марневальцев он прислушался к голосу интуиции и назначил Неро Випуса своим заместителем на тот случай, если обстоятельства вынудят его покинуть десятую роту. Випус пользовался популярностью среди солдат, но Джубал, дослужившийся до звания сержанта первого отряда, чувствовал себя обойденным. В уставе легионов не было закона, по которому сержант первого отряда автоматически считался бы старшим. Но существовали определенные обычаи, и Джубал обиделся, о чем не раз прямо заявлял Локену. Локен вспомнил слова маленького Хоруса. «Если ты доверяешь Випусу, выбирай его, никогда не единый компромисс, Джубал большой мальчик, он это переживет». «Давайте покончим с этим и поскорее», обратился Локен к своим офицерам. «В этих местах первыми пойдут терминаторы. Рассик...» «Мой отряд готов служить, капитан», коротко ответил Рассик. Как и все воины его отряда, Рассик носил титановую броню терминатора, модификацию доспеха, лишь недавно вошедшую в арсенал космодесантников. Вследствие своего превосходства и в силу того, что примархом лунных волков был сам воитель, их легион оказался в числе первых получивших комплекты терминаторской брони. Такое снаряжение было еще не во всех легионах. Доспехи предназначались для самых жестоких боев. Толстая броня, значительно усиленная по всем показателям, превращала воина в медлительный, неуклюжий, но совершенно неуязвимый танк-гуманоид. Одетые в броню терминаторов космодесантники теряли значительную долю своей скорости, ловкости и стремительности, но взамен всего этого обретали способность противостоять почти любому обстрелу. Рассик возвышался над своими товарищами точно так же, как примарх возвышается над космодесантниками или астартес над обычным человеком. Массивные орудия были встроены в его наплечники, рукава и даже рукавицы. «Направляйтесь к мостам и прокладывайте путь остальным», сказал Локен, затем немного помедлил. Теперь пришло время некоторой доли дипломатии. «Джубал, я бы хотел, чтобы Хелебор следовал за терминаторами и первым вступил в бой». Явно польщенный Джубал молча кивнул. Груз недовольства, давивший на него уже несколько недель, стал немного легче. Все офицеры на время совещания сняли шлемы, несмотря на то, что местный воздух по человеческим меркам был непригоден для дыхания из-за сильной разреженности. Но улучшенные системы дыхания космодесантников справлялись без всяких затруднений. Локен заметил улыбку Нейровипуса и понял, что тот разгадал важность последней инструкции. Капитан предоставлял Джубалу право завоевать основную долю славы и тем самым давал понять, что не забыл о сержанте. «Ну что, тогда вперед!» крикнул Локен. «Луперкаль! Луперкаль!» Хором откликнулись офицеры и водрузили на головы шлемы. Отделения десятой роты стали продвигаться к естественным каменным мостам и переходам, соединявшим плато с более высокими террасами гор. В этот момент на плато поднялись солдаты имперской армии, одетые в тяжелые шинели и кислородные маски, необходимые людям в этом холодном разреженном воздухе. города Кашири, расположенного в соседней долине. «Ситуация в Кашири полностью под контролем имперских сил, сэр», доложил старший офицер глуховатым из-за маски голосом. Он еще не отдышался после подъема и жадно глотал воздух. «Мы оттеснили противника к высокогорной крепости». Локен кивнул и посмотрел на ярко освещенные белым солнцем утесы. «Мы достанем их там», сказал он. «Сэр, они хорошо вооружены. При каждой нашей попытке овладеть мостами множество солдат погибли от обстрела из тяжелых орудий. Не думаю, что у них многочисленная артиллерия, но позиция очень выгодная. И подступы к мостам простреливаются перекрестным огнем, сэр. Насколько нам известно, предводителя мятежников зовут Ракис или Ракер. Мы «Мы выбьем их из крепости», прервал его Локен. «И мне ни к чему знать имя врага, пока я его не убил». Он повернулся. «Джубал, Випус, стройте свое отделение и отправляйтесь вперед». «Вот так просто?» печально спросил офицер. «Шесть недель назад мы столкнулись с бунтовщиками на этом самом месте и понесли невообразимые потери в живой силе, а вы... мы... Астартес», бросил Локен. «Вы можете быть свободны». Офицер невесело усмехнулся, покачал головой и и шагнул к нему. Его движение сильно встревожило офицера. Мало кому удавалось выдержать обвиняющий взгляд лунного волка, даже прикрытый щелями защитного шлема. «Что ты сказал?» спросил Локен. «Я...» «Ничего, сэр». «Что ты сказал?» «Я сказал... «Эта местность заколдована, сэр». «Если ты веришь, что местность заколдована, друг мой», сказал Локен. «Нет, сэр! Ни в коем случае!» «Я тоже считаю, что ты не должен в это верить», заметил Локен. «Мы же не варвары». «Я имел в виду...» продолжал офицер, запинаясь и покрываясь испаренной под кислородной маской. «Что с этим местом что-то неладно. Эти горы... Они называют их шепчущие вершины, а я расспрашивал кое-кого из местных в Кашири. Это древнее название, сэр. Очень древнее. Здешние жители верят, что человек может слышать обращающиеся к нему голоса, когда вокруг никого нет. Это старая сказка «Суеверие». Нам известно, что в этом мире существуют храмы и соборы. Жители со своей верой застряли в темных веках. Мы здесь еще и для того, чтобы просветить их невежество». «Так откуда мы все время их слышим. Я и сам слышал. Шепот по ночам, а иногда и среди белого дня, когда рядом никого нет и канал связи свободен. Все время говорит Самус». Локен внимательно взглянул на офицера. Лист с особым обетом, закрепленный на его наплечнике, трепетал от свежего ветерка. «Кто такой Самус?» «Будь я проклят, если знаю», пожал плечами офицер. «Мне достоверно известно только одно. Вокс ринг в последние несколько дней почти невозможно настроить. На линии звучат посторонние голоса и все нашептывают одно и то же. Угрозы». «Они пытаются нас запугать», сказал Локен. «Тогда они близки к цели, не так ли?» Локен пересекал плато под ударами порывистого ветра по проходу между стоящих штурмкатеров. В открытом для связи канали Самус снова шептал в его уши сухим как ветер пустыни голосом. «Самус это единственное имя, которое ты будешь слышать. Я Самус. Самус повсюду вокруг тебя. Самус это человек внутри тебя. Самус будет обгладывать твои кости». Локен был вынужден признать отличное качество пропаганды противника. В этой загадке, в этом шепоте таилась тревога. В прошлом такой прием был несомненно эффективным в борьбе против вражеских племен и верований 63-19. Наверное, император смог прийти к власти над всей планетой при поддержке тревожных голосов и невидимых воинов. Но космодесантников истинного императора невозможно сбить с толку и лишить воли таким нехитрым приемом. Кое-кто из лунных волков стоял неподвижно, явно прислушиваясь к бормотанию говорил им Локен, проходя мимо. Это просто игра. Двигайтесь дальше. Громыхающие терминаторы отделения Рассика приблизились к каменным мостам, представляющим собой арки из гранита и лавы между краями плато и почти отвесными склонами гор. Эти природные сооружения оставили после себя древние ледники. Край плато и подходы к мостам были усеяны трупами. Некоторые из тел под действием солнца и сухого горного ветра уже превратились в мумии. Офицер не солгал. Сотни солдат имперской армии пали в бесплодных попытках штурма высокогорных вражеских крепостей. Сражение, видимо, было таким яростным, что их товарищи даже не смогли забрать с собой тела убитых. «Вперед!» приказал Локен. Отряд терминаторов со штурмболтерами наперевес начал с треском продвигаться через скальные мосты, давя огромными подошвами побелевшие кости и обрывки истревшей одежды. В то же мгновение Соскал ударило невидимое орудие и встретило их шквальным огнем. Снаряды бились в усиленную броню и со свистом отскакивали. Терминаторы, опустив головы, продолжали двигаться вперед, словно люди, преодолевающие сопротивление сильного ветра. Защита, долгие недели сдерживающая имперскую армию и стоившая сотни людских жизней, лишь слегка затронула воинов Легиона. Локен понял, что сражение не затянется надолго. Он только пожалел о напрасно пролитой крови сограждан. Такая работа должна оставляться для космодесанта. Первая шеренга терминаторов добралась до середины моста и открыла ответный огонь. Болтеры и тяжелое орудие, встроенное в броню, легко преодолели пропасть. Верхние склоны осветили мощные взрывы и лучи лазеров. Скрытые огневые точки взорвались, вниз по склону устремились прихрамывающие фигурки. Они искали спасения в нагромождениях льда и скал. Самус снова принялся за свои угрозы. Самус это единственное имя, которое ты услышишь. Оно означает конец и смерть. Самус меня зовут Самус. Самус повсюду и вокруг тебя. Самус рядом с тобой. Самус будет гладать твои кости. Оглянись, Самус уже здесь. Вперед, закричал Локен, и пусть кто-нибудь заткнет глотку этому мерзавцу. А кто такой Самус? спросил Флорен Бродин. Группа литописцев в сопровождении солдат имперской армии и сервиторов только что покинула борт грузового судна и попала под порывы холодного горного ветра в небольшом городке под названием Кашири. Со всех сторон из перены тумана выступали высокие вершины гор. Эта местность без сомнения была оккупирована войсками и техникой Варваруса. Все литописцы, оказавшись вне корабля, стали испытывать приступы головокружения и недостаток кислорода. Киилер попыталась приспособить свой Пиктор к резким контрастным переходам от света к тени и одновременно хоть отчасти успокоить дыхание. Она была разочарована. Их привезли в безопасное место, как можно дальше от настоящих сражений. Здесь не на что смотреть. Ими снова манипулируют. Городок представлял собой открытое всем ветрам скопление одноэтажных построек в долине между горными вершинами. Казалось, уже много столетий в нем ничего не изменялось. Можно было сделать снимки обветшавших построек и воинских лагерей или стоящих рядами машин, но ничего значительного. Хотя ослепительно яркий свет был удивительно хорош. Пошел мелкий дождичек. Часть сервиторов получила задание нести багаж ретописцев, а остальные на сильном ветру пытались удержать над головами людей раскрытые зонтики. Киллер решила, что они выглядят словно группа праздных аристократов в увеселительном турне. предпочитают не рисковать, но их привлекает неопределенная предполагаемая опасность. А где космодесантники? спросила она. Когда мы попадем в зону военных действий? Это не важно, перебил ее Флорен. Кто такой Самус? Самус? озадаченно переспросил Зиндерман. Он немного отошел от группы в другую сторону от корабля, где на узкой полоске песка росла низкая белая трава. Оттуда можно было заглянуть в омытую дождем туманную глубину долины. Итератор выглядел совсем маленьким, но казалось, он собирается обратиться к каньону, словно к заполненной слушателями аудитории. Я все время слышу его, настаивал Флорен, подходя к Зиндерману. У него был вокс, так что ритописец мог поймать канал связи военных. Я тоже его слышал, подхватил один из солдат охраны из-под дыхательной маски. Это просто канал барахлит, сказал другой. Помехи были на всем пути до самой поверхности, заметил дежурный офицер. Не обращайте внимания, интерференция. А мне говорили, что такое происходит здесь уже несколько дней, вмешался Ван Крастен. Это ничего не значит, сказал Зиндерман. Он побледнел и казался больным, как будто страдал от удушья в местной разреженной атмосфере. Капитан говорил, что это местная тактика запугивания, добавил один из военных. Наверное, капитан прав, кивнул Зиндерман. Он вытащил электронный блокнот и подключился к базе экспедиционного архива. Словно в задумчивости он развернул свою маску, надел ее на лицо и жадно вдохнул кислород из пристегнутого к бедру резервуара. Несколько минут итератор молча изучал какие-то материалы. О, а вот ничего, ничего особенного. Капитан прав, можете побродить вокруг и осмотреться. Солдаты с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Можете осмотреть военную технику. Летописцы переглянулись и стали понемногу расходиться. Каждого из них непременно сопровождал сервитор зонтиком и двое сердитых солдат. Мы с таким же успехом могли остаться на флагманском корабле, недовольно заметила Киллер. Но горы в других мирах тоже есть горы. Слушай. Они прислушались. Сверху с крутого склона доносились далекие глухие удары. Звуки войны, идущие где-то в другом месте. Киллер кивнула в направлении шума. Вот где мы должны быть. Пойду спрошу у итератора, почему мы застряли здесь. Живая удача, усмехнулся Сарк. Зиндерман отошел от корабля и остановился под выступающим карнизом одной из непримечательных построек горного городка. У его ног резкий ветер пригибал к белому песку чахлые кустики сухой травы. Киллер направилась к итератору. Сервитор с зонтиком и двое солдат собрались последовать за ней. Не стоит беспокоиться, обернувшись сказала она. Все трое остановились и оставили ее одну. К тому времени, когда Киллер добралась до итератора, она и сама воспользовалась запасом кислорода. Зиндерман был полностью поглощен электронным блокнотом. Киллер из любопытства не стала спешить со своими жалобами и остановилась. Что-то не так? Негромко спросила она. Нет, ничего подобного, ответил Зиндерман. Вы успели выяснить, кто такой Самус, не так ли? Итератор поднял голову и улыбнулся. Верно, а вы слишком настойчивая эуфрадия. Такой уж я родилась. И кто же он такой, сэр? Зиндерман пожал плечами. Это довольно глупо, сказал он и повернул к ней экран. В некоторых историях, подчеркнутых нами из здешнего фольклора, упоминается имя Самус, так же, как и шепчущие вершины. И похоже, что это место считается для жителей 63-19 священным или заколдованным. Здесь якобы барьер между сэром. Это меня заинтриговало. Я бесконечно очарован разными системами верований примитивных миров. И что говорит по этому поводу ваш блокнот, сэр? Спросила Кейлер. Он говорит, нет, это даже смешно. Мне кажется, было бы по-настоящему страшно, если бы люди верили в эти сказки. Здесь говорится, что среди шепчущих вершин находится единственное на этой планете место, где духи могут свободно ходить и разговаривать. И Самусу приписывается лидирующее положение среди всех духов. В очень древней местной легенде рассказывается, как один из их императоров разбил в этих горах и покорил кошмарные демонические силы. Главного демона звали Самусом. Видите, имя уже тогда присутствовало в легендах. В наших преданиях встречался подобный образ, его звали Сейтаном или Теорматом. Самус его эквивалент. Средовательно, Самус это демон? Прошептала Киилер, ощущая неприятную пустоту в мыслях. Да, а почему вы спрашиваете? Потому, ответила Киилер, что я слышу его с того самого момента, как мы коснулись поверхности. А у меня нет вокса. За каменными мостами повстанцы возвели укрепления из камня и металла. Для защиты подступов к этой крепости у них имелось тяжелое орудие, мины на растяжках, установленные в узких проходах, автоматически выпускаемые лезвия на электрическом приводе, тяжелые заграждения из стальной брони и баррикады из бетонных блоков, скрепленных железной арматурой. Еще у них было несколько механических часовых, управляемых на расстоянии, и преимущественная позиция на крутом склоне, покрытом толстым слоем льда. Они могли сдерживать отряды Варваруса на протяжении шести недель. И все же, теперь у них не осталось никаких шансов. Никакие усилия не могли даже на время задержать продвижение лунных волков. Не обращая внимания на обстрел из пушки и разрывы снарядов, терминаторы разворотили заградительные стены и расстреляли бронированные двери. Мощными клешнями на рукавицах они обесточили автоматических часовых, а бетонные баррикады раздвинули несколькими движениями плеча. Вслед за ними устремилась и вся рота, стреляя по малейшим источникам поднимающихся струек дыма. Вся крепость составляла одно целое с горным склоном. Снаружи можно было разглядеть только отдельные перекрытия и огневые точки, но большая часть сооружения находилась внутри, скрытая за сотнями метров скальной породы. Лунные волки проникли внутрь через бронированные двери. Штурмовая группа при помощи прыжковых ранцев залетела по склону и стайкой белых птиц опустилась на выступающий участок крыши. Несколькими взрывами они пробили перекрытие, чтобы сверху обрушиться на противника и помочь своим товарищам. Несколько снарядов разорвались уже внутри крепости и в пропасть полетели обломки искореженного металла и глыбы льда. Внутренние помещения крепости представляли собой лабиринт сырых темных туннелей и старой горной выработки по которой дул такой сильный ветер что туннель мог служить аэродинамической трубой. Повсюду лежали искалеченные разорванные тела убитых. Локен переступая через трупы жалел несчастных. Их культура толкнула людей на сопротивление и вследствие этого сопротивления им пришлось испытать на себе мощь космодесантников. После такого столкновения они были обречены на смерть. Гуляющий по туннелям ветер приносил отголоски душераздирающих человеческих воплей, прерываемых отрывистыми щелчками болтерных выстрелов. Локен даже не стал подсчитывать число убитых. Эта операция не сулила никакой славы, они просто выполняли свой долг. Хирургическая операция, проведенная при помощи смертоносных инструментов императора. В броню ударило несколько снарядов и Локен не раздумывая развернулся и уничтожил нападавших. Двое безрассудных повстанцев в кольчужных рубашках вздрогнули от его выстрелов и распростерлись у основания стены. Локен не мог понять, почему они до сих пор не прекратили стрельбу. Если бы мятежники попросили пощады, он был готов прекратить бой. «Сюда!» приказал он и отделение последовало в путницу катакомб. Локен оказавшийся мертвым человек пошевелился и застонал. Мятежник, лежавший в луже собственной крови, смертельно раненый, поймал взгляд Локена остекленевшими глазами и что-то прошептал. Локен опустился на одно колено и широкой ладонью приподнял голову раненого. «Что ты сказал?» «Благослови меня», прошептал человек. «Я не могу». «Пожалуйста, прочти молитву и отправь меня к моим богам». «Не могу, богов не существует». «Прошу тебя, я не попаду в иной мир, если умру без молитвы». «Прости», сказал Локен. «Ты просто умираешь, вот и все». «Помоги мне», выдохнул раненый. «Конечно», кивнул Локен. Он вытащил боевое лезвие, стандартный короткий меч заостренным концом, и нажал кнопку активации. Серое лезвие вспыхнуло. Локен резким движением опустил клинок сверху вниз, а затем отвел в сторону. Нанеся удар милосердия, он осторожно положил отсеченную голову на землю рядом с телом. Следующая пещера оказалась огромным залом неправильной формы. Талая вода, стекая с черного потолка, образовывала белые минеральные сосульки, похожие на серебряные щупальца. В центре пола был вырублен небольшой пруд, в котором собирались струйки талой воды. Возможно, это был основной питьевой запас мятежников. Посланный Локеном отряд собрался на краю водоема. «Доложите», сказал Локен. Один из волков оглянулся. «Капитан, что это?» спросил он. Локен шагнул вперед к остальным воинам и увидел, что вокруг бассейна было оставлено множество бутылок и пузырьков. Некоторые из них стояли точно под струйками стекающей сверху воды. Сначала Локен решил, что здесь просто набирали воду в посуду, но затем рассмотрел и другие предметы монеты, броши, странные фигурки из глины и черепа мелких зверьков и ящериц. Вода с потолка, видимо, уже давно стекала на них и часть костей и стеклянных сосудов поблескивала минеральными отложениями. На выступе скалы, нависающей над бассейном, виднелась старая, наполовину стершаяся надпись. Локен не мог прочитать написанное, но он к этому и не стремился. Некоторые символы и так вызывали у него неприятные ощущения. «Это храм», коротко сказал он. «Вы же знали, что представляют собой местные жители. Они верят в духов, а это их жертвоприношение». Воины переглянулись, не совсем понимая смысл его слов. «Они верят в то, чего нет на самом деле?» спросил один из волков. «Они заблуждаются», ответил Локен. «Вот потому мы здесь и оказались». «Разрушить все», приказал он и отвернулся. Вся операция с начала до конца длилась 68 минут. По окончании сражения местность представляла собой дымящиеся развалины, а в склоне горы после взрывов образовались проемы, открывавшие бывшие укрепления лучам яркого солнца и яростному ветру. Ни один из лунных волков не пострадал, ни одному из мятежников не удалось выжить. «Сколько?» спросил он у Рассика. «Они все еще пересчитывают тела, капитан», ответил Рассик. «И пока выходит 972». Во время проведения операции было обнаружено около 30 подземных бассейнов с талой водой, окруженных различными жертвоприношениями. Локен приказал ликвидировать все храмы. «Они защищали последний оплот своей веры», заметил Неро Випус. «Да, я тоже так думаю», ответил Локен. «Мне все это не нравится. А как тебе, Гарви?» спросил Випус. «Ненавижу, когда люди гибнут без веской причины. Ненавижу, когда они отдают свои жизни за такие пустяки, за веру в то, чего нет. Меня от этого тошнит. Мы тоже когда-то были такими, Неро. Мы были фанатиками, спиритуалистами, верили в свои собственные выдумки. Император указал нам дорогу из этого безумия. «Значит, и в этом деле есть своя светлая сторона», сказал Випус. «Мы пролили их кровь, но мы же и несем свет истины своим заблудшим братьям». Локен кивнул. «И все же мне их жаль», сказал он. «Должно быть, они перепугались до смерти». Испугались нас? Да, конечно, но я не это хотел сказать. Они боялись распространяемой нами истины. Мы пытаемся объяснить им, что во всей галактике нет других сил, кроме света, гравитации и человеческой мысли. Неудивительно, что они так цеплялись за своих богов и духов. Мы ломаем все опоры их невежества. Но до нашего прихода они чувствовали себя в безопасности. В безопасности под покровительством богов, которым они поклонялись. Они были уверены, что и после смерти будут в безопасности только в ином мире. Они считали себя бессмертными вне физической оболочки. А теперь они повстречались с настоящими бессмертными, усмехнулся Викус. Им выпал трудный урок, но после него будет намного легче. Локен пожал плечами. Может быть, я преувеличиваю, но мне их жаль. Они чувствовали себя спокойно со своими тайнами, а мы пришли и лишили их этого спокойствия, а взамен предлагаем им тяжелую и неумолимую реальность, в которой их жизни так коротки, и впереди нет никакой высокой цели. Раз уж вспомнили про высокие цели, подхватил Викус, тебе стоит послать донесения на флотилию и доложить о проделанной работе. Итераторы уже вызывали нас, они спрашивали разрешение доставить сюда наблюдателей. Передай, пусть привозят, а я сигнализирую на флот и сообщу им хорошую новость. Викус повернулся, чтобы уйти, но остановился. По крайней мере, этот голос наконец умолк, сказал он. Локен кивнул. Самус прекратил свое излияние спустя полчаса после начала атаки. Однако космодесантники не обнаружили в крепости никаких передающих устройств или систем связи. В наушниках Локена раздался сигнал. Капитан? Джубал? Говори. Капитан, я... Что? Что ты? Повтори, Джубал. Простите, капитан, необходимо, чтобы вы это увидели. То есть, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это. Это Самус. Что? Джубал, где ты находишься? Вы отыщите меня по локатору. Я кое-что обнаружил. Я... Да, я что-то нашел. Самус, это означает конец и смерть. Джубал, что ты нашел? Я... Капитан, я... Здесь Самус. Локен оставил Випуса руководить зачисткой местности, а сам в сопровождении седьмого отделения спустился в подземелье. Он шел по направлению стрелки локатора, настроенного на сигнал Джубала. Седьмым отделением, тактической группой из Брейкспура командовал сержант Уден, один из самых надежных офицеров роты. Локатор привел их глубоко вниз, к основанию массивного каменного колодца в самой толще горы. Проход к нему преграждали металлические ворота, но они сильно проржавели, и космодесантники без труда одолели преграду. Туннель закончился в узкой сырой пещере, образовавшейся в средстве трещины, расколовшей основной массив. Глубокая расщелина уходила дальше вниз, и за ее краем невозможно было ничего рассмотреть, кроме непроницаемой тьмы. Несколько старых каменных ступеней вело в бездну. Талая вода, сверкая, стекала по темным стенам пещеры. В невидимых отдушинах и щелях завывал ветер. На краю расщелины в одиночестве стоял Ксавье Джубол. Локен на мгновение задумался о судьбе остальных воинов Хелебора, и вместе с солдатами седьмого отделения зашагал навстречу Джуболу. Ксавье, окликнул он сержанта. Джубол оглянулся. Капитан, отозвался он, я нашел кое-что интересное. Что? Видите? Видите эти слова? Локен посмотрел в ту сторону, куда указывал Джубол. Все, что он видел, только струи воды, стекающие по неровным стенам пещеры. Ничего не вижу. Какие слова? Они там! Там! Я вижу только воду, сказал Локен. Падающую воду. Вот именно. Они написаны на воде. На стекающей воде. То появляются, то пропадают, то появляются, то пропадают. Видите? Слова появляются и утекают с водой, но потом снова возвращаются. Ксавье, с тобой все в порядке? Мне кажется. Посмотри, Гарвиль, посмотри на слова. Неужели ты не слышишь, как вода разговаривает? Разговаривает? Дрип, дрип, дроп. Одно имя Самус. Единственное имя, которое ты услышишь. Самус. Самус. Оно означает конец и смерть. И я... Локин оглянулся на Удена и его людей. Задержите его, тихо произнес он. Уден кивнул. Он и еще четверо воинов подняли болтеры и шагнули вперед. Что вы делаете? Рассмеялся Джубал. Неужели вы мне угрожаете? Ради Терры Гарвиль, неужели ты не видишь? Самус везде вокруг вас. Где отделение Хелебора к Савье? Резко спросил Локин. Где все твои солдаты? Джубал пожал плечами. Они тоже ничего не видели, сказал он и перевел взгляд на кромку обрыва. Наверное они были не способны видеть, а для меня все так ясно. Самус это человек внутри тебя. Уден произнес Локин и кивнул. Уден шагнул к Джубалу. Пойдем брат, ласково сказал он. Болтер Джубала внезапно рванулся вверх. Безо всякого предупреждения раздались выстрелы и заряд угодил в лицо Удену. Осколки черепа, мозги и обломки взорвавшегося шлема разлетелись в стороны. Уден упал навзничь. Двое его солдат шагнули вперед, но Болтер снова взревел выстрелами. В нагрудной броне появились пробоины и оба солдата упали на спину. Визор Джубала повернулся в сторону Локена. Я Самус, хихикая сказал он. Оглянись, Самус повсюду. Глава девятая. Непостижимая. Духи шепчущих вершин. Сходные мысли. За два дня до атаки на крепость в шепчущих вершинах Локен согласился еще раз встретиться с Мерсади Олитом. Со времени его избрания в Марневаль это была его третья беседа с летописцем и за этот период времени его отношение к ней значительно изменилось. Несмотря на то, что этот вопрос в разговорах никогда не затрагивался, Мерсади показалось, что Локен избрал ее на роль своего личного мемуариста. В ночь своего избрания он говорил, что мог бы поделиться с ней своими воспоминаниями, однако Мерсади искренне, хотя и тайком, удивлялась его старанию выполнить обещанное. Она записала уже почти шесть часов его воспоминаний, оценки прошлых сражений и различных тактик, описание особо важных военных операций, отзывы о различных типах оружия, восхваление благородных поступков и славных подвигов его товарищей. В промежутках между беседами Мерсади уединялась в своей комнате и перерабатывала полученный материал в основу для длинного и связного отчета. В будущем она надеялась получить подробное повествование об экспедиции и более полное описание великого похода, поскольку до участия в 63-й Локен был свидетелем и других предприятий. Но, по правде говоря, общий объем собранных ею сведений был огромным. Недоставала только одного сведений о самом Локене. В последней беседе она уже не первый раз попыталась вытянуть из него хоть какие-то сведения личного характера. «Насколько я понимаю, сказала Мерсади, у вас нет ничего похожего на то, что мы простые смертные называем страхом». Локен молча нахмурился. В этот момент он занимался полировкой одной из пластин своих доспехов. В компании летописца это занятие казалось было его любимым делом. Каждый раз, когда он приглашал ее в свою личную комнату, тот тщательно отшлифовывал каждую пять своих доспехов и говорил, а Мерсади слушала. Запах полировальной пасты в представлении Мерсади теперь навсегда был связан со звуком голоса Локена и его рассказами, а их у него в запасе было больше сотни. «Интересный вопрос», сказал он. «А насколько интересным будет ответ?» Локен на страху. «Для нас это непостижимо». «Это следствие специальной тренировки?» настаивала Мерсади. «Нет, мы воспитываем в себе самодисциплину. Чувство страха просто не заложено в нас, мы невосприимчивы к его воздействию». Мерсади сделала мысленную заметку в памяти, чтобы позже изучить этот вопрос подробнее. Ей казалось, что она способна приподнять завесу таинственности, окружавшей Астартес. Способность не поддаваться страху была присуща каждому герою, но в самом отсутствии такого чувства не было ничего героического. И еще, она сомневалась в возможности удалить одну из основных эмоций из человеческого по существу мозга. Разве это не невосполнимая потеря? Или остальные чувства смогут ее возместить? Можно ли полностью избавиться от одного чувства страха, или такое усекновение нарушает целостность других ощущений? Такое толкование может отчасти объяснить тот факт, что Астартес много говорит обо всем, кроме своей личности. Что ж, давай продолжим, сказала она. Во время последней нашей встречи ты обещал рассказать о войне против смотрителей. Это случилось около двадцати лет назад, не так ли? Локен продолжал смотреть на нее, слегка прищурив глаза. Что? спросил он. Прости? В чем дело? Псаде смущенно откашлялась. Нет, это не совсем так. Я просто хотела бы... Что? Могу я быть откровенной? Конечно, ответил он, терпеливо собирая сгустки полировальной пасты с краев банки. Я надеялась получить хоть каплю сведений личного характера. Ты предоставил мне огромный материал, рассказал такие детали и подробности, которые сделают достоверной любую историю. К примеру, потомки будут точно знать, в какой руке Як-Тан-Крус держал меч, какого цвета было небо над городом монастырей на Набате, метод излюбленной белыми шрамами двойной атаки, количество заклепок на наплечниках лунных волков, число и угол нанесенных топорами ударов, под которыми пал последний из принцев Амакада. Мерсади открыто посмотрела в лицо Локена. Но ничего не будет знать о вас лично, сэр. Я знаю, что тебе довелось увидеть, но не знаю, что ты при этом чувствовал. Что я чувствовал? Разве это кому-нибудь интересно? Гарви, человеческая раса очень восприимчива к чувствам. Последующее поколение, те самые, ради которых работают летописцы, больше смогут узнать из документальных записей, если факты приобретут эмоциональный контекст. Вряд ли подробности войны на Улла-Норе будут интересовать их так же сильно, как чувства ввел? Хочешь сказать, что мои рассказы уже наскучили? Спросил Локин. Нет, что ты? Запротестовала Мерсаде, но вдруг увидела улыбку на его лице. Некоторые из твоих историй кажутся настоящими чудесами, хотя ты сам как будто и не считаешь их удивительными. Если тебе незнакомо чувство страха, может ты не испытываешь и благоговения, удивления, восхищения? Неужели тебе никогда не приходилось сталкиваться с вещами, которые лишали тебя дара речи, шокировали, выводили из себя наконец? Приходилось, признал он. Не раз меня смущали и озадачивали чудеса космоса. Так расскажи мне об этих случаях. Он прикусил губу и ненадолго задумался. Гигантские шляпы, наконец произнес он. На Сараселе вскоре после достижения согласия жители устроили большой праздничный карнавал. Согласие было достигнуто без кровопролития и по обоюдному желанию сторон. Карнавал продолжался восемь недель. Уличные танцоры носили огромные шляпы из тростника, бумаги и лент, и каждая шляпа имела определенную форму. Корабля, кулака с мечом, дракона, солнце. Каждая шляпа была такой широкой, что я бы с трудом мог ее обхватить. Локен развел руки, словно подтверждая свои слова. Я не могу сказать, как танцоры могли удерживать равновесие и нести такую тяжесть, но они день и ночь плясали на всех главных улицах города. Эти громоздкие сооружения кружились, подпрыгивали и двигались по улицам, словно увлекаемые неведомым потоком, и человеческих фигур под ними не было видно. Вот это зрелище меня сильно поразило. Могу себе представить. Оно заставило нас смеяться. Даже Хорус рассмеялся, когда увидел их танцы. Это самый странный случай из вашей жизни? Нет, вряд ли. Дай-ка подумать. Метод военных действий на Кейлеке нас всех заставил задуматься. Это было 80 лет назад. Кейлекицы не похожи на людей, это странные существа, которых ты могла бы найти похожими на рептилии. Они прекрасно овладели военным искусством и в первый же момент после нашей высадки оказали яростное сопротивление. Их мир оказался суровым местом. Я помню темно-красные скалы и воду цвета индиго. Наш командир, тогда он еще не был воителем, ожидал долгой и жестокой войны, поскольку Кейлекицы очень большие и сильные существа. Чтобы свалить самого маленького из них, требовалось не меньше трех, а то и четырех выстрелов из Голтера. Мы устремились вглубь этого мира, ожидая яростных сражений, но они не стали воевать. Как это? Мы не учили тех правил, по которым они вели войны. Как выяснилось позже, кейлекицы считали войну самым отвратительным видом деятельности, на которую способна разумная раса, а потому установили самые жесткие ограничения и запреты. На поверхности их планеты стояли огромные сооружения, представлявшие собой большие прямоугольные поля в несколько квадратных километров, накрытые плоскими крышами, но без стен по периметру. Они встречались приблизительно через каждые сто километров, и мы назвали их бойнями. Так вот, кейлекицы имели право сражаться только в этих местах. В городах война была запрещена. Они ждали нас в этих бойнях, чтобы сразиться и таким образом разрешить проблему. Как странно, и чем же все закончилось? Мы уничтожили этот народ, невыразительным голосом произнес он. Вот как, сказала Мерсадис, склоняя свою неестественно удлиненную голову. Предполагалось, что мы встретимся и сразимся по их правилам и обычаям, продолжал Локин. Это было бы честно и благородно, но Малагарст, я думаю, это его идея, настоял на том, что у нас есть собственные правила, которых противник не пожелал узнать. Кроме того, они были чудовищно сильны. Если бы не наши решительные действия, угроза с их стороны все равно осталась бы, и как бы долго пришлось бы ждать, пока они усвоят новые правила и откажутся от старых. А записи об их внешности остались? спросила Мерсадис. И ни одна, как мне кажется. Чучело одного из этих существ хранится в Корабельном музее завоеваний. А по поводу моих чувств могу сказать, что иногда испытываю печаль. Вы спросили о войне против смотрителей. Это была долгая компания, и она заставила меня испытать страдания. Локин приступил к рассказу, а Мерсадис откинулась на спинку стула и смотрела на него, изредка мигая, чтобы запечатреть его образ. Он казалось полностью сконцентрировал внимание на полировке доспехов, но из-за этой сосредоточенностью она видела оттенок печали. По словам Локина, смотрители были представителями машинной расы, и как искусственно созданные существа находились вне имперских законов. Существа машины, неукомплектованные органическими компонентами, долгое время не признавались ни имперским советом, ни механикумами. Смотрители, которыми управлял старший механизм по имени Архдроид, заселили несколько покинутых и полуразрушенных городов Дахинты. В этих поселениях находились чудесные мозаичные панно, которые сильно пострадали от времени и отсутствия надлежащего ухода. Машины метались между покинутыми и разрушающимися зданиями, ремонтируя и восстанавливая мозаики, ведя безнадежную борьбу за сохранение первоначального облика каждого дома. В результате продолжительных и жестоких боев, механизмы были уничтожены благодаря неоценимой помощи механикумов. Только тогда раскрылся печальный секрет. Смотрители были продуктом человеческой изобретательности, закончил Логин. Их сотворили люди? Да, тысячи лет назад, возможно, еще вору технологий. Дахинта была человеческой колонией, пристанищем одной из утраченных ветвей человечества. Они создали общество величественной и могущественной культуры, создали в помощь себе разумные механизмы. В какой-то период времени и по неизвестной нам причине все люди вымерли. Они оставили после себя прекрасные древние города, совершенно опустевшие, если не считать их бессмертных хранителей машин. Этот случай представляется мне наиболее грустным и весьма странным. А разве машины не узнали людей? Спросила Мерсадь. Все, кого они видели, были космодесантниками, дорогая, а мы мало похожи на людей, которых они признавали своими хозяевами. После недолгого колебания Мерсадь снова заговорила. Интересно, достанется ли на мою долю в этой экспедиции хоть малая часть удивительных чудес, подобных тем, о которых ты рассказал? Думаю, да, и надеюсь, что они вызовут чувство радостного удивления, а не подавленности и грусти. Надо как-то рассказать тебе о великом триумфе наул Ланоре. Это событие достойно того, чтобы остаться в памяти людей. Буду с нетерпением ждать этой истории. Сегодня на нее не хватит времени, у меня есть и другие обязанности. Еще одну историю, ладно? Хотя бы коротенькую, о чем-нибудь, что вызвало у тебя благоговение? Локен прислонился к спинке стула и задумался. Было такой случай, не больше десяти лет назад. Мы обнаружили мертвый мир, в котором когда-то существовала жизнь. Неведомые существа, обитавшие там, то ли вымерли, то ли переселились на другую планету. После себя они оставили целые соты подземных жилищ, сухих и безжизненных. Мы вели настойчивые поиски, обшарили каждый тоннель, каждую пещеру, но нашли лишь один достойный внимания предмет. Он был спрятан в бетонном бункере, на глубине почти десяти километров от поверхности планеты. Это была карта, вернее огромный чертеж, полных два десятка метра в диаметре. На нем с невероятными подробностями был изображен геофизический рельеф целого мира. В первый момент никто из нас не понял, что это было, только Император, возлюбленный всеми, все понял. И что это было? спросил Амирсадин. Терра, перед нами была подробная и точная карта Терры с указанием малейших деталей рельефа. Но эта карта была составлена в прошлых веках, до возведения городов и военных разрушений, с горными массивами и береговыми линиями, которые сильно изменились с тех пор. Это изумительно, сказала Мирсадин. Локен кивнул. В том забытом бункере возникло множество вопросов, на которые уже невозможно найти ответы. Кто составил эту на Терру много веков назад, что заставило вести с собой карту через половину галактики, а потом спрятать, словно драгоценное сокровище, в самой глубине мира. Это было непостижимо. Я не способен испытывать чувство страха, госпожа Олитон, но если бы мог, испытал бы его тогда. Не могу представить, что могло бы настолько задеть мою душу, как та вещь. Непостижимое. Время почти остановилось, а вся тяжесть космоса казалось сосредоточилась в одной единственной точке. Локен чувствовал себя свинцово тяжелым, медлительным, расстроенным и не способным сформулировать ни одной отчетливой мысли. Он никак не мог сосредоточиться на вставшей перед ним проблеме. Был ли это страх? Неужели он познает его вкус? Неужели ужас именно так сковывает простых смертных? У его ног лежал мертвый сержант Уден, чей шлем превратился в окровавленное керамидовое кольцо неправильной формы? Рядом с его телом распростерлись тела двух боевых братьев с простреленными сердцами, если и не погибших, то тяжело раненых. Перед ним стоял Джубал с Болтером в руке. Это безумие. Такого не может быть. Астартес пошел против Астартес. Лунный волк убил своих легкая паутина. Это безумие навсегда оставит след в его сердце. Джубал, что ты наделал? Нет, Джубал, Самус. Я Самус. Самус повсюду вокруг вас. Самус внутри тебя. Голос Джубала дрогнул, словно от короткого смешка. Локен понял, что он снова намерен стрелять. Остальные солдаты из отряда Удена, пораженные не меньше Локена, качнулись вперед, но никто из них не поднял оружие. Даже после того, что только что совершил Джубал, никто из них не в силах был приступить к кодекс Астартес и стрелять в одного из своих товарищей. Локен знал, что и он не способен на это. Он отбросил болтер и прыгнул на Джубала. Ксавье Джубал, командир отделения Хелебора и один из лучших офицеров компании снова открыл огонь. Снаряды со свистом пронеслись по пещере и ударили в остатки замерзшего вызумления отряда. Еще один шлем взорвался кровавыми брызгами, обломками костей и керамитовыми осколками. Еще один брат упал на каменный пол. Двое других рухнули рядом после того, как болтерные заряды разорвались внутри их доспехов. Локен ударился о корпус Джубала и опрокинул его на спину, стараясь схватить за руки. Ксавье сопротивлялся с удивительной яростью. «Самус!» кричал он. «Это означает конец и смерть! Самус будет обладывать ваши кости!» С ошеломляющей силой они ударились в скалу, так что брызнули каменные осколки. Джубал не выпустил зажатого в руки оружия. Локен прижал его спиной к стене и струи талой воды окропили их обоих. «Джубал!» Локен нанес удар, способный поразить насмерть обычного человека. Его кулак с треском обрушился на шлем Джубала, и Локен снова и снова продолжал бить то в шлем, то в нагрудник доспехов. Керамитовый визор раскололся, еще удар, подкрепленный всей тяжестью тела, и Джубал покачнулся. Каждый удар кулака Локена сопровождался грохотом, словно кузнечный молот обрушивался на стальную заготовку. Едва Джубал дрогнул, Локен Но Джубал и не думал сдаваться. Он обхватил Локена и прижал боком к каменной стене. От сокрушительного удара стена дрогнула, сверху посыпались мелкие камни. Джубал снова всем корпусом толкнул Локена на скалу, как сделал бы человек, пытаясь раскачать тяжелый груз. В голове Локена вспыхнула боль, и он ощутил во рту привкус крови. Он попытался вырваться, но Джубал снова нанес удар кулаком прямо по визору, и затылок Локена опять ударился о камень. С криками подбежали остальные солдаты и попытались их разнять. «Держите его!» крикнул Локен. «Держите крепче!» Это были космодесантники, сильные, словно молодые божества, в полных боевых доспехах, но и они не могли выполнить приказ Локена. Джубал размахнулся и ударом второго кулака сбил с ног ближайшего противника. Двое из троих оставшихся на ногах повисли на его спине словно две полы плаща и старались свалить его с ног, но Джубал поднял их над полом, а потом резко повернулся и сбросил. Какая мощь! Какая непостижимая сила проявилась в нем, что он раскидал Астарта словно манекены в тренировочном зале. Джубал повернулся к единственному оставшемуся воину, когда тут бросился вперед, чтобы схватить безумца. «Оглянись!» насмешливо крикнул Джубал. «Самус уже здесь!» Его правая рука с выпущенными шипами метнулась в голове боевого брата. Джубал нанес удар раскрытой ладонью, не убирая пальцев. Эти пальцы шипы попали точно в воротник бойца и проткнули его словно наконечники копий. Из горла через сквозные пробоины в броне брызнула кровь. Джубал отдернул руку, и воин упал, кашляя и захлебывая собственной кровью. Еще некоторое время сердце толчками выбрасывало на пол алые струйки. Вне себя от отчаяния Локен бросился на Джубала, но безумец развернулся и отшвырнул его могучим ударом слева. Сила удара была поразительной, она намного превосходила мощь любого из космодесантников. Не выдержала и треснула даже латная рукавица Джубала, как и наплечник Локена, куда пришелся удар. Локен на долю секунды потерял сознание, а затем почувствовал, что летит. Джубал так сильно его толкнул, что Локен перелетел через каменный выступ и оказался на краю пропасти. Он сумел зацепиться за неровный край ступени, чуть не сорвался, но все же удержался, царапая пальцами выщербленную поверхность камня и болтая ногами над бездной. Талая вода тонкой струйкой стекала сверху, и камень от минеральных отложений был маслянисто гладким. Пальцы Локена начали скользить. Он вспомнил похожую ситуацию в башне императорского дворца и взревел от ярости и разочарования. Ярость и помогла ему выбраться наверх. Ярость и страстное желание не подвести воителя. Только не сейчас. Не перед лицом этого ужасного преступления. Локен вскарабкался на лесенку. Она была такой узкой, что на ней не могли бы разойтись два обычных человека. За его спиной разверзлась пропасть, черная и глубокая, как открытый космос. Руки и ноги еще дрожали от напряжения. Показался Джубал. Он бежал через пещеру к вершине лесенки и на ходу вытаскивал боевой клинок. Локен увидел, как загорелось активированное лезвие. Он тоже обнажил меч. Едва он включил активацию короткого меча, как талая вода зашипела и брызнула искрами. Джубал уже был наверху лесенки и размахивал мечом. Он не переставал выкрикивать бессвязные угрозы, но голос изменился и был совсем не похож на голос прежнего Джубала. Безумец сделал яростный выпад, но Локен отклонился назад, а затем стал парировать удары своим оружием. Посыпались искры и столкнувшиеся лезвия зазвенели словно тревожный колокол. Верхняя позиция не давала серьезного преимущества в таком бою, и Локену было нетрудно избежать ударов, всего лишь пригнувшись. Боевые мечи космодесантников были не слишком подходящим оружием для противоборства. Короткие двусторонние мечи были предназначены для колющих ударов в ближнем бою. Им не доставало ни длинные, ни маневренности. Джубал орудовал мечом как топором, вынуждая Локена шипели и испарялись на лету. Локен гордился тем, что постоянно совершенствовал свое умение владеть всеми доступными видами оружия. Он регулярно тренировался по шесть, а то и по восемь часов подряд в фехтовальной камере корабля и от своих подчиненных требовал таких же усилий. Он знал, что Ксавье Джубал был непревзойденным мастером в бою с кинжалами или топорами и на мечах сражался не намного хуже. Но только не сегодня. Джубал пренебрегал своим умением или позабыл его в припадке безумия. Он атаковал Локена как маньяк и провел серию неистовых ударов и выпадов. Локену пришлось тоже забыть на время о тонкостях и парировать его клинок. Трижды Локену удавалось заставить Джубала отступить на несколько шагов от верхней ступени и трижды противник вынуждал его снова спускаться по лесенке. Один раз Локену пришлось подпрыгнуть чтобы избежать нижнего удара и он едва удержался на ногах когда приземлился. Мокрые ступени были предательски скользкими и сохранение равновесия требовало не меньшего внимания чем отражение атак Джубала. Все кончилось внезапно как удар молнии. Джубал преодолел защиту Локена и погрузил меч на всю длину лезвия в его левое плечо. Саму здесь в восторге завопил он но его пылающий энергии клинок прочно застрял. Самусом покончено ответил Локен и направил острие своего меча в незащищенную грудь Джубала. Меч Локена прошел сквозь доспехи и тело безумца и кончик вышел из спины. Джубал покачнулся и выпустил из рук оружия но меч так и остался зажатым между пластин брони Локена. Безоружными руками он потянулся к лицу Локена но не резко а осторожно словно ища милосердия или даже помощи. Вода продолжала падать и осыпала сверкающими каплями их белые доспехи. Самус выдохнул Джубал Локен резко выдернул меч. Джубал сделал неуверенный шаг из открывшейся на груди раны показалась кровь смешалась с талой водой и окрасила нижнюю половину доспехов в нежно-розовый цвет. Пеньку неловко размахивая непослушными руками. Джубал задержался на посредней ступени когда ноги уже повисли над обрывом но продолжал медленно сползать вниз по скользкой лесенке под тяжестью собственного веса. Локен услышал негромкий скрип металла по камню. Одним прыжком он спустился вниз еще несколько мгновений и Джубал мог рухнуть в бездонную пропасть. Локен схватил его за край левого наплечника и стал медленно втаскивать обратно на ступени. Это казалось почти невозможным словно Джубал стал весить миллионы тонн. Трое выживших солдат из отделения Брейкспура подошли к верхушке лестницы и наблюдали за его стараниями. Помогите мне крикнул Локен. Спасти его спросил один из них. Зачем подхватил второй зачем вы его вытаскиваете помогите снова бросил Локен никто из троих Локен в отчаянии взмахнул мечом и пригвоздил правый наплечник Джубала к камням. Так он уже не мог соскользнуть вниз. Локен с трудом выбрался наверх. Едва дыша он сбросил помятый шлем и сплюнул сгусток крови. Вызовите Випуса приказал он и поскорее. К тому времени когда группа добралась до плато наступили сумерки и они уже почти ничего не могли разглядеть. Эуфратия сделала своим пиктором несколько разрозненных снимков стоящих штурмкатеров и столбов дыма поднимавшегося над разгромленной пещерой но ничего особенного от них она не ожидала. Все вокруг казалось тусклым и безжизненным. Даже вереница гор на горизонте казалось скучной. Можно нам осмотреть место боя? спросила она у Зиндермана. Нам было приказано ждать. Возникли какие-то затруднения? Он покачал головой то ли в знак отрицания то ли просто от усталости. Как и летописцы итератор был в кислородной маске но все же казался больным и очень уставшим. На плато царило неестественное спокойствие. Группы лунных волков возвращались со склона к своим кораблям отряды армии охраняли местность. Летописцам было сказано что одержана полная победа но никаких признаков ликования не было заметно. На вопрос Эуфратии Зиндерман ответил что операция была чисто технической. Для легиона это рядовое задание ничего выдающегося как я и говорил перед приземлением жаль вас разочаровывать. Я не разочарована сказала Киилер но на самом деле она ощущала странный спад напряжения. Эуфратия не могла сказать чего она ожидала но после перелета и в странном городке Кашири она ощущала напряжение. Теперь все было кончено а она так ничего и не увидела. Карнис хочет расспросить возвратившихся воинов сказал Симон Сарк и попросил меня сделать несколько снимков во время интервью это возможно? Думаю что да вздохнул Зиндерман он подозвал одного из офицеров охраны и попросил проводить Карниса и Сарка к космодесантникам. Я считаю громко заговорил Ван Крастен что в этом случае больше всего будет уместно музыкальная тема симфоническая композиция в полной мере передаст атмосферу. Эуфратия даже не вникая в его слова молча кивнула В минорном ключе как мне кажется Е или А я еще не решил не нравится название духи шепчущих вершин или возможно голос Самуса как ты думаешь? Она недоуменно уставилась на композитора Я пошутил сказал он и невесело улыбнулся Я не имею никакого представления как и на что реагировать все кажется таким суровым До сих пор Эуфратия считала Ван Крастена напыщенным типом но теперь ее отношение немного изменилось к лучшему Едва он отвернулся и задумчиво уставился на дымящуюся вершину ее осенила идея и киллер подняла пиктор Тебе нравится как я выгляжу? спросил он Эуфратия кивнула Ты не возражаешь? Твое печальное созерцание передает наше общее состояние во время этой экспедиции Но я же летописец возразил он Разве я должен появляться в твоих кадрах? Мы все в этом участвуем свидетели или нет но мы здесь ответила она А я снимаю все что вижу Кто знает возможно ты когда-нибудь отплатишь тем же Небольшая партия для флейт в твоей следующей увертюре которая будет посвящена Эуфратии Кейлер Они оба рассмеялись К их группе подошел один из лунных волков Неровипус назвал он свое имя и сотворил знамение Аквилы Капитан Локен приветствует вас и просит мастера Зиндермана уделить ему немного внимания Сейчас Я Зиндерман Откликнулся пожилой итератор Возникли какие-то проблемы сэр? Мне приказано только проводить вас к капитану ответил Випус Прошу вас следовать за мной Они вдвоем отправились в путь Причем Зиндерману пришлось чуть ли не бежать чтобы поспеть за космодесантником Что происходит? Приглушенно спросил Ван Крастен Не знаю Давай выясним предложила Киллер Идти за ними вряд ли это разумно Я с вами вызвался Бродин Флорен Нам же не приказывали оставаться здесь Они огляделись Твел уселся чуть ли не под самым носом одного из штурмкатеров прислонился спиной к шасси и приступал к зарисовкам используя угольные карандаши и небольшой блокнот Карнис и Сарк куда-то исчезли Пошли скомандовала Эуфратия Киллер Випус привел Зиндермана в разрушенную крепость В сумрачных тоннелях и пещерах свистел и завывал ветер Солдаты армии вынесли большую часть тела из передних помещений и сбросили их в расщелину но Випусу и Итератору пришлось по пути обходить ни один искалеченный или обгоревший труп Сержант произнес несколько фраз вроде «Извините что вам приходится видеть подобные вещи» или «Прошу вас смотреть в другую сторону чтобы не расстраиваться» Зиндерман не мог смотреть в другую сторону Он честно служил Итератором уже много лет но в первый раз шел по средам недавнего сражения Зрелище поразило его до глубины души и навсегда запечатлелось в памяти От запаха крови и нечистот подкатывала тошнота Человеческие тела были исковерканы и обожжены до полной неузнаваемости Он видел стены липкие от крови и остатков мозгов Мелкие острые осколки расщепленных костей усыпали каменный пол То и дело попадались оторванные взрывами руки или ноги Терра Не раз восклицал он едва переводя дыхание Когда они добрались до одной из верхних пещер где поджидал Локен вместо Терра с губ итератора срывалось слово террор причем сам он этого не замечал Локен стоял в просторной темной пещере у какого-то подобия пруда У одной из черных стен стекала вода в воздухе пахло сыростью и окислыми один из которых был в сияющих доспехах терминатора Локен стоял с непокрытой головой на лице виднелись свежие кровоподтеки левый наплечник его доспехов насквозь пробитый мечом лежал на земле у ног капитана Вы сделали большое дело слабым голосом заговорил Зиндерман До сих пор я не вполне себе представлял на что способны космодесантники но теперь помолчите бесстрастно произнес Локен Он повернулся в сторону лунных волков и кивком приказал им покинуть пещеру Один за другим они прошли мимо Зиндермана словно не замечая итератора Випус оставайся поблизости сказал Локен сержанту и тот вышел всред за остальными Теперь когда пещера опустела Зиндерман заметил что у бассейна лежало тело Это было тело лунного волка недвижимое и безжизненное без шлема в окровавленных белых доспехах руки у него были привязаны к туловищу отрезкам витого каната Я не запиная заговорил Зиндерман Я не понял капитан Мне говорили что операция закончилась без потерь Локен медленно кивнул Мы и дальше будем так говорить Такова будет официальная версия Десятая рота овладела крепостью и одержала полную победу не потеряв ни одного бойца и это действительно так Ни один из повстанцев не мог бы похвастаться что убил космодесантника даже не ранил а их полегло около тысячи А этот воин Локен с тревогой посмотрел на Зиндермана таким обеспокоенным итератор еще не видел капитана Десятой роты Что такое Гарвиль спросил он Что-то случилось сказал Локен Произошло нечто такое непостижимое что я Он помолчал глядя на связанный труп Джубала Я должен составить рапорт но даже не знаю что сказать Это не в моей компетенции и я рад что вы оказались здесь Кирилл Вы единственный кто может помочь Долгие годы вы так хорошо направляли меня Я рад если это так Теперь мне необходим ваш совет Зиндерман шагнул вперед и положил ладонь на руку воина гиганта Ты можешь довериться мне в любом деле Гарвиль Я здесь чтобы служить Локен посмотрел на него сверху вниз Это секретно Совершенно секретно Я понимаю Сегодня мы понесли большие потери Шестеро братьев из отделения Брейкспура включая и командира Удена Остальные его братья едва выжили Хелебор исчез бесследно Я опасаюсь что они тоже мертвы Этого не может быть Мятежники не могли Они тут ни при чем Это Ксавье Джубал Сказал Локен указывая на лежащее подаль тело Он убил наших братьев Коротко закончил он Зиндерман отшатнулся словно от удара и заморгал Он что? Прости Гарвиль мне на мгновение послышалось будто ты сказал Он убил наших братьев Джубал убил воинов Он сделал это при помощи болтера и своих кулаков и убил шестерых солдат из отделения Брейкспора прямо у меня на глазах Он и меня бы убил если бы я не опередил его У Зиндермана задрожали колени Он отыскал взглядом подходящий обломок скалы и уселся чтобы не упасть Терра Только и смог выдохнуть пораженный Терратор Вы правы Это ужасно Астартес не может убивать Астартес Космодесантники не поднимают оружие на своих братьев Это против правил природы и человеческих законов Этот барьер введен императором в генный код каждого воина с самого момента его создания Это должно быть какая-то ошибка пробормотал Зиндерман Никакой ошибки Я видел как он это сделал Он стал безумцем Одержимым Что? Успокойся Гарвин Ты употребляешь старые термины Одержание понятие спиритуалистов и оно означает Он был одержим Он твердил что он Самус Ох Вам знакомо это имя не так ли? Я слышал шепот Но ведь это было вражеской пропагандой правда? Нам было сказано расценивать это явление как тактику запугивания Локен потрогал синяки на скулах поморщился от боли Я и сам так думал итератор И теперь еще раз хочу вас спросить Духи существуют? Нет сэр Совершенно точно Так нас учили и потому мы стали свободными Но могут ли они существовать? Этот мир перенасыщен суевериями и фанатиками Могут ли Духи существовать здесь? Нет Еще более твердо ответил Зиндерман Даже Даже в самых темных уголках вселенной нет ни духов ни демонов ни привидений Имперские истины ясно говорят об этом Я изучал архивы Кирилл ответил Локен Обитатели этого мира называли Самусом Архидьявола Их легенды утверждают что он был заточен где-то в этих горах Легенды Гарвель Это только легенды Мифы За время путешествий среди звезд нам многое явлением можно отыскать рациональное объяснение Тогда объясните мне что рационального в том что Астартес обнажает оружие и убивает своих братьев сэр Зиндерман поднялся Успокойся Гарвель и я попытаюсь объяснить Локен не ответил Зиндерман подошел к телу Джубала и внимательно осмотрел его Открытые невидящие глаза закатились под лоб и белки покраснели от крови Кожа на лице обвисла и сморщилась словно он постарел на 10 тысяч лет На растянувшейся коже проступили какие-то странные отметины похожие на родимые пятна Вот эти отметины заговорил Зиндерман Говорят о страшных признаках старения Возможно ли что они появились вследствие болезни или инфекции Что переспросил Локен Вирус может быть Реакция на отравление Чума Астартес не подвержены болезням Большинству болезней но не всем Я думаю это может быть какой-то микроб настолько сильный что вместе с телом Джубала он разрушил и его мозг Некоторые болезни способны довести человека до безумия и только затем поразить плоть Но почему пострадал только он один спросил Локен Зиндерман пожал плечами Возможно в его генный код вкралась ничтожная ошибка Но он вел себя как одержимый настаивал Локен резко выделяя посреднее слово Все мы в какой-то степени поддались вражеской пропаганде А если мозг Джубала уже пострадал от воспаления он мог просто повторять услышанные фразы Локен ненадолго задумался Кирилл в ваших словах есть определенный смысл сказал он затем Как и всегда Вирус повторил Локен Этим можно все объяснить Ты пережил сегодня настоящую трагедию Гарвель Но духи и демоны не имеют к ней никакого отношения А теперь принимайся за работу Надо закрыть этот район на карантин и вызвать команду специалистов медиков Могут появиться другие проявления болезни Обычные люди вроде меня не так устойчивы к вирусам как Астартес и тело несчастного Джубала может послужить рассадником заражения Он снова взглянул на неподвижное тело Великая Терра вздохнул Итератор Как сильно он изменился Горько видеть подобные разрушения Раздался хруст закостеневших суставов и Джубал подняв голову уставился на Зиндермана налитыми кровью глазами Оглянись Прохрепел он Эуфратия Киилер перестала делать снимки и убрала свой пиктор То, что они увидели в узких мрачных тоннелях было недостойно записи Она никогда и представить себе не могла что человеческие тела можно изуродовать до такой степени От запаха крови стойко державшегося в холодном воздухе несмотря на ветер ее подташнивало хотя Киилер и не снимала кислородную маску Я хочу поскорее вернуться сказал Ван Крастен Он весь дрожал и был очень мрачным Здесь нет никакой музыки кроме того что меня дошнит Эуфратия была близка к тому чтобы согласиться Нет С давленным но решительным голосом возразил Бродин Флорен Мы должны увидеть все до конца Мы избранные летописцы Это наш долг Эуфратия видела что Флорен из последних сил борется с тошнотой но его решимость ей понравилась Это их долг Для этого их и привезли сюда Стать очевидцами и сохранить воспоминания о великом походе человечества О том как все происходило Она снова вытащила из рюкзака Пиктор и сделала наугад несколько снимков Киллер не снимала мертвых Это было бы непорядочно Ей хватило крови на стенах струящегося на сквозняке дыма и пустых оболочек от снарядов усыпавших черный каменный пол Следом за тремя летописцами в туннеле появилась группа солдат занимавшихся уборкой тел Кое-кто с любопытством поглядывал на троицу Вы заблудились? спросил один из солдат Нет совсем нет нам позволено здесь находиться ответил Флорен И зачем вам это надо? удивился второй солдат Эуфратия сделала серию пиктов запечатлев силуэты солдат собиравших трупы на пересечении двух тоннелей От этого зрелища ее пробирала дрожь и Киилер надеялась что ее пикты вызовут у зрителей такую же реакцию Я хочу вернуться снова сказал Ван Крастен Не отставай а то потеряешься предупредила его Киилер Меня сейчас тошнит признался Ван Крастен Он уже отвернулся и нагнулся как вдруг по тоннелям прокатился поразительный душераздирающий крик Что это может быть? прошептала его фратия Джубал поднялся Связывающие его веревки упали Он испустил вопль потом еще один Душераздирающие крики разнеслись по пещере и эхом прокатились по тоннелям Зиндерман в полной панике отшатнулся назад Локен прыгнул вперед и попытался остановить возродившегося безумца Одним сокрушительным ударом кулака Джубал остановил Локена и тот с громким плеском рухнул бассейн Джубал повернулся сделал еще шаг Из его полураскрытого рта стекала слюна Налитые кровью глаза вращались словно стрелка компаса на северном полюсе Прошу пожалуйста бессвязь бессвязно пробормотал Зиндерман и попятился назад Смотри вокруг Слова с трудом слетали со слюнявых губ Джубала Едва передвигая ноги он продолжал двигаться вперед С ним происходило что-то непонятное и ужасное Тело стало разбухать и надуваться да так стремительно что доспехи затрещали и развалились Бронированные пластины отскакивали и со стуком падали на пол обнажая разбухшую плоть пораженную гангреной и фиброзные наросты Тело приобрело мертвенно-голубоватый оттенок Лицо деформировалось стало одутловатым и сизовато-серым длинный извивающийся язык вывалился из-под тронутых гниением губ Он торжествующе поднял свои мясистые рыхлые руки вытянул пальцы и продемонстрировал отросшие черные изогнутые когти Самус здесь медленно прохрипел он При виде уродливого монстра Зиндерман упал на колени От джубала несло отвратительной вонью гниющей плоти и болезнь Он шагнул вперед Ужасная фигура расплывалась в тусклом желтом свечении словно чудовище лишь частично пребывало в этой реальности Пролетел болтерный снаряд попал в правое плечо монстра и разорвался под затвердевшей оболочкой заменившей человеческую кожу Во все стороны полетели колочки плоти и брызги гноя Нейровипус стоя у входа в пещеру прицелился во второй раз Существо которое когда-то было к совье джубалом схватило Зиндермана и швырнуло в Випуса От столкновения они оба ударились о стену Випус бросив оружие постарался поддержать Зиндермана и уберечь хрупкие кости пожилого итератора от переломов Монстр протиснулся мимо них в туннель а за ним тянулась цепочка следов крови и зловонной бесцветной жидкости Эуфратия увидела приближавшееся к ним существо и не могла решить то ли закричать то ли поднять пиктер в конце концов она сделала и то и другое Ван Крастен потерял контроль над своим телом и упал посреди лужи только что вылетевшей из него рвоты Бродни Флорен просто отшатнулся беззвучно шевеля губами Джубал оборотень продолжал двигаться к ним по туннелю он был огромным и продолжал деформироваться а кожа покрывалась все новыми язвами и болячками тело так раздулось что те немногие части которые остались от белых доспехов волочились за ним по полу словно металлические лохмотья странные пятна и трещины испещрили его плоть лицо Джубала сменилось собачьей мордой и только человеческие зубы торчали наружу ужасающим напоминанием о прошлом но их постепенно сменяли тонкие словно иглы клыки они быстро росли и вскоре рот перестал закрываться глаза превратились в озера кипящей крови прерывистые вспышки желтого света окружали фигуру отбрасывая нелепые тени в таком освещении казалось что Джубал двигается нелепыми толчками словно отснятый на пикторе клип запущенный с неверной скоростью монстр схватил Толемью Ван Крастена и мощным ударом швырнул его в стену словно тряпичную куклу когда Литописис сполз по стене на пол от его тела выше груди почти ничего не осталось «О терра!» вскрикнула Киилер и ее тотчас тошнило Бродин Флорен шагнул навстречу чудовищу и резко развел руки в знамении аквилы «Убирайся!» выкрикнул он «Убирайся!» Джубал оборотень рванулся вперед невообразимо широко распахнул рот и откусил голову Флорена вместе с верхней частью туловища останки его тела сварились на пол извергая потоки крови словно поливочный шланг Эуфратия Киилер рухнула на колени ужас сковал ее тело и пригвоздил к полу она покорилась своей судьбе хотя и не представляла себе с чем столкнулась в последние мгновения жизни она утешила себя мыслью что не унизила себя перед лицом ужасной опасности и ее одежда осталась сухой глава 10 воитель и его сын независимо от мощи и ловкости врага официальное опровержение ты убил его да ответил Локен не отрывая отсутствующего взгляда от пыльного пола ты уверен Локен поднял голову и посмотрел на своего собеседника что я хочу знать уверен ли ты в этом сказал Абаддон так ты убил его да Локен сидел на грубо сколоченной деревянной скамье в одном из домишек кошери снаружи уже наступила ночь а вместе с ней прилетел резкий пронизывающий ветер завывающий между пиков шепчущих вершин дюжина масляных ламп заливало помещение неярким желтоватым светом я убил его вместе с Нера мы застрелили его из болтеров потребовалась очередь из 90 зарядов он взорвался и загорелся а мы еще добавили струю из огнемета чтобы сжечь то что осталось Абаддон кивнул сколько человек об этом знают о последнем акте я Нера Зиндерман или тописи скилер мы застали монстра в тот момент когда он намеревался перекусить ее пополам все остальные кто его видел уже мертвы что ты сказал ничего Эзекиль это хорошо я ничего не говорил поскольку не знал что сказать Абаддон пододвинул стул и сел рядом с Локеном оба они были в полных боевых доспехах но без шлемов Абаддон нагнул голову чтобы встретить взгляд Локена Гарвель я горжусь тобой слышишь меня ты отлично справился с чем я справился печально спросил Локен ситуации скажи кто еще знал об убийстве до того как Джубал поднялся еще несколько воинов те кто выжил из отделения Брейкспора и все мои офицеры я спрашивал у них совета я поговорю с ними пробормотал Абаддон это дело не должно выйти наружу в официальных донесениях все должно быть так как ты говорил с самого начала победа полная но не выдающаяся десятая рота уничтожила мятежников но два отряда понесли потери это война потери нельзя считать неожиданностью мятежники до самого конца сражались упорно и ожесточенно отделения Хелебора и Брейкспора приняли на себя основной удар но теперь 63-19 приведена к полному согласию слава десятой роте слава лунным волкам и слава воителю все остальное должно остаться внутренним делом для небольшого круга можно ли доверять обещанию Зиндермана молчать конечно хотя он основательно потрясен а летописец киллер кажется киллер эуфратия киллер она еще в шоке я ее не знаю и не знаю как она будет себя вести но она не имеет представления о том кто на нее напал я сказал ей что это был дикий зверь она не видела как Джубал изменился и не догадывается что это было что ж это уже кое-что если потребуется я наложу запрет на ее материалы а возможно будет достаточно устного приказа я подтвержу легенду о диком звере и скажу что мы не разглашаем этот факт из моральных соображений летописцев надо держать подальше двое из них погибли Абаддон поднялся трагическая случайность во время приземления несчастный случай они знали что идут на риск отметим этот случай в донесениях как предостережение для других экспедиций Локен поднял взгляд на первого капитана Эзекиль неужели мы просто забудем о том что произошло я не смогу и не хочу я считаю что это военный инцидент и он будет обсуждаться в узком кругу Гарвель это дело касается морали безопасности ты расстроен это я хорошо понимаю подумай о том какую моральную травму получат остальные если дело выйдет наружу это подорвет доверие и может сломить моральный дух всей экспедиции пятно ляжет на весь великий поход не говоря уже о безупречной репутации региона входная дверь резко распахнулась и пока она не закрылась снова свет ламп сильно потускнел локен не поднимал головы в любой момент он ожидал возвращения випуса с приказами командования эзекиль оставь нас послышался голос это был не випус хорус не надел доспехов на нем была простая довольно запыленная одежда кольчужная рубашка и меховой плащ абаддон наклонил голову и быстро покинул комнату локен поспешно вскочил на ноги сиди и гарвель негромко сказал хорус садись и оставь эти церемонии локен медленно опустился на скамью а воитель встал рядом с ним на одно колено он был настолько высок что даже в таком положении его голова оказалась на одном уровне с головой локена хорус сбросил черные кожаные перчатки и положил левую руку на плечо локена я хочу чтобы ты оставил свои тревоги сын мой я стараюсь сэр но они не оставляют меня понимаю кивнул хорус я не справился с этим заданием сэр сказал локен эзекиль говорил что ради общей безопасности мы будем делать вид будто ничего ужасного не произошло но даже если событие останется в тайне я буду мучиться от стыда что подвел вас и каким же образом погибли люди брат поднял оружие против своих же братьев это великий грех это преступление вы поручили мне уничтожить это гнездо сопротивления а я допустил такое что вам пришлось прибыть лично и «Тссс!» – прошептал Хорус. Он протянул руку и снял лист с особым обетом с его плеча. «Гарвиль Локин, сознаешь ли ты свою роль в этом деле?» – прочитал Хорус. «Обещаешь ли ты доставить своих солдат к месту сражения и вести к славной победе вне зависимости от мощи и мастерства противника? Клянешься ли ты сокрушить мятежников 63-19-й, невзирая на их сопротивление? «Клянешься ли ты быть достойным 16-го легиона и императора?» «Прекрасные слова», — произнес Локин. «Согласен, прекрасны. Я сам их написал. Ну и как, Локин?» «Что, сэр?» «Ты уничтожил повстанцев 63-19, невзирая на их ожесточенное сопротивление?» «Да, но...» «Вел ли ты их своих людей в бой, к славной победе, невзирая на мощь и ловкость врагов?» «Да. Тогда я не могу понять, в чем ты меня подвел, сын мой. Внимательно вчитайся в эту фразу, невзирая на мощь и ловкость врагов. Когда бедный Джубал изменился, ты ведь не сдался, не обратился в бегство. Разве ты утратил свою храбрость? Или ты сражался против этого зла, невзирая на свое изумление?» «Я сражался, сэр». «Клянусь троном земли, ты сражался. Сражался, Локин! Ты боролся. Тебе нечего стыдиться, и мне не требуется твое раскаяние. Ты хорошо послужил мне сегодня, сынок, и я сожалею лишь об одном. Нельзя широко объявить о твоих подвигах». Локин хотел что-то ответить, но промолчал. Хорус поднялся на ноги и стал ходить по комнате. В стенном шкафу он обнаружил бутылку вина и налил себе стакан. «Я разговаривал с Кириллом Зиндерманом. Заговорил он и отпил глоток. Одобрительно кивнул, а затем продолжил. Бедный Кирилл. Он пережил такое ужасное потрясение. Знаешь, он даже заговорил о привидениях. Зиндерман, стойкий пророк мерзких истин, говорит о привидениях. Естественно, я был вынужден его поправить. И еще он сказал, что это ты натолкнул его на мысль о духах. «Сначала Кирилл убедил меня, что это было проявлением какой-то болезни. Но я видел, что дух или демон овладел Джубалом и превратил его в чудовище. Я видел, что демон заставил Джубала обратить оружие против своих братьев». «Нет, ничего такого ты не видел», — сказал Хорус. «Сэр?» Хорус усмехнулся. «Позволь мне просветить тебя». «Гарвель, я сейчас объясню, что ты видел. Это большой секрет, известный лишь немногим. Хотя больше всего об этом знает один только наш возлюбленный император. Секрет настолько важен, что мы должны хранить его ото всех. Ты способен хранить тайну? Я могу разделить ее с тобой, но должен быть уверен, что ты никому не скажешь». «Я сохраню тайну», — сказал Локен. Воитель снова отпил из стакана. «Гарвель, это варп». «Варп?» «Конечно. Нам известно могущество варпа и таящийся в нем хаос. Мы видели, как варт меняет людей. Мы видели ужасных созданий, которые населяют темные измерения. И ты их видел. На Эрридасе, на Сирингсе, на проклятых побережьях Тассилона. Варпе есть такие сущности, которых легко можно принять за демонов». «Сэр, я...» — заговорил Локен. «Изучение варпа входит в программу наших тренировок. Я хорошо подготовлен к столкновению с его ужасами. Я сражался с порождениями зла, наводнявшими космос через врата Эмперии. Да, варп может проникнуть в человеческую сущность и преобразовать ее. Я видел, как это происходит, но только с псайкерами. Этот риск для них существует, но не для Астартес». «Гарвель, а ты в полной мере постиг механизм действия варпа?» — спросил Хорус. Он приподнял стакан к ближайшей лампе, словно исследуя цвет вина. «Нет, сэр, я не могу этого сказать». «И я тоже сын мой. И даже наш возлюбленный Император не постиг его в полной мере. Тяжело признавать, но это правда. А истину мы должны ценить превыше всего. Для нас варп — это опасное орудие, средство связи и перемещения. Без него не было бы Империума Человечества, поскольку не было бы скоростных переходов между звездами. Мы используем его и приспосабливаемся к нему, но полностью контролировать не можем. Это неуправляемое создание, которое терпит наше присутствие, но не признает чужой воли. В варпе действует неведомая сила, не добрая, не злая, но совершенно неконтролируемая и неподвластная нам. Мы пользуемся варпом на свой страх и риск». Воитель допил вино и поставил стакан. Духи, демоны — эти слова подразумевают высшие силы, злобный интеллект и определенную цель. Прообраз зла с космическими схемами и замыслами. Они также подразумевают существование бога или богов, противодействующих их планам. «Они заключают в себе понятия о противоестественном устройстве, от которого мы отказались, хотя и ценой немалых усилий и благодаря свету науки. Эти понятия говорят о колдовстве и осязаемом зле». Хорус искоса взглянул на Локена. «Духи, демоны, сверхъестественные силы, колдовство — мы изгнали эти понятия из обихода, поскольку отвергаем существование заключенного в них смысла». «Но это только слова. То, что ты увидел сегодня, можно назвать действием духа. Или демона. Эти слова вполне подходят. Их использование не означает отрицание истинной правды в понятиях человечества. В мирском понятии духи могут обитать в космосе, Гарвид. Но только в том случае, если мы правильно понимаем смысл этого слова». То есть... варп? «Да, варп. Зачем выдумывать новые термины, когда у нас и без того достаточно старых слов, подходящих по смыслу? Мы пользуемся словами «чужак» и «ксенос» для обозначения нечеловеческой мерзости, которую встречаем в некоторых районах космоса. И существа из варпа точно такие же чужаки, только в нашем представлении это не живые организмы. Они не имеют органической основы. Они рождены другими измерениями, но влияют на нашу реальность, и их методы могут показаться кому-то колдовством. Чем-то сверхъестественным, если хочешь. Так что мы можем пользоваться старыми понятиями для их обозначения. Демоны, духи, одержимые, оборотни. Только мы должны твердо помнить, что во тьме вселенной нет ни богов, ни настоящих демонов, ни служителей зла. В космосе нет места фундаментальному и непреложному злу. Он слишком велик и бесплоден для такой мелодрамы. Есть только представители нечеловеческой расы, которые противостоят нам. Существа, ради борьбы с которыми мы созданы. Орки, гекконы, тушепты, келлидикцы, эльдары. И существа варпа, самые странные для постижения нашим разумом, поскольку они оперируют неведомыми нам силами в силу чужеродности их природы. Локен поднялся со скамьи. Он окинул взглядом комнату и прислушался к завывающему снаружи ветру. «Сэр, я видел псайкеров, которыми завладел варп», — сказал он. «Я видел, как они изменялись и раздувались вследствие гниения. Но я никогда не видел, чтобы такое случалось с человеком. И тем более со Стартес». «Это случается иногда», — ответил Хорус и усмехнулся. «Тебя это шокирует?» «Мне очень жаль. Мы стараемся не говорить об этом. Варп может проникнуть куда угодно. Сегодня он одержал победу. Но эти горы не заколдованы, чтобы не говорили местные мифы. Просто варп здесь ближе всего к поверхности. Вот потому и появились легенды. Люди всегда старались дать объяснение проявлениям варпа. И в этом районе жители стремились к тому же. Сегодня варп вышел наружу и обратился против нас. И Джубал пал его жертвой». «Но почему именно он?» «А почему нет? Он был зол на тебя за проявленное пренебрежение. И эта злость сделала его уязвимым. Щупальца варпа легко проникают в разум через подобные лазейки. Мне кажется, мятежники надеялись, что все твои воины падут от злобных сил, которых они, как им казалось, освободили. Но десятая рота оказалась сильнее. Самус — это просто голос из царства хаоса, звучавший некоторое время из тела Джубала. Ты отлично справился с ним. Могло быть гораздо хуже». «Сэр, вы уверены в этом?» Хорус снова улыбнулся, и его улыбка наполнила душу Локена неожиданной теплотой. «Сразу после вашей высадки, Инг Май Синг, глава астропатов, уведомила меня о возможности сильных проявлений варпа в этой местности. Ее информация реально и проверена. А местные жители воспользовались своими ограниченными знаниями варпа, которые они воспринимают как колдовство, чтобы обратить ужас Эмперии против тебя и твоих воинов. «Сэр, а почему нам так мало рассказывают о варпе?» — спросил Локен и пристально взглянув в широко расставленные глаза Хоруса. «Потому что нам немного о нем известно», — ответил воитель. «Ты знаешь, почему я стал воителем, сын мой?» «Потому что вы лучше остальных». Хорус рассмеялся и налил себе еще стакан вина, потом покачал головой. «Гарвиль, я стал воителем из-за того, что Император занят. Он вернулся на Терру не потому, что устал от Великого Похода. На родную планету его призвали более важные дела». «Более важные, чем поход?» — удивился Локен. «Именно так он мне и сказал», — кивнул Хорус. После Улла-Нора он осознал, что может оставить поход на попечение примархов, чтобы иметь возможность посвятить себя более высокому призванию. «Какому же?» Локен задал вопрос, ожидая очередного откровения. Но Хорус пожал пречами. «Мне это неизвестно. Он не сказал ни мне, ни кому-либо другому». Хорус замолчал. Казалось, целую вечность после этого были слышны только порывы ветра, раскачивающие ставни на окнах дома. «Даже мне!» — прошептал Хорус. В этом шепоте Локен услышал горечь и раненую гордость своего командира. Даже он оказался недостаточно хорош, чтобы узнать этот секрет. Спустя несколько секунд Хорус снова улыбнулся Локену, и его мрачное настроение исчезло. «Он не хотел взваливать на меня еще и эту ношу», — оживленно произнес он. «Но я не так уж глуп. Я могу кое-что предположить. Как я уже говорил, Империум не может существовать отдельно от Варпа. Нам приходится его использовать, но мы слишком мало о нем знаем. Предполагаю, что я стал воителем, поскольку Император занят разгадкой секретов Варпа. Весь свой великий разум он направил на овладение Варпом ради блага всего человечества. Он понял, что без окончательного и полного понимания нематериального мира рано или поздно мы потерпим неудачу и падем, независимо от количества покоренных миру». «А если он не достигнет успеха?» — спросил Локен. «Этого не может быть», — резко ответил воитель. «А если мы проиграем?» «И этого не может быть», — сказал Хорус. «Потому что мы его истинные слуги и сыновья. Потому что мы не можем подвезти его». Он взглянул на полупустой стакан и отодвинул его в сторону. «Я пришел сюда в поисках духов», — пошутил он. «А обнаружил только вино. Пусть это послужит тебе уроком». Утомленные и неразговорчивые воины 10-й роты покидали вернувшиеся штурм-катера и проходили по десантной палубе, направляясь в свои казармы. Кроме лязга металлических доспехов и топотонок, не было слышно ни одного звука. Мерно покачивались похоронные носилки с телами погибших братьев из отделения Брейкспура, покрытые знаменами региона. Еще четверо воинов несли останки Флорена и Ван Крастена, хотя на тела летописцев и не были наброшены торжественные похоронные покровы. Под палубой разнеслись удары колокола возвращения. Воины сняли шлемы и сотворили знамения аквилы. Локен шагал к своей оружейной мастерской и на ходу вызвал службу ремесленников. Свой наплечник он нес в руках, и меч Джубала все еще торчал между пластин. Оказавшись в оружейной, он уже хотел было забросить в угол вещественное напоминание о произошедшем несчастье, как вдруг замер, обнаружив, что не один в помещении. В полутемной комнате стояла Мерсаде Олитон. «Госпожа Олитон», – произнес он и положил испорченную часть доспехов на пол. «Капитан, простите, я не хотела навязываться. Ваш советник разрешил мне здесь подождать, сказав, что катер уже на палубе. Я хотела увидеть вас и извиниться». «За что?» – спросил Локен, пристраивая помятый шлем на верхний крюк стойки для доспехов. Мерсаде шагнула вперед, подставив светлую свою черную кожу и удлиненный череп. «За то, что не воспользовалась предоставленной возможностью. Вы были так добры, что назвали мою кандидатуру на путешествие к поверхности, а я не пришла в назначенный час». «Радуйся, что так получилось», – сказал он. Мерсаде нахмурилась. «Я… Знаете, возникла проблема. У меня есть приятель, тоже ретописец, по имени Игнаций Каркази. Он попал в беду, и я пыталась ему помочь. Вот почему я не смогла прийти вовремя». «Вы ничего не пропустили, Мерсаде», – заверил ее Локен и стал расстегивать застежки брони. «Я бы хотела поговорить с вами о делах Игнация. Мне неловко затруднять вас просьбами, но только такой влиятельный офицер, как вы, смог бы помочь ему». «Я слушаю», – кивнул Локен. «И я тоже», – сказала Мерсаде. Она подошла ближе и положила свою хрупкую ладонь на его руку, слегка сдерживая его движение. Локен продолжал срывать доспехи и швырять их на стойку с каким-то злобным ожесточением. «Сэр, я ведь летописец», – продолжила Мерсаде. «Ваш личный летописец, если мне позволено так считать. Вы не хотите рассказать мне о том, что произошло во время рейда на поверхности планеты? Есть ли какие-то воспоминания, которыми вы хотели бы со мной поделиться?» Локен посмотрел на нее с высоты своего роста. Его глаза напоминали цветом пелену осеннего дождя. Он отдернул свою руку. «Нет», – ответил Локен. Продолжение следует...